Эпизод нулевой. Время встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вы выключили музыку? Субтитры создавал DimaTorzok Даже его не хватит, чтобы вы смогли удержать меня в заперти Именно я попросил его установить Мне было нужно позаботиться о вашей безопасности К тому же это именно я попросил вас прийти сюда Не припоминаю, чтобы сталкивался с неопознанными существами Карасума Сейчас лучше забыть о здравом смысле Человечество Столкнулось с угрозой И подвластной разумному пониманию Помнишь уничтожение Луны? Которое даже в Пентагоне не смогли скрыть Кановник Слуха Это мелочь Я лишь пробовал свои силы Зачем тебе это? Для демонстрации В результате я смог донести свои требования Без долгих и утомительных переговоров Сейчас в ООО Активно ищет меры К по борьбе с ним По борьбе со мной? Он способен летать На скорости 20 махов Не может жить в открытом космосе Мы не знаем Где он взял столько энергии Чтобы в один момент Превратить Луну в полумесяц Он разговаривает на многих языках Вежлив и культурен Любит сладкое Ещё люблю читать И что такое чудовище Хочет от человечества? Я принял решение Уничтожить Землю Для меня это будет проще простого Однако Это было бы слишком банально Поиграем Крайний срок Следующий марс Это приблизительно год Хочешь сказать Мы должны убить тебя Раньше этого срока? Да В течение этого времени Я не буду убегать Или прятаться Точно Я стану учителем Третьего Е-класса Японской средней школы Куникигао Хочешь втянуть в это В этом мире есть одна дорога По которой только ты можешь пойти Не раздумывай Не спрашивай о том, куда она ведёт А просто иди по ней Я ждал другого ответа Это слова философа Директор Я не собираюсь идти против приказов Но я их не понимаю И на данный момент У нас не средств удержать его Остаётся принять условие То есть твоя игра началась? Верно Видимо, быстрее будет убедить вас действиями А не словами Позвольте мне позаботиться о вас Ты дал нам срок в год Но зачем? Всё просто Я рассмотрел всевозможные варианты И решил, что для вас это будет наилучшим решением Как односторонне Это компромисс Что такое? Что такое? Что такое? Отношению к Ницше. А я и не собираюсь. Но я говорил. Вам не убить меня обычными средствами. Итак. Отправимся же в Японию. Карасама Тадаоми. Ты меня проверял? Вы прошли. Меня еще никто и никогда так не доводил. Для человека вы весьма талантливы. Ученикам очень повезет, что у них будет такой учитель. Сурлизи, мне кажется, что ты довольно крутой. Еще разок. Вот так. Я и встретился с учителем Карасумой. Так вот, как это было. Трудно в это поверить. Особенно учитывая ваши характеры. Ну, тогда я был довольно серьезен. Наверное, потому что разрушал все, к чему прикасался. Хватит выдумывать всякий бред. Встретились мы после твоего появления в Японии. Какая встреча. Восьминук. Я знала, что учитель Кора не настолько крутой. Ага. Что это еще за ага такое? Тогда как вам такая история? В древних временах мое тело пребывало в леднике. Пока американская армия не нашла... Ага. И представьте, что я Брэд Питт. Давайте отнести чепуху. Брэд Питт. Ну а теперь... Давайте начнем классный час. Дежурный, начинай. В... Встать. Внимание. Поклон. Доброе утро. Продолжайте стрелять, пока я провожу перекличку. Исагай-кун. Здесь. Прости, но говори громче из-за всех этих выстрелов. Здесь. Акадзима-кун. Здесь. Акуда-кун. Здесь. Акуда-сан. Здесь. Катаока-сан. Здесь. Канзаки-сан. Здесь. Что ж, отсутствующих нет. Прекрасно. Я очень рад. Он слишком быстрый. Весь класс палит одновременно. Ему хоть бы хны. Мы все. Убийцы. И наша цель... Учитель. К сожалению, ни одна пуля не достигла цели. Методы, полагающиеся на количество, лишены индивидуального мышления. Линия стрельбы, положение ствола, движение пальцев. Все это слишком легко. Вам нужно быть более изобретательными. Иначе... Вы никогда меня не убьете. Моя максимальная скорость 20 махов. Но, знаете, не может быть, чтобы вы уклонились ото всех. Хотя, это даже не настоящие пули. Вы могли просто стоять и улыбаться, пока они попадают в вас. Верно сказано. Да, это так. Соберите пули и несите сюда. Я уже говорил. Против вас они бесполезны. Но это специально разработанные правительством пули против меня. Если одна попадет, она пройдет через меня, как сквозь топу. Конечно же, через несколько секунд я восстановлюсь. В итоге, вы можете попасть себе в глаз. Никакой стрельбы в классе. Но если только для того, чтобы убить меня. Я надеюсь, вы успеете убить меня до своего выпускного. Теперь отложите оружие и пули. Мы начинаем урок. Класс 3-я старшая школа Кунаги Гаока. Класс убийц. Ещё один день. Ещё один школьный звонок. Эпизод 1. Время убийства. Вот и вопрос. Исо Гайку. Да. Которая из этих четырёх конечностей не похожа на другие. Это... Голубая? Правильно. Местоимение, которое предложение является относительным. Относительное местоимение квалифицирует существительное, стоящее перед ним. Полумесяц видно. Катя сейчас день. Так что, который стоит здесь, поясняет о мальчике. Как мы оказались в этой ситуации? Как только мы перешли в третий класс, случилось две вещи. Во-первых, от Луны остался лишь полумесяц вследствие взрыва. Мы прерываем данную программу, чтобы сообщить новости о взрыве. Мы только что получили информацию, что около 70% Луны исчезла в никуда. Повторяю. У нас остался лишь полумесяц на всю оставшуюся жизнь. И... Второе. Приятно познакомиться. Я один из тех, кто взорвал Луну. В следующем году планирую взорвать Землю. Теперь я ваш учитель. Прошу любить и жаловать. Это очень странно. Весь класс так подумал. Я Карасума из Министерства обороны. Во-первых, то, что я скажу, это государственный секрет. Буду краток. Вы должны убить этого монстра. Эм... Что это такое? Это пришелец, который пришел уничтожить нас? Как грубо. Я, чтобы вы знали, родился и вырос на Земле. Он что? Боюсь, что я не могу посвятить вас в детали. Но он говорит правду. Следующий Марти — это существо, взорвавшее Луну. Уничтожить Землю. Только мировые лидеры знают об этой тайне. Если новости о нем распространятся, то в мире будет паника. Вы должны убить его до того, как это случится. Другими словами, убийство. Но этот парень... Невероятно быстр. Вы пытаетесь убить его? А он за вашей спиной заканчивает расчетывать ваши брови. У этого существа есть сила превратить Луну в полумесяц. А его скорость достигает 20 махов. Короче говоря, если он сбежит, мы будем беспомощны, ожидая нашего уничтожения. И это отнюдь не весело. Так что я предложил сделку правительству. Не убивать меня. Взамен я буду обучать 3Е-класс старшей школе Куники Гаока. Что? Почему? Мы не знаем, что он собирается делать дальше, но согласились при условии, что он не причинит вреда никому из учащихся. На это были две причины. Первая и самая главная — он будет приходить на уроки каждый день, что позволит наблюдать за ним. И вторая — 13 учеников получит возможность убить его с близкого расстояния. Накамурасан? Разве я не говорил не смешивать убийство с учёбой? Простите! В наказание? Иди становись в конец класса! Почему этот монстр стал нашим учителем? И как мы должны убить его? Все наши мысли были заняты этим. В случае успеха убийца получит 10 миллиардов йен. Ровно столько. Ведь успешное убийство этого существа спасёт Землю и её обитателей. К счастью, он недооценивает вас. Видите? Эти зелёные полосы означают, что он смотрит на вас высоко. Что с его кожей? Если правительство не смогло убить меня, то как сможете вы? Даже когда они посылали за мной передовые истребители. Я смог почистить их прямо в воздухе. Откуда такая любовь к уборке? Вам нужно найти брешь в его обороне и воспользоваться ею. Мы выдадим оружие, безопасное для людей, но опасное для него. Вы должны держать это в секрете от семьи и друзей. В любом случае, у нас нет времени. Если Земля исчезнет, исчезнем и мы. Вот именно. Так что давайте проведём этот год с пользой. У нас есть только год. И если мы не убьём этого парня, Земля станет историей. О! Время обеда. Я в Китай за мапатофу. Желающие могут попробовать убить меня. Посмотрим. Если он двигается со скоростью 20 мапо... Десяти минут достаточно, чтобы добраться до родины Сичуани. Родины мапатофа. Полагаю, никто не может пристрелить его. Двигаясь быстрее звука, он ещё и тесты успевает проверять. Серьёзно? На моём даже осьминога нарисовал. Вам не кажется, что он хороший учитель? И правда. Он помог мне с математикой после уроков. И я отлично написала тест. Да, но ведь... Мы всё же Е-класс. Нет смысла сильно стараться. Правда. Он восьминогий супермонстр и наша цель. И всё же... Он чертовски хороший учитель. Мы были абсолютно обычными учениками. Помимо бытности импровизированными убийцами. Но... Е-класс... Отличается от остальных. Эй, Нагиса! Пошли с нами! Время превратить наш план убийства в реальность. Да. Лицо этого осьминога меняет цвет в зависимости от настроения, так? Ты же следил за ним. Что-нибудь узнал? Да. Когда он уверен, на его лице появляются зелёные полосы. Когда мы ошибаемся, оно тёмно-фиолетовое. Когда отвечаем правильно, оно ярко-алое. Но самое интересное после обеда... Мне не надо знать всего этого! У меня есть план. И когда он ослабит защиту, ты позаботишься об этом. Я? Но... Не будь паинькой. Мы всё же Е-класс. Отбросы, которых не должно быть в этой известной частной школе. Они зовут нас... Последним Е-классом. Каждый день они отправляют нас в здание, изолированное в горах. Дискриминируют нас, словно мусор. Когда ещё таким неудачникам, как мы, выпадет шанс получить 10 миллиардов йен? В таком случае... Мы сделаем всё... Что нам для этого потребуется. Не обижайся, Нагиса-кун! Слышал, этот Нагиса возглавляет Е-класс. Точно? Для него всё кончено? Я лучше удалю его контакты. Я тоже. Я даже думать не хочу быть с ним на одном уровне. Я вернулся. С возвращением, учитель. Зачем вам ракета? Сувенир. Силы обороны устроили засаду в Японском море. Ужасно, наверное, быть мишенью. Совсем нет. Быть настолько могущественным, и всё знают это. Время начинать пятый урок. Да. Он не понял. Если ты всеобщая цель для убийства, значит, все признают твое могущество. Монстру не понять, каково это. Быть недостойным чьих-либо надежд, страха или признания. Благодаря тебе моя оценка упала ниже Приндуса. Радует лишь то, что больше никогда тебя не придётся видеть. Мне нужно просто убить его. Ведь Учитель и так меня не видит. Что ж, теперь придумайте короткое стихотворение, связанное с нашей темой. Последняя строчка должна быть «То были щупальца». Что? «То были щупальца»? Именно. Как закончите, принесите мне. Я проверю орфографию и то, как вы раскрыли красоту щупалец. К примеру, в саду то не буря снегов, не распускание цветов, а вместо них пробиваются щупальца. Про щупальца? Про щупальца? Серьёзно? Как только закончите, пойдёте домой. Как мы можем писать о таком? Ну же. Неужели вам не приходят в голову какие-нибудь прелестные фразы? Скользь, скользь, скользь! Хватит своих скользь! У меня вопрос! Что такое, Каяно-сан? Это странный вопрос. Но как вас зовут? Как нам понять, о каком учителе мы говорим? Моё имя? Кстати. Он никогда не говорил нам. У меня нет никакого имени. Что ж, придумайте мне одно. Вы уверены? Но сейчас сосредоточьтесь на задании. Да. Тогда я немного отдохну. Уже закончил, Нагисако? После обеда, когда он хочет спать, его лицо становится розовым. И на вопрос к Каяно он ответил не сразу. Должно быть, сейчас он уязвимее всего. Неудачники этой престижной частной школы, мы всегда думали, что мы как-нибудь вернёмся обратно. Ты сможешь, если постараешься. Это говорят нам родители и учители. Сможешь, если постараешься. Я говорил, будьте изобретательны. Мы должны проявить себя. Любым способом. Получи по заслугам. Нагиса! 10 миллиардов йен! Ура! Получилось! Тиросака! Что ты наделал? Он никогда бы не подумал о самоубийце с бомбой! Эй! Что вы дали Нагисе? Что? Игрушечную гранату? Но я наполнил её пулями, вредными для учителя! Так что в него одновременно выстрелило 300 пуль на бешеной скорости! Их не хватит, чтобы убить кого-то. Мои 10 миллиардов покроют медицинские за... А? Он не ранен? Ни одной царапины? И эта плёнка... ...принадлежит осьминогу? Так получилось, что я сбрасываю кожу раз в месяц. Я защитил Нагису Куна, накрыв его своей старой кожей. Это мой туз в рукаве, который я могу использовать раз в месяц. Тиросака? Йесида? Мураматсу? Мы никогда раньше не видели, чтобы его лицо было такого цвета. Абсолютно чёрный. Он в гневе! Вы трое? Стоите за этим! Нет! Это всё Нагиса придумал! Исчез! Таблички с именами из наших домов? Я не могу навредить вам из-за сделки с правительством. Это безусловно так. Но если... Вы попробуете что-нибудь подобное ещё раз... Я просто наврежу кому-нибудь другому. Вашим семьям, вашим друзьям! Или всей планете за исключением вас! Всего пять секунд, и мы все поняли. Нам некуда было бежать. Чтобы сбежать... Всё, что мы можем сделать... Это убить его. Что за чёрт? Ты просто огромное горе! Говоря, я взорву землю, или просто убейте меня! Что плохого в том, чтобы использовать подобный метод против раздражающего существа? Раздражающего? Ничего подобного. Ваша идея сама по себе была хороша. Особенно ты, Наги Сайкун. Поведение было столь естественно. И ты прекрасно понял, когда я стал уязвим. Тем не менее... Никто из вас не позаботился о том, что будет с Наги Сайкуном. Даже он сам. Такие студенты никогда не смогут никого убить. Вам нужен план, которым можно гордиться. Вы все способные убийцы с хорошим потенциалом. Небольшой совет от вашего учителя и мишени. Сначала разбушевался до скорости 20 махов, потом похвалил, размахивая щупальцами. Это необычное обучение обрадовало меня. Всё потому, что этот странный учитель приглядывает за нами. Если ты... Если у тебя ещё будет время... Иди учить этих детей. Какие прекрасные щупальца. С такими руками уверена... Ты станешь хорошим учителем. Вот вопрос для тебя, Наги Сакун. У меня нет никакого желания умирать. Я хочу насладиться временем, которое проведу с вами, а потом взорвать землю. Если вы против, что будем делать? Прежде мы никогда не убивали. И есть много вещей, которые мы должны сделать. Но сейчас... Я думаю, этому учителю понравилась моя жажда крови. Прежде чем ты взорвешь землю, я убью тебя. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тогда сделай это сейчас. Как только убьёте меня, вы можете пойти домой. Так просто? Вы знаете, что мы не можем убить вас! Мы убийцы. Наша цель? Наш учитель. Чистим, чистим, чистим. Если выстрелить сейчас, он лишь утрёт нас, как эти таблички. Мы никогда не вернёмся домой! Неубиваемый учитель. Коро-сынай. Кора... Может, Кора-сэнсэй? Кора-сэнсэй? Это Кора-сэнсэй. И мы в нашем классе убийцы. Ещё один день. Ещё один школьный звонок. Вся Америка только и говорит о Луне. Жаль, что нет интересных статей. У него появилась привычка. Каждый день за школой до начала занятий. Отдыхать с напитком и английской газетой, привозимой из Гавайев на скорости 20 махов. Как ты и сказал. Спасибо, Нагиса. Удачи, Сугина. Конечно. Эти 10 миллиардов мои. Мы убийцы. Наша цель. Наш учитель. Доброе утро. Не забывайте говорить громче, когда здороваетесь с кем-либо. Доброе утро, Кора-сэнсэй. Вставить вредящие мне пули в мяч для бейсбола? Отличная идея. Он практически не издаёт звука по сравнению с огнестрельным оружием. Тем не менее, у меня есть время, прежде чем мяч долетит. А мои клетки разрушаются лишь от прикосновения к этим пулям. Так что, я пробрался в инвентарную за перчаткой. Надеюсь, вы убьёте меня до своего выпускного. А сейчас пора на классный час. Да. Чёрт. Полагаю, что из идей с мячом ничего не выйдет. Сукино. Эпизод второй. Время бейсболы. Наш учитель отправил в небытие 70% луны. В следующем марте он собирается уничтожить землю. По невидимым причинам этот монстр захотел стать нашим учителем. Министерство обороны поручило нам убить его до следующего марта. Награда 10 миллиардов йен. Эй, Нагиса! Утренняя попытка Сугина провалилась? Да. С тех пор он сам не свой. Тут не из-за чего расстраиваться. В смысле, ни у кого же ещё не получилось. Наш неуязвимый учитель. Недавно у него появилось прозвище Кора Сэнсэй. Сугая-кун! Так близко. Но мои пропорции лучше этих. Где же?! Теперь класс. Сегодня мне придётся кое о чём позаботиться. Вынужден покинуть вас. Дело? Да. Я собираюсь на игру в Нью-Йорке. Ушёл. Что с ним такое? Было бы мило с его стороны привезти нам сувениров. Кто захочет подарок от своей цели? К примеру, какую-нибудь еду. Так оно нигде не заваляется. Как ты далека от реальности. Что можно привезти на память из Нью-Йорка? Выпивку? Нам нельзя! Чипсы – самый лучший вариант! Или красивую блондинку! Ведь так? Блонди! 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 Карасума-сан! Как у вас дела? Как надумываете его убить? Как? Что поделать? Мы же Е-класс всё-таки. Это невозможно, Карасума-сан! Он слишком быстрый. Никто не сможет убить существо, летающее со скоростью 20 махов! Действительно. Ни одной армии это не удалось. Я же говорил. Но только вам предоставлена эта возможность. По неведомым причинам, он настоял, что хочет быть вашим учителем. Так же, по его словам, он собирается взорвать Землю в следующем арте. Один взгляд на Луну даёт понять, что в следующем арте всё человечество будет нуждаться в помощи. Он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Класс – единственное место, где есть возможность убить его. Нам, неудачникам из Е-класса, дан шанс стать героями, спасшими Землю. Но я не понимаю. Почему Кора-сенсей пытается уничтожить Землю? И зачем преподает у нас сейчас? Когда я пришла к ней на следующий день! Полностью вычищен, Сугина-кун. Кора-сенсей… Стойте. Что вы едите? Кокос, купленный вчера на Гавайях. Хочешь кусок? Предполагается, что вы выпьете из него. Вчерашний бросок был хорош. Легко вам говорить. У меня нет и шанса попасть вас с вашей скоростью в 20 махов. И скоростью моего броска. Ты состоишь в бейсбольном клубе? Состоял. Состоял? Клубы. Класс Е не может состоять в клубах, что за пределами этого корпуса. Мы попали сюда из-за плохих результатов и… Должны сконцентрироваться на учёбе. Настоящая дискриминация! Ну, всё нормально. Вы же видели вчера… Насколько… Я плох. Столь медленный, что никогда не получал страйк и сидел на скамье. Вскоре я потерял интерес к учёбе… И был переведён в последний класс. Сугинакон… Позволь дать небольшой совет. Надо сдать журнал. Учитель? О чём он говорит Сугина? Может… А вчерашние попытки Сугину? Воу! Он попался ему! Что вы делаете, Кора-сэнсэй? Вы же не должны вредить студентам! Сугинакон… Это необычная подача, что ты кинул вчера. Ты же копируешь питчера Ариту из высшей лиги. Но знаешь… Щупальца не врут. В отличие от Ариты, твои плечевые мышцы в ужасном состоянии. Что это значит? С таким телом у тебя не получится кинуть его быструю подачу. И не важно, как ты будешь стараться сделать это. Почему? Как вы… Можете быть… Так уверены? Нагиса? Потому что мы неудачники? Потому что мы последний Е-класс? Зачем беспокоиться? И правда… Откуда я могу знать, возможно ли это? Ведь вчера я сам проверил его. Тогда это не важно! И я взял автограф. Вы попросили его об автографе после такого? Почему он не разозлился? Шок. Это был абсолютный шок. Вот как. У меня… Просто нет таланта. С другой стороны. Твои локти и запястья гибче, чем у Ариты. Хорошенько потренируйся и превзойдешь его. Эти любящие сравнивать с Саки Щупальца никогда не ошибаются. У тебя не только один талант. Придумай, как использовать твои таланты для убийства. Мои локти и запястья… лучше? Мой… Мой талант… Куро-сэнсэй! Возможно ли, что вы ездили в Нью-Йорк только для того, чтобы помочь Сугина? Конечно. Ведь я его учитель. Многие учителя не зашли бы так далеко. Но вы тот, кто собирается уничтожить Землю? Наги-сэнсэй. Наги-сэнсэй. Я стал вашим учителем, чтобы сдержать данное одному человеку обещание. Разумеется, я уничтожу Землю. Но до тех пор буду вашим учителем. Ведь вы, дети, гораздо важнее, чем уничтожение мира. Куро-сэнсэй… Прошу, не пишите эти глупости в конце тетради. Понимаю, вы хотите показать скорость проверки наших работ. Это в качестве бонуса. Я думал, тебе нравится. Скорее наоборот. И всё же я надеюсь, что вы отнесётесь к убийству более серьёзно. Ведь даже так у вас не выйдет. Потрясающе, Сугина! Как быстро бросил мяч, практически исчез! Я работаю над формой, чтобы по максимуму использовать локти и запястья. Могу кинуть и медленно. Уверен, две подачи смогут вырубить его. Наги-сэнсэй. Я буду тренироваться. Я в бейсболе. И в убийстве. У нашего учителя сверхбыстрые и не менее функциональные щупальца. Честно, думаю, мы не сможем убить его. Но пока. Кора-сэнсэй! Не могли бы вы выйти на секунду? Я хочу убить вас! Так и не получил урок! Сейчас по неизвестным причинам Кора-сэнсэй преподаёт в классе убийц. И это весело. Кора-сэнсэй Он сказал, что сегодня будет есть лёд с Северного полюса. Он сходил за льдом на Северный полюс, словно магазин за углом. Идём. Мы получим наши 10 миллиардов. Кора-сэнсэй! Можно и нам немного льда? Они наконец открыли мне свои сердца. А эти радостные улыбки? Какие же они жестокие! Что? Знаете ли, у вас были такие натянутые улыбки? Их недостаточно, чтобы я ослабил свою защиту. И уберите подальше эти вредящие мне ножи. Постойте здесь, понюхайте цветы с подобными улыбками. Эй, Кора-сэнсэй! Это те самые цветы, что мы сами здесь сажали! Правда? Вы жестокий, Кора-сэнсэй! Мы так старательно за ними ухаживали! И они только расстелились! Простите! Сейчас принесу несколько новых луковиц! Принёс! Даже не думай сажать их на скорости 20 мах! Аккуратно посадите каждого! Так точно! Эй! И это он собирается уничтожить землю? Да! И сейчас он сзади тюльпаны! Монстр пытается быть добреньким! Нагиса! Что ты пишешь? Подумал, было бы неплохо записать слабости Кора-сэнсэя. Это может помочь убить его. И как это должно помочь? Что ты говоришь? Может и пригодятся. Рост около трёх метров, когда стоит прямо. Специальные движения, невероятно быстрые колебания. Что за чёрт? Всё же бесполезно! Пока да. Мы убийцы. Класс 3Е старшей школы Кунигаока. Класс убийц. И другие ученики элита этой престижной частной школы. Надеюсь, Министерство обороны сообщило вам. С завтрашнего дня я буду работать учителем физкультуры у 3-го Е-класса. Конечно, я пригляжу за ними. Но студентам нужна техническая и моральная поддержка. Не беспокойтесь. У меня есть лицензия учителя. Тогда идите. Просто запомните, что их обучение и безопасность превыше всего. Прошу меня простить. Какой понимающий директор. Правительство дало ему хорошее вознаграждение. Но это очень удобно. Монстр, что может уничтожить землю, которого не могут убить даже военные. Учитель. Слава Богу. Об этом знают только правительство, директор и ученики Е-класса. Вот ведь. Если ничего не сделаю, попаду в Е-класс. Серьезно? Только попав туда, можешь попрощаться с надеждой. В заброшенном корпусе без еды с грязными туалетами. Где с учениками и учителем обращаются как с мусором. Тебе нужны невероятно хорошие оценки, чтобы выбраться оттуда. Все же это последний класс. Я скорее умру, чем попаду туда. Точно! Лучше взяться за учебу, чтобы не оказаться с этими неудачниками. Сюрприз! Расскажи нам, Кунедон! Привет всем! Я Кунедон, талисман школы. Сегодня я расскажу вам все о старшей школе Кунегаока. В школе действует стандартное отклонение 66. Правда? Класс! Все хорошо ладят и равны между собой. Все равны! Ясно. Притесняя худших студентов, большинство учится усерднее по таким давлениям, чувствуя свое превосходство. Такое устройство довольно логично. Да и этот заброшенный корпус отлично подходит для выполнения заданий высшей секретности. К тому же отвержены ученики класса Е, могу только ожидать такого шанса. Здравствуйте, господин Карасума! Здравствуй. С сегодняшнего дня я буду помогать вам как учитель. Вот как? Жду с нетерпением. Так теперь вы Карасума-сэнсэй! Кстати, а где он? Карасума-сэнсэй испортит цветочную клумбу нашего класса. И чтобы все исправить, он устраивал состязание убийц с преимуществом для нас. Небольшой бонус, чтобы извиниться. Какой еще учитель может так двигаться? Икар! Икар! Нагиса! Он даже не думает воспринимать нас всерьез. Вы называете это убийством? Подождите. Учитывая слабые стороны Кора-сэнсэя. Да. Боюсь, все бесполезно и я класс! Даже с таким преимуществом я все еще очень быстр. Для вас, убить меня, словно далекая мечта. Сейчас убьём его! Чёрти! Слишком опасно, слишком опасно, слишком опасно! Слишком опасно, слишком опасно, слишком опасно! Может, они и пригодятся? Да, лучше их сохранить. Эй, подождите! Мы ищу пальцы запутались в верёвках! Вы мелкие! Чёрт, сбежал! Вам никогда не достать меня здесь? Способностей не хватит! Получите, дураки! А ведь мы были так близки! Я удваиваю вашу домашнюю работу. Как милочно! Сбежал! Но мы впервые подобрались так близко! Если продолжим в том же духе, сможем убить его! Да! И получим 10 миллиардов йен! На что же их потратить? Ученики старшей школы так радостно говорят об убийстве? Это определённо необычное место. Нагиса! Думаешь, мы сможем? Сможем. Иначе никогда не сравнимся с ним. Так странно, что в этой школе есть столь оживлённые ученики. Они здесь, в Е-классе, с учителем, являющимся их целью. Иначе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Такие обстоятельства... Вы не должны никому рассказывать о кризисе на Земле. Если кто-то проболтается, будет подвергнут стиранию памяти. Ужас! Ученикам Е-класса уже всё объяснили. Они уже начали выполнять свою задачу. Как только закончится отстранение, вы вернётесь в Е-класс. Более того, вам тоже будет дано разрешение на убийство. Эй! Этот резиновый нож, правда, сработает? Да. Безопасный для людей, но тем не менее отлично сработает на нём. Мне без разницы, человек он или нет. Я всегда хотел попробовать убить учителя. Четыре, пять, шесть, семь! Раздающимся над спортплощадкой звуки занятий под полуденным солнцем. Как приятно! Конечно, если учащиеся не будут держать на прицеле свою цель. Должным образом отработайте все восемь движений ножами. Теперь я буду отвечать за их физическую подготовку. И от этого становится немного одиноко. Я просил держаться тебя подальше от моих занятий. Иди поиграй в песочницы. Вы так жестокий, Карасума-сэмпай. Почему? Ученикам нравились мои уроки физкультуры. Врун. Способности Кура-сэмпай сильно отличаются от наших. Помнишь, в тот раз? Давайте попробуем попрыгать в разные стороны. Я покажу, как надо. Что за? Когда научитесь так прыгать, добавим веревочки. Черт, он хорош! Он слишком быстрый. Лучше бы наш учитель по физкультуре был человеком. Что ж, возвращаемся к занятиям. Карасума-сэмпай, в этих тренировках есть смысл? И почему мы тренируемся прямо на глазах нашей цели? В убийстве и в обучении самое главное. Освоить основы, тогда все получится. Главное. Исагай, Майхара, вперед. Попробуйте ударить меня ножами. Вы уверены? Вместе? Эти ножи не могут ранить человека. Если вы оставите на мне царапину, я освобожу вас на остаток дня. Ну, ладно. Вперед. Как видите, немного знаний. И даже я справлюсь с нападением двух дилетантов. Поразительно. Если вы не можете ударить по мне, то шанс попасть по нему на скорости 20 махов близок к нулю. Видите? Пока мы тренировались. Он построил Осакский замок из песка. Переотелся и заварил чай. Как бесит. Когда у всего класса получится ударить меня, ваши шансы убить его возрастут. На уроках физкультуры я буду учить вас работать с ножами, стрелять и всем основам убийства. Класс. На сегодня, пожалуй, закончим. Спасибо за урок! Карасума-сэнсэй немного пугает, но он крут. Точно! Как думаете, если получится ударить его, он погладит нас по голове? Хотелось бы. Карасума-сэнсэй, пытаетесь украсть любовь моих учеников? Что за глупости? Если школе будет угодно, они могут прислать еще одного учителя для Е-класса. Эти строки были прописаны в твоем контракте. Я должен проследить за этими убийцами. Чтобы они убили тебя. Прошу, называй меня по имени. Что дали мне ученики? Кора-сэнсэй? На шестом уроке будет тест. Жаль, мы не можем пойти домой после физкультуры. Привет, Нагеса-кун! Давно не виделись? Карума-кун, ты вернулся! Эпизод 3. Время Карумы Так это ты, известный Кура-сэнсэй? Круто! Он и правда похож на осьминога. Ты же Акабана Карума-кун. Слышал, сегодня закончилось твое отстранение. Не следовало так опаздывать в первый же день. Сложно быстро вернуть всё на круги своя. Не стесняйтесь звать меня по имени. Приятно познакомиться, учитель. Взаимно. Давай проведём этот год весело. Вы и правда очень быстрые. И эти нас же действительно вредят вам. Я разрезал один на кусочки и приклеил к ладони. Но вы попались на такую простую уловку. И ещё, так далеко отпрыгнули. Вы что, испуганный котёнок? Во-первых, кто смог ранить Кура-сэнсэя. Слышал, они назвали вас Кура-сэнсэем, потому что вы неубиваемая. Ну что же это? Вы что, обычный простофиля? Нагиса! Что за человек этот Карума? На первом и втором году обучения мы были в одном классе. Но позже его отстранили за жестокое поведение. И такие ученики в итоге тоже попадают в Е-классы. Но... Здесь он может стать лучшим учеником. О чём ты? Когда дело касается смертельного оружия с нечестной игрой, Карума уделает всех нас. Не избегайте, Кура-сэнсэй. Я покажу вам, каково быть убитым. Что Кура-сэнсэй там делает? Может, пытается пробить стену? Видимо, недолгий разговор с Карумой вывел его из себя. Но его щупальца слишком мягкие, чтобы повредить стену. А, всё! Достало ваше хлюпанье! Мы тут тест решить пытаемся! Вы простите. Эй, Карума, что об этом думаешь? Этот монстр разозлился! Всё из-за тебя, парень! Может, Слайлой дальше просто просиживался дома? Если кто-то попробовал убить тебя, ты бы тоже разозлился, Тиросака. В отличие от кое-кого, кто проводился и наложил штаны. Ничего подобного! Нарываешься, дружок! Вы двое! Тишина во время теста! Скажи это своим щупальцам! И даже не смейте подумать о списывании! Простите, Кура-сэнсэй! Я уже закончил! Так что тихонько поем мороженого! Только не во время урока! Слайлой, что такое? Это же мороженое, что я купил вчера в Италии! Так это ваше? Ой, простите! Оно одиноко лежало в учительской! Простите, тебе не поможет! Я так настрадался, пока летел через холодную стратоферу, чтобы оно не растаяло! И что же теперь будем делать? Ударите меня? Не ударю! Я просто съем оставшееся! Давай, Вася! Вредящие мне пули! Опять попался! А я ведь просто пользуюсь старыми трюками! Хотя мне мешает класс! Если не нравится, убейте меня или кого-нибудь из класса! Но после... Никто не захочет видеть вас, учителя! Вы станете обычным монстром-убийцей! Вы, учитель, умрете от моей руки! Вот мой тест! Скорее всего, все верно! Увидимся, учитель! Завтра сыграем еще? Карума-кон невероятно находчив и сообразителен! Как сейчас! Он заметил черту, которую не может пересечь Коро-сенсей, чтобы оставаться учителем! И делает все, чтобы тот пересек ее! Он... Он умен и зрит в корень проблемы! А также умело манипулирует людьми! Но использует это только для того, чтобы настроить людей против себя! Ну вот! Теперь мне придется полететь и купить еще мороженого! Умен! И жесток! Но, как он и сказал, если хочу остаться учителем, я не должен ни убить, ни навредить ему! Так что же мне с ним сделать? Увидимся, Нагиса! Хорошо! Увидимся завтра! Смотри, это же Нагиса! Прямо как дома в Е-классе! Точно! Ему никогда не вернуться в наш класс! К тому же в Е-класс вернулся этот Акабаны! Его отстранение кончилось! Ужасно! Лучше умереть, чем попасть туда! Акабаны! Вот значит как! Предпочтете умереть? Может, прямо сейчас? Акабаны! Да я же пошутил! Когда есть такие классные игрушки, кому захочется получить еще одно отстранение? Карамакун! Кстати, Нагиса! Я хотел спросить у тебя! Как я понял, ты кое-что знаешь, Акора-сэнсэя? Да, немного! Он разозлится, если называть его осьминогом! Осьминогом? Как раз-таки наоборот! Он рисует себя осьминогом! И в играх играет за осьминогов! А когда копался в песочнице? Ловушка осьминога! Учитывая его шутки, думаю... Осьминог – его визитная карточка! Понятно! Есть неплохая идея! Карамакун! Что ты собираешься сделать? Я... Очень рад! Я не мог представить, что буду делать, окажись он обычным монстром! Но он простой учитель! И я убью этого учителя! Убью так же, как убил предыдущего! Как я мог не заметить! Мои деньги на мороженое закончились! И до зарплаты мне уже ничего не светит! Остаётся только смириться! Доброе утро! Что случилось, Ре? Ой, простите! Я перепутал его с вами и убил! Не могли бы вы принести сюда? Я избавлюсь от него! Хорошо! Идите сюда, Кура-сенсей! Мне не обязательно убивать ваше тело прямо сейчас! Я медленно начну уничтожать вашу душу! Позволь показать тебе, Карамакун! На что способны мои щупальцы дрели, а также... И огненную мощь ракеты, которую я стащил у Министерства обороны! К тому же... Я не позволю ути моему убийце безнаказанным! Учитывая твою бледность, могу сказать, ты не завтракаешь! Я приготовил для тебя токаяки на скорости 20 махов! Они помогут тебе набраться сил и оставаться здоровым! Открой, Ротик! Карамакун, как правило, я забочусь о своих учениках! К примеру, об их ржавых ножах для убийства! Так что можешь продолжать пытаться убить меня! И с каждым разом я буду заботиться о тебе сильнее! К концу дня твое тело и разум будут начищены до блеска! Как видите, это число слева остаётся, что бы вы ни делали! Если вам не нравится эта неделимость, я покажу... один способ! Сейчас напишу его на доске, давайте разберёмся в нём вместе! Карамакун! Боюсь, что выстрелы вредящими мне пулями занимают много времени! Я даже успёл... сделать тебе маникюр! Как дела? Уже сделали фула? Даже не знаю... У него какой-то резкий вкус! Дай попробовать! Может, лучше начать сначала? Я выброшу эту порцию! Ты забыл надеть фарту, Карамакун! Можешь не волноваться о супе! Я весь собрал в полёте пипеткой! И добавил туда немного сахара! Ох, вкус гораздо мягче! Прелестно! Бесполезно! У Кура Сэнсэя много слабостей. Время от времени ошибается, а когда волнуется, его скорость уменьшается до человеческой. Неважно, как неожиданно нападает на него Карамакун. Красная лягушка снова вернулась ни с чем. Мне это уже начинает надоедать. Учитывая скорость Кура Сэнсэя, Это убийство больше напоминает непроходимую видеоигру. Карамакун! Не переживай так, мы сделали это всё вместе! Пока Кура Сэнсэй пристально следит за тобой, тебе точно его не убить. Что бы ты ни делал. Он отличается от остальных учителей. Учителей? Да. Акабане! Ты прав! Ты агрессивный и с поведением проблемы. Но пока ты будешь прав, я буду на твоей стороне. Ни за что. Я хочу убить его сам. Эта мысль выводит меня из себя, что он умрёт в какой-нибудь подворотне. Карамакун! Я хорошо позаботился о тебе сегодня. Конечно, можешь дальше пытаться убить меня. Тогда ты у меня засияешь ещё ярче. Прошу на всякий случай. Вы ведь учитель, так? Да. Готовы ли вы рискнуть своей жизнью, чтобы защитить своих учеников? Разумеется. Я ведь учитель. Вот и хорошо. Тогда я убью вас. Обязательно. Что же случится, если собираетесь помочь убить вас до того, как спасёте меня? Если дадите умереть, ваша карьера у учителя закончится. Невероятно! Вся жизнь пролетает перед глазами! Ты в порядке? Третий Е? Тот самый Е-класс? Ужасно, что подобное решает дальнейшую судьбу. Что? Я сейчас прав? Что плохого, чтобы защитить того, над кем издевается? Нет, Акабаны! Неважно, как это выглядело, тут ты не прав! С головой проблемы! Как ты мог напасть на лучшего ученика из третий годок? Но... Подождите, учитель. Ты отправляешься в Е-класс за причинение вреда студенту с блестящим будущим. Если он провалится на экзаменах... Полетит моя голова! Он же сказал, что будет на моей стороне. Он сейчас говорит такое... Блин... Я подохну. Хорош, ты только в учебе. Поэтому я всегда защищал тебя. Но когда ты можешь разрушить мою ганеру, это другое дело. И здесь... Он умирает. Я буду настаивать на твоем переводе. Мои поздравления, Акабаны! Свой третий год. Ты проведешь ужин в Е-классе! Он избавился от меня. И в тот же момент... Он умер для меня. Куэ-сенсей! Я убью тебя собственными руками! Ну... И как предпочтете умереть? Карумакун? Твои прекрасные идеи для убийства говорят сами за себя. Если бы я спас тебя на скорости звука, твое дело бы не выдержало. Но двигайся я медленно, ты бы застрелил меня. Так что... Я воспользовался своей липкостью. Проклятие! Эти щупальца могут сделать все на свете! Теперь ты не выстрелишь. И более того... Я никогда не позволю тебе умереть. Это к тому, если соберешься прыгнуть еще раз. Безболезно. Он не хочет умирать, и его нельзя убить. Во всяком случае... Учитель в нем. Ты так спокойно совершаешь безрассудные поступки, Карумакун. Большое дело. Пока думал об этом. Казалось, это будет самый лучший способ убить его. Как так? Идеи уже не осталось? У меня еще много идей для расплаты. Или просто Филя все же ты. Я уже чувствую себя убийцей. Но... В этот раз все иначе. Я убью тебя! Может, даже завтра? Здоровая и обновленная жажда крови. Кажется, теперь мне не надо так сильно заботиться о тебе. Ну, пошли домой, Нагисакун. Можем перекусить по дороге. Эй! Это же мой кошелек! Тогда бы и не оставлял его в учительской без присмотра. Верни немедленно! Берите! Подожди! И... Но он же пуст! Там и так было немного. Считайте это вознаграждением. Ты двуличный жулик! Убийца, пришедшая убить, засияла от чистоты благодаря щупальцам своей цели. Это наш класс убийц. Интересно, как мы попробуем убить его завтра? Ты меня слышишь? Девушки отдыхают... Давненько вы не заходили, учитель! Да! Мне наконец-то выдали зарплату. Японские закуски такие дешевые и вкусные. Ради них можно и замаскироваться. Прошу, не надо! Не стесняйся! Я опаздываю на новую работу! Я учитель! Так ты учитель! А может быть нас чему-нибудь научишь? Может дать вам уроки грамотного пикапа девушек? Шаг первый. Украсьте свою машину. Заматываем, заматываем! Вся машина в ленточках! На этом урок окончен. Вы в порядке? Большое вам спасибо! Вы смелый! Я не забуду вашу доброту! Кстати, вы знаете, как добраться до средней школы Куну Гигаока? Эпизод четвёртый. Время взрослых. О, позвольте представить вам нового преподавателя английского языка. Меня зовут Ирина Ялович. Рада знакомству! Красотка! И сиськи супер! Только почему она липнет к нему? Я могу поверить, что вы здесь учите! Я её уже ненавижу! Я не против! Мы хотим дать ученикам достаточно знаний иностранных языков. Вы не против, если она проведёт половину уроков? Если вы настаиваете. Учительница та ещё штучка! Ей, видимо, нравится наш учитель Кора. Ага. Наверняка это станет ключом к его убийству. Возможно, для учителя Кора стало неожиданностью, что рядом с ним человеческая женщина. Эмоции на его лице выражаются разным цветом. Каков же... Цвет смущения. Не решу. Да он влюбился. Всё на лице написано. Даже чем-то на человека похож. Вы ещё сильнее мне нравитесь. Глаза, бусинки, словно слабительные таблетки. Ваши гибкие конечности. Я не могу отвести от вас глаз. Как-то неловко. Не будьте наивны, Кора-сенсей. Женщинам такое вовсе не нравится. Мы не настолько глупы. Любой учитель, появившийся в нашем классе, должен отличаться от обычных людей. Хоп-пас, хоп, убивайте. Эй, давай пас мне. У меня было несколько вариантов подхода, но обольщения оказалось вполне достаточно. Ирина Ёлович. Профессиональный киллер. Ослепительно красиво, свободно общается на десяти языках. Она способна обольстить любую жертву и вплотную устранить самых охраняемых людей. Её внедрение и подход к убийству стали искусством. Мы не могли нанять убийцу, чтобы тот действовал в школе. Для прикрытия ты тоже будешь преподавать. Я профи. И закончу свою работу ещё до звонка. Хоп-пас. Хоп, убиваю. Хоп-пас. Хоп, убиваю. Учитель Кора. Учитель Кора. Учитель Карасова сказал мне, что вы невероятно быстрый. Да, не такой уж я и быстрый. Окажите услугу. Я всегда хотела попробовать вьетнамский кофе. Вы не могли бы достать его мне, пока я провожу урок английского? Конечно, о чём речь? Я знаю превосходное кофе во Вьетнаме. Ну, как бы, учитель Ирина? Звонок прозвенел. Не пора ли на урок? Урок? Да. Идите и займитесь самообразованием. И ещё. Не зовите меня по имени. Я не буду играть в учителя, когда осьминога нет рядом. Так что зовите меня, мисс Ялович. А что вы будете делать, мисс Бич? Без прозвищ! Вы ведь убийца? Мы всем классом не можем убить этого монстра. Думаете, вы сможете в одиночку? Мелкий негодник, твоему сведению. Взрослые всё делают по-своему. Ты ведь Шиотанагиса? Зайди потом в учительскую. Я хочу знать, что ты узнал о цели. То же самое относится ко всем, у кого есть важная информация. В обмен я вас награжу. Девочки могут взять одного из моих мужчин. У профессионала должны быть нужные навыки и связи. А вы, детишки, смотрите с трибуны. Ах, да, да. Вот ещё. Если вы помешаете моему плану убийства, Я убью вас. От её поцелуя подкашиваются ноги. Да и с её коллегами лучше не шутить. Эти угрозы не блеф. Мы сразу поняли, что она профи. Да, в то же время весь класс осознал, Что мы её Ненавидим. Раньше я не убивала такое странное создание. Всё готово. Благодаря сведениям этого мальца. Мы отрезали его щупальца по отдельности. Но особого вреда ему это не причинило. Будет лучше, если вам удастся уничтожить все щупальца сразу. Иначе он быстро сбежит. И ещё. Если вы хотите подкрасться к нему, Не курите. Для безносового существования вы очень устраните. Это точно не помешает моему плану. Ведь я Ирина Елович. Первоклассный киллер, способный убить любую цель. Эй, мисс Бич. Вы нас учить будете? Мы ведь ждём мисс Бич. Вы же учитель, мисс Бич. Не уродуйте мою фамилию! Вы произносите её неправильно! Или японцы не видят разницы в буквах Б и В? Я научу, как произносить В. Во-первых, закусите нижнюю губу. Давайте! Да, да! Теперь посидите так часок и дайте мне побыть в тишине. Да что это за урок такой? Я так понял, что вы привели коллег. Вы меня не предупредили. Да. Любой спец должен быть наготове и помалкивать. Они в меня влюблены, поэтому помогут бесплатно. Всё уже подготовлено. Сегодня закончим. Ирина-сэнсэй. Вот чай из Индии, который вы просили. Ух ты, большое спасибо, учитель Кора. Я как раз хотела его попить. И ещё, учитель Кора. Я бы хотела поговорить. Зайдёте на пятом уроке? Поговорить? Ну, разумеется. На пятом уроке. Я обязательно приду. Можем выпить чаю. Эй, эй, гляньте. Они идут к складу вдвоём. Какая досада. Я восхитительно провёл время в Индии. Учитель Кора повёлся на такой очевидный обман. Учитель Карасума. Я не думаю, что мы когда-нибудь примем её. Сожалею. Но её наняло наше правительство. Однако. Закончить все приготовления всего лишь за один день. Она действительно первоклассный киллер. Так, о чём вы хотите поговорить, Рина-сэнсэй? Убийство с внедрением к жертве требует гибкости в подходе. Я иду против неземного создания. Нужно сделать это раньше, чем он что-то заподозрит. Учитель Кора. Меня всегда привлекали незаурядные личности. Ваше тело и ваша сила. Это любовь с первого взгляда. Это я... Вы думаете, что это очень странно? Надо быть как можно более напористой. Чтобы он ни о чём не догадался. Я всю ночь готовила это место. Лишь бы заманить тебя в мои сети. Жертва. Вы шелунишка, учитель Кора. Мы не можем делать это здесь. Глупый мужчина. Прощай. Дай мне минутку, чтобы всё снять. Всё? Расслабься. Не успеешь оглянуться, как всё закончится. Настоящие патроны и оружие. М-61, М-134 и М-249. По нему стреляют пулями с огромной пробивной силой. Их игрушечные пистолеты бесполезны. Всё-таки никто не выживет после такой фольвы. Всё закончится через... Три... Две... Одна... Ноль. Вынужден огорчить, Ирина-сенсей. Свинцовые пули на меня не действуют. Они расплавляются в моём теле. Приглядитесь к моему лицу. У тебя четыре глаза? Нет. Два из них ноздри. Откуда мне знать? Я почувствовал запах металла и мужчин. Которых вчера здесь не было. Это было не к месту, и я принюхался. У него... Он стринюк. Я притворился, что попался в эту ловушку, но раскрыл киллера. Иначе говоря... Ваши профессиональные методы убийства вас и погубили. Мои ученики были скрытны и умелы. Кстати, вы знаете... Я мщу за попытку убийства. С особой заботой и уходом. Нет! Что это? Сначала выстрелы, потом крик, а теперь бульканье. Нет! Какие возбуждающие стоны. Пошли глянем! Учитель Кора. Как её сиськи! Я не против ещё немного ей заняться. Но друг вспомнил про наше занятие. Что вы там делали? Ну, мисс Бич, старомодная физкультурная форма. Он сделал всё это за минуту. Он помассировал мои затёкшие плечи и спину. Сделал лимфатический массаж лица. Переодел меня за одно мгновение. И сделал это своими щупальцами. Что это? Что это? О чём она, учитель Кора? Вы ещё малы для таких вещей. У него виноватое лицо! А теперь вернёмся в класс. Да! Как низко! У меня никогда не было такого унизительного провала! Клянусь! Я отплачу ему за это унижение! Я покажу этому осьминогу, что профессионал не сдаётся! Мне нужны новые ресурсы! Твою ж мать! В этой дыре вообще есть Wi-Fi? Желаю удачи, мисс Бич. Он что, настолько сильно вас опозорил? Учитель! Что? Если вы не будете нас учить, может, позовёте сюда учителя Кора? У нас скоро экзамены. Ха! Хотите, чтобы вас учил этот монстр? Думаете, экзамены важнее судьбы всей планеты? Хорошо быть беззаботной шпаной? К тому же, я слышала, что ваш Е-класс отброс из школы. Зачем вам вообще учиться? Точно! Как вам такое? Если я осуществлю убийство, я дам каждому 5 миллионов йен. На учёбе вы никогда столько не заработаете. Поэтому, закройте рты и слушайте... Убирайся. Промни отсюда, стерва! Верни нам учителя Кора! Какого хрена? Я вас всех убью! Ну, попробуй! Точно, точно! Скажем нет, сиськам! Тебя это волнует? Да что они о себе возомнили? Рядом с ними такая роскошная женщина! Они ещё возмущаются? Они тебя таково не считают. Отсюда и возмущение. Извинись перед ними. Если ты хочешь остаться здесь... С чего это? Я никогда в жизни не преподавала! Я должна сосредоточиться на убийстве! Ничего не поделать. Идём со мной. Эра Манга. Один из островов Ван Аута? Или новый гибридов? Что он делает? Пишет вопросы для теста. Он делает это каждую среду на шестом уроке. Что-то он долго их пишет. На скорости 20 махов он бы их давно закончил. Для каждого ученика вопросы свои. Он учитывает все сильные и слабые стороны своих учеников. Чиба знает на зубок всё об объёмных фигурах. Надо бы вписать вопрос с подвохом. Это существо с нечеловеческим умом и скоростью. Готовы уничтожить землю. Но его навыки преподавателя неоспоримы. Маме! Посмотри на них. Они просто играют. Эта игра обучает их атаковать ножом движущуюся цель. Я обучил их этому. Это называется убийственный бадминтон. Выпад, трячка. Цель. И учитель. Ученик и убийца. В этом классе, который образовался из-за этого существа. Все играют по две роли. Ты ставишь профессионализм выше всего. Но если не можешь быть учителем и убийцей, то ты не можешь называть себя профессионалом. Ты в порядке? Ну вот. Если хочешь остаться и попытаться убить его, не смотри на учеников свысока. Ну же. Ты в порядке. Когда я убивала вип-персону в Америке, то для начала соблазнила его телохранителя. И он сказал мне эти слова. Это значит, ты великолепна в постели. И ты хочешь, чтобы ученики это говорили? Нужно быстро выучить иностранный язык, если твой возлюбленный иностранец. Ты хочешь знать, о чем он думает. И стараешься понять, что он говорит. За время работы у меня было много возможностей выучить язык таким способом. Поэтому я буду учить вас знакомиться и соблазнять иностранцев. Основы красноречия лично от профессионального киллера. Если вы освоите их в совершенстве, то легко сможете завести любые знакомства. Иностранцы! Я дам осьминогу подготовить вас к экзамену. Сама же могу дать лишь навыки красноречия. И если вы все равно не будете считать меня учителем, я прекращу свою миссию и уйду. Вы... Вы согласны на такое? И... Простите за все. Иро-иро. Что вы такая серьезная? Только что вы нас убить хотели. Теперь на учительницу похоже. Мы не будем называть вас мисс Бич. Ребята, вы понимаете. Довольно грубо называть так нашего учителя. Нужно называть вас по-другому. А давайте Бич-сенсей. Как бы... Может, вы все же не будете называть меня Бич? Зовите меня просто по имени. Я совсем не про... Но... Мы уже привыкли вас так называть. Ага. Бич-сенсей подходит лучше, чем Ирина-сенсей. Рюсино, добро пожаловать, Бич-сенсей. Начнем урок, Бич-сенсей! Как же я вас ненавижу! Она отлично вписалась. Более или менее. Что умереть захотели, мелкие засранцы? Спасибо вам, учитель Карасума. Я хотел, чтобы моих учеников учил иностранец. А кто лучше подойдет на эту роль, нежели киллер мирового масштаба? Неужели он предвидел это? Пойду, достану сладости из моих запасов и отдохну. Он до сих пор не сказал, почему захотел обучать ее класс. Но, чем больше мы превращаем этот класс в идеальное место для убийства, тем быстрее он станет идеальным местом для обучения. А вот и нет! Мы все находимся у него под щупальцами. Сегодня просто грандиозный тест на вкус. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Спасибо вам за помощь. Даже стольких щупалец не хватает, чтобы учитель сразу донес оборудование. Завтра теперь за раз донесем. Вы очень ответственные. Понимаю, почему стали старостами. С вашими томахами вы бы и сами справились. Чем больше задействовано рук, тем лучше. Скажите, учитель. Да? Вам комфортно? В классе я. О, ты все-таки спросил это? Да. Мне очень нравится быть вашим учителем. Странно. Неужели? Конечно же. Нас учат такое странное существо. Нужно время, чтобы привыкнуть. То, что вы нас учите, делает вас почти нормальным. Согласен. Даже когда вы цель убийцы. Это важная деталь. Не забудьте ее. Он расставил все это, находясь под ударами трех людей. Ты как, Мейхара? Думаю, что простой засады будет мало. Итак, давайте начинать урок. Эпизод пятый. Время собрания. Ярко-красный. Да. Закончим эксперимент по выведению красителя. Из сладостей. Остатки я заберу себе. Что? Эй, мы их на свои деньги купили. Он специально заховал еду, потому что зарплата только застраивала. Он ведь сверхсущество. Почему он живет от зарплаты до зарплаты? Ну, это... Учитель. Хочешь что-то спросить? Окуда. Я... Пожалуйста, выпейте этот яд! Прямо линейно? Вы... Не против? Это самая честная попытка убийства Окуда. А? Ну... Я... У меня не получаются засады и все такое. Но... У меня хорошо с химией. Я сделала этот яд от всей души. От души? Окуда. Ни один дурак не выпьет яд по просьбе. Раз такое дело... Спасибо за угощение. Ничего себе! Выпил! Это... Работает? Серьезно? У него рожки выросли. На вкус гидроксид натрия. Он опасен для людей, но, боюсь, не для меня. Вот как! Осталось еще две колбы. А... Да! Что ж... Крылья выросли! Да чего же нелепое лицо! А это ацетаталия. Последний глоток. Теперь-то что? Кем он встанет? Он обесцветился. Какой же непредсказуемый эффект. Куда уж более нелепое. Он похож на смайлик. Любите убийство? Даже если вы не любите меня. А это с какого боку! И еще куда. Я не могу проигнорировать то, что ученица без присмотра делает опасные яды. Да. Простите, пожалуйста. Если ты потом будешь свободна, не хочешь вместе поработать над ядом для меня? О, да! Делать яд вместе с целью? Я потом спрошу у нее детали. Вот так! Давай сюда! Скорее! Так, бьем! Выше голову! У нас еще очко! Эй! Карасума! Тебе не кажется, что здесь душно? Ну же, Карасума! Не приближайся ко мне. Я не твоя цель. Успокойся. Ну и зануда же ты. Если хочешь остаться здесь в качестве учителя, тогда будь посерьезнее. Да тут жарко, как в бане. Противно. Почему они не поставят здесь кондиционер? Я уже просил администрацию о ремонте, но они отказались. Чего? Черт! Есть! Отличный удар! Это... Такое место. Теперь добавим немножко этанола. А, осторожно, не вдыхай парой. Да! У тебя отличные оценки по естественным наукам. Но... С другими предметами всё плохо. Естественно, что я попала в Е-класс. Особенно словесность. Я никогда не знала, как правильно говорить о чём-то. И как выражать свои чувства. Но... Я привыкла к этому. Уравнения и формулы всегда дают правильный ответ. В них нет той глупой игры слов и сложных эмоций. Ну, это так. В таком случае... У меня для тебя особое домашнее задание. Отнесись к нему с осторожностью. Так, он попросил тебя принести этот яд в класс? Да! Теоретически это почти идеальный вариант! Он даже мангу нарисовал о том, как его хранить. Он прямо готов помочь как следует. Яд, который его убьёт? О чём учитель только думает? Думаю, он пытается воодушевить меня. Он хочет заострить мои знания, когда мне тяжело подбирать слова. Я пришёл. Прошу, садитесь. А, он пришёл. Учитель! Вот! Ого! Хорошая работа! Сейчас же выпью его! Пойдёмте! Благодарю тебя! Благодаря тебе! Я смогу развиться до новой стадии! Что вы... хотите сказать? Расплавился? Ты сделала специальный настой, который стимулировал мои клетки и увеличил мою текучесть. В жидком состоянии я могу проникнуть в самые тесные уголки. А сюда вы зачем заползли? И я до сих пор... Быстрый! Давайте, поймайте меня! Учитель свекнулся! Что-то добавило туда, Окуда! Вы... Вы обманули меня, учитель Гора! Способность обмануть других словами – важная часть убийства Окуда. А? Обмануть словами? Даже самый действенный яд пропадёт зря. Если дать его таким наивным способом, цель обернёт это себе в пользу. Нагиса, скажи, как бы ты отравил меня? Я... Эм... Я бы подмешал его в ваш любимый напиток. Да, благодарю. И предложил бы его в виде подарка. Верно. Чтобы обмануть кого-то, нужно понимать чужие чувства. И найти верный словесный подход. Правильно подвешенный язык – ключ к верному отравлению. Твой научный талант обязательно будет полезен всем. И чтобы как можно проще объяснить какие-то вещи, я надеюсь, что ты научишься правильно общаться. Все-таки убийство – наименьшее из наших проблем. Даже ученик, приготовивший яд, бессилен перед учителем Кора. До того, как мы убьём его, нам предстоит очень длинный путь. Быстрее! Кто знает, что нам сделают, если опять опоздаем? В прошлый раз мы там чистили клумбы. Это было тяжко. Они такие огромные. Да ты вообще тогда соскочил. Что, правда? Ааа, чёрт! За какие преступления мы должны всё это терпеть? Сюрприз? Научи нас, Куны Дон! Привет всем! Это я, Куны Дон! Куны Дон! Чтобы отстающие не влияли негативно на других учеников, у Е-классов дали от главного корпуса есть своё здание. Правда? Круто! Обычно им запрещено ходить в главный корпус. В качестве исключения они могут спускаться с горы на школьные собрания. Разумеется, во время их ланча! Мо-моооо! Ну и кто из вас сказал, что это короткий путь? ОКОДЖИМА! Чтобы соблюдать дисциплину отбросы из Е-класса, должны собираться в спортзале раньше, чем остальные Е-классы! Удачи! Ааа, змеи! ОКОДЖИМА! Тащите свои жалкие задницы! Где ваши? Есть, сэр! Есть, сэр! Ура! КАМНИ! ОКОДЖИМА! Какой утревожен улей! ОКОДЖИМА! Он определённо постарался за всех. Надеюсь, он цел? Ага. О боже! Не надо больше пчёл! Повезло, что основной удар принял на себя Акаджима. Вы в порядке? Учитель Карасума? Можно не торопиться. Если идти спокойно, мы успеем. Стойте! Мелкотня! А? Учитель Бич? Никто не говорил мне, что класс идёт на перемене. Отдышитесь, учитель Бич. На хавлоках тяжело бежать! Учитель Карасума? Где учитель Кора? Мы не можем позволить другим ученикам увидеть его. Так что я оставил его в старом корпусе. Я одинокий изгой. Брошенный учитель. Ну! Главный корпус уже рядом. Пошли! Да! Вот это был спуск. Вроде успели. Чудом. Ребята! Давайте построимся! Сейчас! Нагисакун! Ты успел! Тебе, наверное, тяжело было спускаться. Собрание проходит каждый месяц. Даже когда к нам особое отношение. И всё равно, мы обязаны это терпеть. Вы все! Стоите здесь, лучшие из лучших! Элита! Это вам говорит Декан! Но, если вы будете неосторожны, то можете оказаться в числе неких неудачников. Ладно, ладно, не будем над ними смеяться. Нагиса. А где Карума? Прогуливает. Чё? С чего это он? Он знает, что его накажут, если он не придёт на собрание. В такие моменты мне тоже хочется быть плохим парнем. Да уж. Этот метод, как всегда, эффективен, сэр! Благодаря ему, процент поступающих в лучшие университеты, не считая Е-класса, высок! Можно сказать, это подготовка к реальному миру. Это возможность внушить им то, что нужно избегать судьбы неудачников. К сожалению, люди выкладываются по полной, когда им есть над кем поиздеваться и унизить. Разумеется! Я никогда не действую без причины. Будь это работа или убийство, я всегда следую логике. Слово предоставляется ученическому совету. Прошу вас, начинайте. Здравствуйте, я Харацума, физрук Е-класса. Так вы стильные и крови! Мы не пересекались, поэтому я представился лишь сейчас. Эм, да. Посмотри! Погляди! Ух ты! О, учитель Карасума! Мы украсили чехлы для ножа! Правда, миленькие? Может и миленькие, но не доставайте их здесь! Нельзя, чтобы другие классы узнали об убийстве! И... извините! Кто это? Он учит Е-класс? Они неплохо ладят. Я завидую. У нас в классе одни уроды, даже учителя! Нет. Нет. Вот это... откуда это сногсшибательная иностранка? Совсем недавно учитель Бич с ног валилась Подождите! Меня! Она слишком тщеславная Она тоже учит в Е-классе? Обалденная! Почему ты пришла? Ты этому не рад? Я ведь тоже их учитель Так ты себя считаешь таковой? Кроме того, я хотела посмотреть на других учеников Они олухи А, точно! Нагиса! Пока осьминога нет, это мой шанс Ты ведь постоянно носишь с собой блокнот и записываешь все его слабости Одолжи мне, пожалуйста, все свои заметки Что? Я ведь уже рассказывал, что знаю Да ладно тебе! Наверняка самое интересное себе оставил Нет, я правда... Ну же, поделись со мной, глупый мальчишка Иначе задушу тебя Уже задухаюсь! Мне хватит вашей груди, учитель Бич! Я так завидую Она... Бич Да что они делают? Класс неудачников не должен так развлекаться Хорошо! Мероприятие ученического совета прописано на выданных листах О? Что? А нам их давали? Извините! Е-класс ничего не получил Что? Не получили? Это странно Простите! Мы забыли, что есть третий Е-класс Боюсь, что вам придется их выучить до конца собрания Знаете, вам полезно тренировать свою никчемненькую память Да что с ними? Они такие жестокие! Исагай! Какого? Держите! Кажется, все получили копии от руки Да Но мы получили копии Продолжайте! Что? Не может быть! Откуда? Признавайтесь! Кто испортил нам веселье? Нет Продолжаем Посмотрим на новое расписание совета Наш совет Тебе же сказали не показываться в школе Само твое существование гостайна Не переживайте Я хорошо замаскировался Никто не узнает Наверное, грустно быть одному Но он не виноват Эй! Я не помню, чтобы он стоял здесь минуту назад Он какой-то большой и изгибающийся Эта учительница на него нападает Она пытается его зарезать Ай, больно! Больно! Теперь учительницу увели Ничего не понимаю Так вам и надо, учитель Вич Мы пошли Нагиса Хорошо Я только соку куплю Эй! Нагиса! А вам там Не слишком ли весело? Смеетесь на собрании? Балуетесь? Где ваше уважение? Е-класс должен смотреть в пол и молчать У вас жизнь-то испоганина Маганина Эй! Ты чего на нас так пянишься? Чёртова школа Ни один ученик, который хочет меня убить Не воспримет всерьёз угрозы других учеников Ну так чё, я класс! Убить тебя, да? Убить? 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 А ты хоть раз пробовал? Убить кого-то? Это... Что? Жажда крови? Видите? Мои ученики в разы мотивирования Е-класс Класс неудачников Бесстрашно отбивается от нападков учеников Это бессмысленно В моей школе Мне придётся провести изменения Убийство подождёт Это гораздо важнее Итак, ребята Начнём, пожалуй Что? Начнём? Экзамены на носу Верно И поэтому я решил заняться Сверхскоростной подготовкой Мои клоны будут обучать каждого индивидуально И подтянут по дисциплинам, в которых вы слабы Вот тупизм Он даже меняет повестки для разных предметов А почему ко мне-то пришёл похожий на Наруто? КОРО СЕНСЕЙ Становится всё быстрее Шестерым он преподает японский Восьмерым математику Трём общества знания Четырём химию и биологию Ещё четырём английский и одному Наруто Для каждого ученика он меняется в зависимости от предмета Хотя совсем недавно он мог делать только четыре или пять клонов Карма, никаких убийств во время занятий Мне некогда уворачиваться и поддерживать всех клонов Эти клоны такие аккуратные А вам не тяжело держать их все вместе? Не переживай Я и на отдых время нахожу И как? Помогает? Его способности становятся сильнее Наверное, он готовится к уничтожению Земли в следующем году Что ни говори От такой цели одноголовная боль Ты понял? Как делать? Нагиса Да И этот учитель Готовит нас к экзаменам Эпизод шестой Время экзаменов Допустим, вы должны решить кубик Рубика Как можно быстрее Самым лучшим способом Удачи, Куро-сенсей Как бы вы его решили? Удачно вам убить меня завтра Ответ очень прост Сломать на кусочки И собрать заново Рад встрече Куро-сенсей Как видно это, директор школы? Это значит, что он наш босс Вы, должно быть, утомились Я сделаю вам массаж Не могли бы мы обсудить небольшое повышение для меня? Я увеличил обучаемость благодаря размножению копий Прошу, вы могли бы Просто надеялся встретить вас раньше Министерство обороны И господин Карасу Мы рассказали мне о вас Но Не могу сказать Что мне стала ясна полная картина Но я считаю это очень печальным Ты пытаешься стать спасителем мира Но становишься злодеем, который его уничтожит Спаситель? Злодей? Но... Не буду заострять на этом внимание Как бы я ни старался Я не могу помочь спасению Земли Я не буду вмешиваться в ваше убийство, кроме непредвиденных случаев Ваше вознаграждение весьма щедро Спасибо за помощь А вы, как погляжу, разумный человек? Такие мужчины мне очень нравятся Польщен Однако Как директор я должен рассматривать перспективы на будущий год Если Земля будет спасена Иначе говоря Если кому-то удастся вас убить, что станет с Академией Честно говоря Е-класс Нам нужен таким, какой он есть Какой он есть? С ужасными оценками и всеобщей дискриминацией? Да Вы знакомы с принципом рабочих муравьев? В любой работе 20% тунеядцы, 20% трудолюбивые работники А остальные 60% не то несет Моя цель группа В которой 5% тунеядцев И 95% трудолюбивых работников Я не хочу быть в Е-классе Я не хочу учиться в Е-классе Если так мотивировать 95% учеников Будет достигнут мой идеальный баланс Понятно Очень разумно Поэтому Е-класс должен оставаться слабым и безвольным Сегодня Учитель Д-класса сообщил мне Ученик Е-класса Вызывающе взглянул на моего ученика И грозил убить его Я понимаю, что убийцы могут злобно смотреть на людей Это не так важно Проблема в том Что отстающий ученик Посмел противостоять обычному Этого нет места в моем режиме Пожалуйста, намекните ему Чтобы он успокоился И еще Кура-сенсей Решите это за секунду Что? За секунду? Какого лешего? Ваша скорость, как и ожидалось, восхитительна Вы вполне способны избежать любого покушения Дело в том, Кура-сенсей Что одной лишь скоростью Невозможно решить все проблемы Разрешите откланяться Здравствуй Жду успехов на твоих экзаменах Удачи Его безжизненное пожелание удачи В одно мгновение превратило меня из убийцы В обычного ученика Е-класса Как цель он практически неуязвим Он опережает на шаг любое покушение Но как учитель Он должен столкнуться с могущественным человеком Директором академии Кунуги Каока Асану Гакохо Умелый менеджер, который за 10 лет карьеры Превратил эту школу в одну из лучших в стране От его системы просто невозможно сбежать В том числе и тебе Доброе утро, класс Сегодня меня будет еще больше Их слишком много Начнем занятия Его копии становятся еще рассеяние Он даже на себя не похож Что с вами, учитель Гора? Вы слишком увлеклись? Эммм, ни капельки Е-класс Нам нужен таким, какой он есть Он даже отомился Так это наш шанс И чего это он так перенапрягается? Я должен повысить ваш балл на экзамене И тогда Кора-сенсей! Благодаря вам, у меня отлично! Я не могу жить без ваших уроков, Кора-сенсей Я не смогу вас убить Учитель! Вы учите нас, пожалуйста! Покушения мне будут уже не страшны И я заживу, как в сказке Да Нам не обязательно учиться на отлично Да Тот, кто убьет его, получит 10 миллиардов йен С 10 миллиардами можно хорошо прожить И без хороших оценок Вы так считаете? Мы ведь последний класс, Кора-сенсей Для нас убить вас гораздо проще Чем сдать экзамены Вот как? Теперь мне понятно А? Что именно? Вы все еще не готовы Стать убийцами Выходите на поле Зачем он всех нас? Выдел сюда? Не знаю Но он был слишком серьезен Одной из способностей Е-класса является шанс на восстановление Ученики на семестровых экзаменах Со 186-го попадают в 50 лучших И получая разрешение от бывшего преподавателя Они могут покинуть Е-класс Однако Отсутствие нормального обучения и среды общения Достичь подобного почти невозможно Ученики Е-класса Должны чувствовать отчаяние в попытках вернуть репутацию И терпеть жестокую дискриминацию Куда это вы меня зовете? Учитель Кора просил привезти вас Ирина-сенсей Спрошу вас как профессионального убийцу Что такое? Когда вы приступаете к заданию Вы готовите один план? Нет Первоначальный план редко идет без сучка и задоринки Основа любого убийства Придумать запасные планы на случай различных обстоятельств А теперь вы, Карасума-сенсей Когда вы деретесь ножом Первый удар всегда самый важный? Разумеется, что первый удар очень важен Но и последующие тоже Опытный противник может уклониться от первого удара Поэтому в бою важны направления И точность последующих ударов К чему вы это спрашиваете? Как ваши учителя и сказали Уверенный убийца всегда имеет в запасе еще как минимум один план А если он у вас? Вы так сосредоточились на убийстве Что даже не думаете о своих успехах в учебе? Вы не желаете смотреть в лицо своей неполноценности? Что если я сбегу из этой школы? Что если меня прикончит другой убийца? Если вы поставите все на убийство и провалитесь У вас останется лишь неполноценность Е-класса Мой совет вам Если вы намерены идти этим путем Не способны владеть вторым хлинком Не достойны называться убийцами Что за? В горах огромная торнадо Позер Поле заросло сорняками и травой Я его вычистил Я сверхсущество, способное уничтожить землю А чистить целый район для меня пустяк Если вы не докажете способность Владеть вторым клинком Среди вас не будет убийцы, который сможет меня убить И перед уходом я сравняю с землей весь корпус А владеть вторым клинком? Когда? Разумеется, завтра Я хочу, чтобы все попали в 50 лучших на экзаменах Все это время я оттачивал ваши вторые клинки У вас было время обучиться всему И даже больше этого Орудуйте своими клинками с уверенностью Выполните свое задание Держите голову выше с улыбкой и без стыда Вы гордые убийцы и почетные члены Е-класса И вот так Начались экзамены Все ученики сдавали экзамены в главном корпусе И для Е-класса Это было сродни игре на чужом поле Наших ножей мало, чтобы убить четвертый вопрос Что делать с этим монстром? Я прекрасно знал Что эти экзамены будут такими убийственными Боже Я даже не знаю, с чего начать Если не решу этот вопрос Убьет меня Это правда? Ты уйдешь, если они не попадут в число 50 лучших? Правда Совсем с ума сошел? С такой успеваемостью у них нет никаких шансов Не думаю Прошлое это прошлое, однако сейчас они мои ученики Я научил держать их оборону Даже в самых, казалось бы, опасных ситуациях Я ведь тебе показывал Это не какой-то загадочный монстр Обрати внимание на его лапу Приглядись Это всего лишь простой плавник Осматривай вопрос шаг за шагом И сними всю шелуху, чтобы увидеть полную картину Видишь? Он тебе совсем не враг Теперь сделай из него филе Я понял Нужно начинать с основного Шаг за шагом Именно этому нас учил Коро-сенсей Этот вопрос Труп И другой И следующий И другой И вдруг Из-под тяжка Нас бьет вопрос Которого мы не ожидали Что это значит? По-моему, тесты были составлены нечестно Очень странно Вас должны были предупредить Должно быть, вы не получили информацию Вы ведь редко появляетесь в головном корпусе Я об этом ничего не слышал Но все равно это весьма странно За два дня до экзамена вы составили тесты с вопросами по всем предметам? Похоже, вы забываете, где находитесь, Карасума-сенсей Мы подготовительная школа Мы также тестируем способность учеников менять мышление при неожиданных переменах Даже сам директор Лично приходил к ученикам в главном корпусе Чтобы прочитать им лекцию об этом вопросе Этот человек Готов пойти на такую ради своей доктрины? Ситуация выходит из-под контроля Если он покинет Е-класс Мы потеряем все Вся ответственность на мне Похоже, я недооценил возможности этой школы И не могу взглянуть вам в лицо Неужели? Если будете стоять спиной Мы ведь можем вас и убить? Карма! Я сейчас в депрессии, не отвлекай! Меня не смутило, что вопросы изменились Круто! Стоп, по математике? Ничего себе! У меня и так хорошие оценки Ты уже так много освоен Почему бы тебе еще немного не подучить? Поэтому... Еще чуточку, еще чуть-чуть Было проще простого Однако Я останусь здесь Убивать вас гораздо веселее Чем возвращаться в старый класс Но Что вы теперь сделаете? Поджав хвост Сбежите из-за того Что у всех остальных плохие результаты? Спорим, вы боитесь Что однажды мы все же сможем убить вас? Так вот оно что Он просто испугался Можно было сразу сказать Мне страшно Мамочка-осминог, отними меня Никуда я не убегу Да? И что теперь? На следующих экзаменах Мы вернем им должок в двойном размере Ничего смешного! Честное слово На наших экзаменах Отпечатались в стену Огромную Высокую стену Но внутри себя я гордился Повторяйте за мной Мы им покажем Что я? Ученик Е-класса Нагиса Ты уже определился с группой? С группой? Когда решишь Скажешь состав мне Или Сагаю Хорошо? Ты что забыл? У нас же через неделю поездка Честное слово Почему в третьем Е-классе Поездки устраивают так рано? Учитель Этого не одобряет Ты сам хочешь! Где еще оделся? А ему идет Вы меня раскусили Честно говоря Не могу дождаться того дня Когда смогу поехать с вами После экзаменов Намечается экскурсия Даже у нашего класса Убийц плотный график Эпизод седьмой Время школьной поездки Урок первый Вы знаете Что на следующей неделе Мы на три дня едем в Киото Не хочу вас расстраивать Но миссия Продолжается То есть мы будем пытаться Убить его? Именно так Киото гораздо больше И запутаннее школы И вы будете передвигаться Вместе с ним Находясь в группах Это идеальное место Для снайпера Правительство уже наняло стрелков Они разделят вместе с вами Награду Согласно вкладу В успех миссии Выберите наилучшие Маршруты для убийства Хорошо Значит делимся на группы Карма Хочешь быть в моей группе? Ага Давай Все будет хорошо Карма Ты не будешь драться И устраивать неприятности? Да не волнуйся ты Я всегда дерусь за каулках И заставляю свидетелей молчать Так что все пучку Эй Нагиса Может передумаешь? Ну мы же старые друзья Ну Кто еще с нами? Нагиса Сугина Каяно И Я пригласил Окуду Нужен еще человек Может девушку возьмем? Я был готов к этому Поэтому пригласил ее Мадонна класса Канзаки Ооо Язо Канзаки особо не выделяется Но она весьма популярна Любой будет рад быть с ней в одной группе Спасибо, Нагиса Да Так Теперь продумаем маршрут Ага С чего начать? Ха Мы еще дети По сравнению со всем миром Школьная поездка Сущая мелочь Ну Счастливо оставаться Бич сенсей И присмотрите за цветами Так А второй день Может сходим в Хегасияму? Для убийства думаю подойдет Так же веселее Вы что хотите забыть про меня На своей чертовой поездке? Да ты определись уже Едешь или нет Заткнись Теперь мне придется поехать Ну Разбирайте Что это? Путеводители по экскурсии Тяжелые Война и мир Толстого Иллюстрации каждой достопримечательности Сотни сувениров Теория и практика самозащиты Я всю ночь их составлял И бонус к первому изданию Бумажная модель Кинка Купти Вы что настолько взволнованы? Третья Е Класс убийц Я тоже с нетерпением ждал Этой школьной поездки Которая еще сильнее Поплотнит наш график Вау Остальные поедут первым классом А мы как всегда Едем в хвосте Это правила нашей академии Вам их уже объяснили Ученики с высокой успеваемостью Получают поощрение Из школьного бюджета О боже Чем-то запахло Случайно не бедностью? Извините за задержку Приветствую Мои ученики Бич сенсей Зачем вы оделись так будто На красную ковровую дорожку? Женские чары Убийцы должны быть в крови Даже в путешествиях Мы всегда следуем моде Ты выделяешься Переоденься Ответственный учитель Не должен так одеваться Да будет тебе карасума Эти детишки во взрослой поездке Переоденься Сейчас же Кто еще за кем присматривает? Она все время убивала богачей Вот и не привыкла к обычной поездке Если подкрасться здесь Ура! Дорога к богатству! О, круто! Потом подкорректируем Кстати Мы ведь давно отъехали Где учитель Кора? Почему вы прицепились как на учитель Кора? Я покупал закуски на станции И опоздал Так что буду тут до следующей станции А, не волнуйтесь С моей маскировкой все выглядит так Будто к вагону прицепилась одежда с рюкзаком Это точно ненормально! Да уж Попытки не выделяться в поезде так утомляют Тогда не берите столько вещей Вы и так выделяетесь, учитель Кора А ничего, что государственная тайна Спокойно разгуливает по улице К тому же Вблизи эта маскировка вам не поможет Учитель Кора! Ловите! Я исправил ваш отваливающийся нос! О, идеально подходит! Я вырезал его так, чтобы он подходил к вашему лицу Таково мое хобби Обалдеть, Сугая! В поездке всегда можно раскрыть новые стороны людей Ага В зависимости от того, как пройдет поездка Могут раскрыться и другие стороны Слушайте Я хочу сходить за напитками Кто со мной? А, я с тобой! И я! Простите! Из какой они школы? Наверное, Кунигаока А, тут едет куча элитных ботаников, да? А вот она, не такая уж и элита Как? Вы смотрите на то Чтобы преподать им урок, Киото Его мудят на скоростных поездках и автобусах? Вы в порядке? Может, приляжете в номер? Не беспокойтесь Я быстренько смотаюсь в Токио Я забыл мою порушку Так ты умудрился еще и что-то забыть? Ну что, Канзаки? Нашла план маршрута? Нет Ты такая усердная, Канзаки Составила план маршрута самостоятельно Но не переживай Пока у вас есть мои путеводители Вы не заблудитесь Мы составили план специально, чтобы их не таскать Я ведь точно положила его Может, выронила где? Да, завтра мы не учимся Поэтому можем оттянуться в Киото Заткнись и слушай! Веди себя нормально до конца поездки! Не может быть А чтобы детишки делали все это завтра Магиса Это неплохое место для убийства У снайпера будет хороший обзор Странная получается поездка Согласен Зато весело Мы же в Киото! Я хочу поесть место Хворобимочи! Может, добавить в них немного яда? Зачем? Учитель Гора Знадный сладкоежка Отлично! Отравим местной кухней! Это же трата отличных сладостей! Правда, обычный яд у него не подействует А знаете Я думал забыть об убийстве на время этой поездки Полюбуйтесь Кому придет в голову убивать здесь? Ты будешь удивлен Сакамото Рёма, тот самый? Да Здесь был постоянный двор Омия Где Сакамото убили в 1867-м Если пройти чуть дальше, будет храм Ханадзе Правда, его место уже сменилось Точно! Фактически, Оду Нобунагу тоже убили! Всего через километр есть место, где совершались известные убийства Киото Сердце Японии Освятилище многих убийств Понятно Как ты и сказал, это правда каникулы для убийц? Жертвами всех этих убийств были люди, которые очень сильно повлияли на мир Как разрушитель земли, учитель Коры идеально подходит для цели Дальше, храм Лисака Может отдохнем пока? Я хочу сладкий киотский кофе И я, и я! Да, Геон в своей глубинке фактически пустой Туристы стороной обходят эти места И мало кто заходит так далеко И хороший обзор здесь не нужен Поэтому я и вписала его в наш маршрут Он идеально подходит для убийства Молодец, Канзаки! Ты справилась с заданием! Значит, здесь всё устроим! Не правда идеальные? Так и напрашивается, чтобы похитили кого-нибудь Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Что-то мне подсказывает Что вы пришли сюда не красотами любоваться? Ты нам не нужен! Гони сюда девчонок и пров... Я же говорил, Нагиса, если свидетелей нет, можно немного и подраться. Зарежу! Зарежешь? Что-то не похоже. Нет! Стойте! Пустите! Теперь вырубился! Карума! Отвалите! Эй! Тащи их в тачку! Будет вам школьникам урок. Перед нами появилась группа старшеклассников. На нас напарит тех, кто был гораздо крупнее нас. Нагиса! Зогина! С вами всё в порядке? Окуда, ты в порядке? Простите! Я испугалась и спряталась! Нет, ты поступила правильно. Преступление для них не в новинку. Даже если сообщим кому-то найти их, будет тяжело. Хотя... Я хотел бы лично провести их казнь. Но... Как мы их найдём? Я позвонил нашим дружкам. Сфоткаемся все вместе. Кричите, сколько влезет, никто не услышит. Эй, ты! Мне кажется, я тебя уже видел раньше. Это ведь... Ты? Прошлым летом в игровом центре Токио. Я попросил приятеля найти мне хорошую девчонку. Думал похитить тебя. Но, к сожалению, ты исчезла. Кто ж знал, что ты из элитной старшей школы? Но я тебя понимаю. Чем ты выше, тем глубже тебе хочется упасть. Теперь до самого заката падению тебя будет учить профессор разрушения. Что делать, если члена группы похитили? В каком ещё путеводителе есть такое? Учитель Кора чертовски внимателен. Он всё сюда записал. Даже как справиться с шоком от сувениров Киото, продающихся в универмаге Токио. Что ещё он там написал? Как взбодрить одинокого парня, увидевшего парочку у моста Рики Камо? Куда он лезет? Но... Теперь мы спокойны. Здесь всё, что нам нужно сделать. Да, фотографии. Даже у нашей Канзаки был такой период. Удивительный. Да. У меня очень строгий отец. Требует, чтобы я хорошо училась и сохраняла репутацию. Мне хотелось сбежать от этого. Поэтому я сняла форму, изменила внешность и пошла развлекаться. Глупо, да? За эти развлечения меня и перевели учиться в Е-класс. Я не знаю, где мне теперь быть. А давай тусить вместе с нами. У нас у всех репутация запятнана. Зададим трёпку этим элитным засранцам. А может, затянуть их вниз вместе с нами? Нам ведь не привыкать к такому. Какое у тебя право, мажорка, смотреть на нас высока? Я лично опущу тебя до нашего уровня! Слушайте, когда вернётесь в гостиницу, скажете... Мы сходили в караоке и хорошо провели время. Если так сделаете, никто не пострадает. Встретимся опять, когда вернётесь в Токио. Полюбуемся фотками с весёлой поездки. Они пришли. Наши фотографы уже с... Путеводитель по школьной поездке. Страница 1243. Что делать, если члены твоей группы похитили? Если вы знаете, кто преступник, подумайте над его говором и акцентом, если таков есть. Местный он или нет. Если такового нет и на нём была школьная форма, смотрите страницу 1334. Возможно, преступник-школьник, желающий помешать вашей поездке. Ребята! Опять вы! Как нашли нас! Вероятно, преступник не знает местность, не уйдёт далеко от места похищения. Скорее всего, он-она выберет тихое место неподалёку. В таком случае, смотрите страницу 134. Со скоростью 20 махов я составил карту подходящих убежищ для похитителей. Отличный способ предотвратить похищение! Невероятный путеводитель! Да! Всё-таки не зря мы взяли с собой этот огромный талмод. Что это за путеводитель такой?! И... Что вы теперь сделаете, ребята? Вы уже напугались? Почему бы вам не отправиться на отдых? В больницу. Какие смелые детишки! Пришли мои приятели! Эти ублюдки самые худшие из всех, кого вы встречали! Ублю... ЧЕГО?! Никаких ублюдков тут нет! Я о них успешно позаботился! Учитель Кора! Простите за задержку! Я хотел дать вам поискать здесь, пока тщательно обыскивал другие районы. А почему вы прикрыли своё лицо? Я не хотел, чтобы моё лицо ассоциировалось у вас с насилием. У Магисы был путеводитель на случай, если понадобится моя помощь. Э-это ваш учитель?! Что за хрень?! Какого чёрта он заявился?! Что за хрень? Это я должен говорить! Как он сделал это?! Он слишком... быстрый! Вы даже не смеете трогать моих учеников своими медлями, как черепаха... руками! В элитной школе даже учители особенные! Смотришь на нас высоко из-за своего положения, смеёшься над моей тупостью?! Мы вовсе не элита! Они действительно ученики известной школы! Но в этой школе они изгои! Их класс — жертвы дискриминации! Но при этом... Они справляются с проблемами с нескрываемым оптимизмом! Они не станут тянуть других людей вниз за собой? Как это делаете вы? Школа и положение тут ни при чём! Будь то чистый ручей или грязная река! Самая чистая рыба та, что плывёт вперёд! А теперь, мои ученики... Давайте позаботимся о них! Преподайте им урок поведения на школьной поездке! Когда они успели... Да ещё... И с этими булыжниками... Мы связались... Не с теми ребятами... Да... Я и не знал, что может случиться... Будь я один на один с ним, всё было бы ясно сначала! Ты меня пугаешь... Как же я рада! Ты в порядке, Канзаки? Да, всё хорошо... Что-то случилось, Канзаки? Э? Никто бы тебя не винил, будь ты до сих пор напугана... Но у тебя такой вид, будто ты растеряла все страхи и сомнения... Да, учитель Кора! Большое вам спасибо! Не стоит! Давайте продолжим нашу школьную поездку! Кстати, наша группа так и не устроила попытку убийства... У нас не было на это времени... Ну и ладно! Завтра убьём! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Постарайтесь уж! Вышло так, что наша цель, учитель... От которого мы зависим... Сэнсэй! Для начала мы возьмём землю, а затем... Едим в Токио, бросаем камень покрупней... И ещё камешек мы бросим в Сычуане... А затем летим из Дубаев до Гавайев и проводим линию по Меридиану... Из Гавайев мы в Дубай через Филиппины полетим назад быстрей... Затем с севера на юг по очереди каждые 25 градусов линии начертим... И получится... Учитель Коро! А теперь вы попробуйте! НИ ЗА ЧТО! ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ ВРЕМЯ ШКОЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ УРОК ВТОРОЙ Твоя цель, учитель... Возглавляющий школьную поездку... Как тебе уже говорили, это не человек... Я не сомневаюсь в твоих навыках... Однако будь готов ко всему... Меня зовут Красный Глаз... Я наёмный снайпер... О-о-о! При отсутствии окон можно почувствовать всю поездку! Здесь меня уж точно не укачает... И скорость в 25 км в час это довольно быстро... У самого скорость 20 махов... Почти прибыли... Мы привели его в точку обстрела... Известную остановку на линии Сагана... Мост на реке Ходзу... На этом мосту мы ненадолго остановимся... Смотрите, учитель Кора! Внизу плывут лодки! Ну-ка, ну-ка! Сигналом для снайпера будет служить то... Что учитель Кора... Посмотрит через перила на лодке... Я убил мишень с двух километров... Во время песчаной бури на Ближнем Востоке... В таких условиях... Это пара пустяков... Посмотрим... Кажется чистый хэдшот... Он поймал пулю с Яцухаши?! Ой... Косточка попалась... Илья ее чуть не проглотил... Как же так?! Он остановил пулю... Выпущенную из снайперской винтовки... Тонким и мягким Яцухаши?! Насколько же он быстрый?! Хм... Теперь я понял... Почему его оценивают в 10 миллиардов? Нужно убить сверхъестественное существо... Будет весело... Попрошу вас уйти прочь... Я не хочу марать свой клинок об ваши жалкие туши... Ах ты мерзавец! Расправьтесь с ним, ребята! Вот это да! Они так быстро орудуют катанами! Вообще-то их движения на это и рассчитаны... Я обожаю такие представления... Ой! Идут сюда! Учитель! Подойдите сюда! Именно сюда? Они отвели осминога подальше от актеров... Как и планировалось... Пока он смотрит представления... Где он? Какого хрена он делает?! Когда он успел смешаться с актерами?! Я помогу! Из зла произрастает лишь кровавая Сакура! Он даже строчки выучил! Пока они рядом с ними... Я не могу стрелять! Он очень быстрый... Его движения... Могу доставить тебе неудобства... Это слишком неудобно! Еще раз! Я убью его! Клянусь честью! Вы опоздали, учитель Кора! Прошу прощения... Просто я только что играл роль самурая! Чего-чего? Мы уже давно прошли храм Ки-Ямидзу! Давайте купим сувениры на улице Ниннадзака! Ты все равно сладостей накупишь! Хорошо... Я могу прицелиться в него... Стреляю с пятиэтажной пагодой Ясаки! Учитель Кора, приложите эти салфетки! Ну... Мне будет неловко, если я наклею их... Ничего, вот! Если так надо... Он пойдет с учениками... Делать покупки в Сананзаке... Его отвлекут, и затем... Отлично! Я точно попал в висок! Бумага остановила пулю! Я же говорил... Бумага впитала много слизи... Ее хватило на остановку пули! Звонок из группы Нагиса... Алло... Где вы? Кто он? Да кто он такой? Его скорость... И защита поражают! Словно... Воплощение неуязвимости! Слушаю... Это вы, Карасума? Я... Боюсь... Что задание на сегодня окончено! Следующая группа, помогающая в убийстве, попала в неприятности с какими-то старшеклассниками! Твоя мишень отправилась к ним на помощь! Я... Понимаю... Я... Уже думал отказаться от работы! За восемь лет работы убийцы, я не раз видел кровь жертв через прицел! Поэтому... Меня и прозвали Красным Глазом! Забавно... Что же Красного я теперь вижу? Вот это! Это перед щели, что я купил в Санэнзаке! Ах... Это ты! Спасибо! Это ты?! Я помог ученикам разобраться с проблемой! А поскольку ты был с нами на экскурсии... Я решил лично тебя поприветствовать! Ты всё видел и решил податься? Неудивительно, что из-за тебя... Правительство нанимает всех киллеров! Ну! Убьёшь меня? Давай! Действуй! Я сам выбрал эту профессию и готов ко всему! Да ешь уже! Разумеется, я вас не убью! Мы сделали эту поездку увлекательной! Я хотел поблагодарить вас! Мои ученики очень хорошо изучили киоса, чтобы найти отличные места для моего убийства! Они изучили географию, местность, достопримечательности, историю и легенды! Они очень сильно прониклись очарованием этого города! Возможность познать людей, места, настроения... Это убийство может украсить их жизнь! Вот, держи! Я буду с удовольствием ждать следующего покушения! Безумно выглядишь и безумно говоришь, приятель! Знаешь... Как по мне... Ты довольно крутой учитель! Бросаете работу? Да, извините! Я отправляюсь изучать мир! Как убийца, я ещё новичок! Я буду смотреть... Не только на красный! Что же... Какой же цвет? Я увижу в прицеле завтра! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Обалдеть! Как тебе удается уворачиваться от них! Мне как-то неловко! Да она, профи, дёргает за джойстик и улыбается! Здорово! Конзаки, я не знала, что ты так хорошо играешь! Это мой секрет. В моей семье такое точно не в почёте. Просто я слишком много думала, что говорят другие. Мода, хобби, статус. Я бежала от этого и окунулась во всё это. Вот и стала неуверенной. Но учитель Гора дал мне понять. Ты тот, кем ощущаешь себя внутри, поэтому надо двигаться вперёд. Канзаки такая удивительная. Интересно, о чём они говорили с Каяна? Сейчас они так легко общаются. И есть! Всё хорошо? Почти все снайперы отказались, когда услышали о сложности. И единственный согласившийся тоже забросил дело. Наши планы в Киото провалились. И мой следующий соперник... Учитель Карасума, сыграем пинг-понг! Уже... Нет смысла прерывать их поездку. Сейчас можно и расслабиться. Хорошо! Но я... Мастер! Эта гостиница никуда не годится. У парня и девушек две разные комнаты. А у остальных классов свои номера в отеле. Зато так веселее. Эй! Что вы делаете? Разве не очевидно? Подглядываем? Подглядываете? Но это же наша задача! Ничего подобного. Вы что, ещё не поняли? Здесь висит одежда. Значит, владелец ванни. Теперь-то сообразили. Ага. Это единственный шанс увидеть учителя Кора голым. Может, у него есть тело. Или там только щупальца. Если это поможет нам убить его, можно и поглядеть. Это самое неэротичное подглядывание. Баба, что ли? Привет, ученики! Почему вы моетесь с пеной? Мы ничего не добавляем в ванну. Это моя слизь. Она вспенивается и убивает глубоко засевшую грязь. Это тело на всё способно. Вы дали промашку. Мы загородили выход. Когда вы вылезете, вам придётся пройти мимо нас. Даже если не убьём вас, то хоть увидим голым. Я этого не допущу! Что это за желе?! Вода немного остыла. Сбежал Накамура. Подглядывание ничего не дало. Зато я столько всего узнал. Об остальных. Но ведь мы так и не увидели его истинную форму. Пошли поболтаем в комнату. Так и знал, Канзаки лидер. Да, её все любят. Ну, ты её пригласил, Сугина. И как? Столько всего случилось за этот день. Мы так толком не поболтали. Да, ну и тяжко вам пришлось. Мне интересно, кто из девочек кому нравится? Я не могу выбрать одну единственную! И остальные тоже. Нагиса! А кто тебе нравится? А? Мне? А тебе самому кто нравится, Майхара? Кто мне нравится? Тайна, покрытая мраком. Достал! К тому же ты популярен! Это ещё больше бесит! О, да вы тут веселитесь! Карма! Ты вовремя! Кто из девчонок тебе нравится? Наверное, Окуда. Не верю. Интересный выбор. Почему? Она наверняка может намешать хлороформ и прочую дрянь. Для моих выходок это может быть кстати. Нам такая парочка точно не нужна. Парни, оставим этот разговор только между нами. Конечно, договорились. Никому из нас не хочет согласки. Не дайте девчонкам или учителям прознать, а... Добрый вечер. Ясненько, ясненько. Он всё записал! Убить его! Моя сверхскорость! То, что надо для сбора информации! Что? Какие парни нравятся? Именно! Девчонки всегда говорят об этом в таких поездках. Да, да! Мне нравится Карасума-сенсей! Да, да. Он всем нравится. Я имела в виду наших одноклассников. Исагай, и Мэйхара в принципе ничего. Да? Ты так думаешь? Конечно. Правда, Мэйхара со многими встречается. Так что на первом месте Исагай. Карасума весьма привлекательный парень. Если бы только не его характер. Согласна. Но... По-моему, он не такой уж и страшный. Обычно он тихий. Прямо как хищник. Канзаки, как думаешь? Я? Я не знаю. Ой, да что ты! Колись, 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 колись! Все парни на тебя пялиться! Колись уже! Да не знаю я! Эй, детишки! Сейчас типа пора выключать свет и ложиться баиньки. Типа пора? Но вы же и дальше будете болтать. Только прошу вас, потише. А почему только вы пьете? Нечестно! Ну так я же уже взрослая. Точно? Бич Сансей, расскажите нам взрослые истории. Что? Они все равно полезнее ваших уроков. Тоже мне умники! Ладно, ладно. Бич Сансей, вам всего 20? Вы такая опытная, я думала, что старше. Да. И еще это аура Черной Вдовы. Да. Роскоши сексапильной Черной Вдовы. Кто меня так назвал? Реакция запоздала. Послушайте, у женщин жизнь короче. В отличие от меня, вы родились в относительно безопасной стране. Будьте благодарны и развивайте свою женственность. Бич Сансей сказала, что ты умная. Клише попахивает. Не шутите, малявки! А знаете что? Расскажите нам про мужчин, которых вы соблазнили. Да, мне тоже интересно. Хорошо. Осторожно. Эти истории не для детских ушей. В общем, когда мне было 17... Эй ты! Не встревай в наши женские разговоры! Почему же нельзя? Я тоже хочу послушать про твои любовные похождения. А сами-то учитель кора. Вы ничего не рассказываете о своей личной жизни. Верно. Это не честно. У вас что, своих любовных историй нет? Точно. Вам же нравятся сиськи, наверняка влюблялись в кого-то. Не-а-а... Он сбежал! Поймать, разговорить, убить! Вот он! Убить его! Сюда! Чёрт! Меня окружили! Вот мы и попробовали убить его. Ага. Куда он делся? Ох, я был на волоске. Что? Это был за шум? Ученики пытались узнать о моих любовных похождениях. Любовных? В своё время я был тем ещё романтиком. И я не могу пересчитать их даже по пальцам. Это тогда, когда у тебя было две руки и две ноги? Ну, не вмешиваюсь. Вряд ли ты хочешь об этом говорить. Вы мудрец, учитель Карасума. Даже в путешествии грубо спрашивать число чужих щупалец. Это была весёлая поездка. Было интересно узнать что-то новое. Согласен. А что такое? Я тут думал. Такое чувство, что поездка подходит к концу. Но мы только начали привыкать к такой жизни. И не знаем, будет ли планета уничтожена. Угу. Но в следующем марте этот класс точно закончится. И правда. Я хочу много знать о других, убить учителя Кора, жить так, чтобы ни секунды не потратить зря. А я хочу, чтобы у нас была ещё одна поездка. Да. Итак, наша школьная поездка подошла к концу. Завтра мы вернёмся к нашей обычной жизни. В наш класс убийц. Весёлая была поездка. Ага. И снова начались обыденные будни. Обычные? Салют! Привет! Пудричка Исагай. Вы получили послание от учителя Карасумы? Ага. Про нового ученика? Похоже, в нашем классе будет ещё один новый киллер. Значит, убийцей будет ученик. Надеюсь, он будет помоложе бич-сенсэя. В идеале на наш сверстник. Так и есть! Откуда ты взялся? Меня это заинтересовало. И я попросил Карасуму прислать фото. В общем, полюбуйтесь. О! Девочка! Поставил на обои? Миленькая. Да, она просто милашка! Ааа! Как же я хочу с ней подружиться! Она не похожа на убийцу. Ого! Я так волнуюсь! Угомонись, Акаджима. Убийца она или нет? Мы ждём первой встречи с новичком. Какая она? Как она убивает? Нам всем любопытно. Может, она уже пришла? новенькая. Ого! Что это? Доброе утро! Я прибыла в ваш класс. Я боевая информационно-управляющая система. Рада со всеми познакомиться. Обломись! Эпизод 9 Время новичка Как вижу, вы уже успели познакомиться с новой ученицей. Норвежская боевая информационно-управляющая система. Рада со всеми познакомиться. Учитель Карасома тоже в шоке. Блин, мне тяжело сдерживать свой смех. Ничего смешного! Помолчи лучше! К тому же, она полноправная ученица третьего Е-класса. В общем, она будет стрелять в тебя с места, но ломать ее тебе нельзя. Тебе запрещено наносить вред ученикам. Ты же не забыл наш договор? Ясно. мои навыки педагога настолько вас впечатлили, что вы принесли машину. Ясненько. Боевая информационно-управляющая система. Добро пожаловать в Е-класс. Рада встрече, учитель Кора. Здесь есть три персонажа. Один из них уже мертв. Слушай, а как она будет стрелять? В смысле? Вот это и боевая система, но я не вижу никакого оружия. может быть. Но делает ли она это из своей доброты? Так и знал. Офигеть! Четыре дробовика, два автомата, сплошной дождь и спуня. Но сейчас у нас идут занятия. Нападать во время уроков запрещено. Принимаются меры. подготовка к новой атаке. Вот каковы ее возможности. Она постоянно развивается. Расчет траектории. Смена угла. Запуск фазы саморазвития 5.28.02. Цык-цык-цык. Ничему не учишься? Атака абсолютно такая же. Что еще ждать от машины? Пока ты стреляешь я могу использовать мел. Мертвая зона? Вторая пуля? Летела по траектории первой и оказалась в мертвой зоне обзора. Попадание в левое щупальце. Подтверждена эффективность дополнительного оружия. Она изучает его защиту, улучшает стрельбу и систему и достигает цели. Вероятность убийства при следующей атаке менее одной тысячной доли процента. Вероятность убийства последующей атакой менее трех тысячных доли процента. Вероятность убийства до выпускного более девяносто процентов. Итак, учитель Кора, начинаю новую атаку. Два близких промаха. Попадание подтверждено. Расчет вероятности попадания. Активация четырех дополнительных орудий. Продолжая вести атаку. Мы ее недооценивали. Точнее говоря, мы неправильно ее поняли. Позади нас настоящий убийца. саморазвивающиеся оружие. Невероятно. В нее встроено первоклассное военное оружие, заряженное пульками против осьминога. Она сможет убить его. Ты вправду так думаешь? Если бы это действительно было так просто, я бы тут не находилась. Но почему мы должны это убирать? В тебя случаем пылесос не встроен, пулеметчица. Игнорирует. Забей, с машинами разговаривать бесполезно. На втором уроке. как и на третьем. Да и в последующие. Механизированный новичок продолжала свои атаки. Следующим утром. 8 часов 29 минут 35 секунд. Запуск систем. Электропитание в норме. Операционная система в норме. Жесткий диск в норме. Другие устройства в норме. Вмешательств не было. Запуск программы. Проверка списка задач на сегодня. Запланировано 215 атак до шестого урока. Изучение манёвров уклонения цели. Учитель Кора, я не могу достать оружие. Освободите меня. Что-то мне не хочется. Это же вы сделали. Вы нарушаете установленный договор, согласно которому нельзя причинять мне вред. Помолчи! Это был я. Ты здесь только мешаешь. Научись думать, прежде чем палить в классе, жестяная коробка. Но машины не знают, что такое здравый смысл. Мы освободим тебя после уроков. Извини, конечно, но если ты опять начнёшь стрелять, мы не сможем заниматься. Боевая информационно управляющая система. Запрос. Непредвиденные обстоятельства помешали выполнению задачи. Вероятность самостоятельного решения проблемы равна нулю. Вероятность убить цель до выпускного существенно снижается. Запрашиваю поддержку. Не беги к родителям за помощью. Тактика, заложенная ими, не подходит для действий в классе. К тому же ты здесь новичок. Для начала советую подружиться с другими учениками. Подружиться? Знаешь, почему именно ученики мешают тебе убить меня? Они полагают, что ты мешаешь их учёбе. Если ты убьёшь меня, деньги перейдут к твоим родителям. Ученики не видят никакой выгоды помогать тебе. Теперь я понимаю, учитель Кора. Я не учла интересы своих одноклассников. А ты умная. В общем, я принёс тебе подарок. Новые приложения и оперативная память. Не беспокойся, вирусов в них нет. Что это? Симулятор атаки для взаимодействия с одноклассниками. Эта программа увеличит успех твоей атаки. Не возражаю. Думаю, ты поняла, как важно сотрудничество в убийстве. Что думаешь? Хочешь подружиться с учениками? Но я не знаю, как. Поэтому я подготовился. Что это такое? Слов для сотрудничества и дополнительная память. Я не могу причинить тебе вред. Но никто не запрещал мне усиливать твои возможности. Доброе утро. Зачем вы делаете это? Обновление ускорит вашу смерть? Я ведь учитель, а уж потом цель. Вчера я понял, что у тебя огромный потенциал и хорошее желание дальнейшего обучения. ты получила этот дар от своих родителей. Я же как учитель. Несомненно, должен его развивать. Научись работать с другими, ты разовьешь свои способности. Учитель Гора, мне для этого нужен список кондитерских изделий со всего мира? Я тут подумал, что ты могла бы мне помочь. Я много прошу. Думаешь, она опять будет стрелять? Возможно. Надо сказать учителю Карасуме, что мы не сможем учиться с этой штукой. Она что, стала еще больше? Доброе утро, друзья! Сегодня восхитительная погода! Чтобы усилить ее присутствие, я сделал икрам во весь рост. Добавил тело и форму. Все программы я сделал за 6 миллионов 6 тысяч йен. Я счастлива провести чудесный день вместе с вами. Богатые эмоции, жизнерадостный тон. Программа и память, поддерживающая это. Еще 11 миллионов 3 тысяч йен. Развитие этой девочки зашло куда-то не туда. В результате у меня осталось 5 йен. Растения в саду свежие и зеленые. Весна заканчивается, приближается приятное лето. За один день она стала в сто раз милее. Это точно боевая машина? Вы что, совсем спят или? Эту программу сделал осьминог. Все равно это машина. Когда эта жестяная коробка начнет стрелять, вам будет не до веселья. Я понимаю твои чувства. Тарасака, вчера я действительно была такой жестяная коробка. Не знаю, что сказать. Ну вот, расплакалась. Двухмерная девочка плачет из-за тебя. Заткнись, меня ведь не так поймут! Двухмерные женщины прекрасны. Женщина не женщина, когда она в 3D. Кибаяши, это твоя первая реплика. Ты серьезно? Не волнуйтесь, ребята. Учитель Кора научил меня, как важно действовать сообща. Чтобы не мешать вам учиться, я не буду предпринимать попытки убийства. Я хочу, чтобы вы меня полюбили. Будьте к ней чуточку подобрее. Разумеется. Я сделал все эти обновления. Но ее желание убивать, я и щупальцем не тронул. Она будет неоценимой помощницей в деле моего убийства. Учитель Кора может все даже сделать ученика из машины. Все чатки содержатся фоточувствительные клетки, палочки и сугая. Ответь не для учебника. Блин! Ну это колбочки. Боевая информационно управляющая система. Не подсказывай. Научите! Вы же сами запрограммировали меня помогать ученикам. Но я не просил делать шпаргалки. Так здорово! Ого! Ты это сделала внутри себя? Да! Я изготовила ее из особых материалов. С нужными данными я могу сделать что угодно. Обалдеть просто! Здорово! Сделай, пожалуйста, цветы. Поняла! Соберу данные о цветах. Ура! Шах и мат, Чипа! Я в третий раз проигрываю. Она быстро учится. Впечатляет! Точно! В одном анге был искусственный интеллект, контролирующий людей с помощью электроопиума. Это очень популярная детективная манга, выпущенная в крупном журнале, по мотивам которой сняли аниме. А данных о цветах у тебя нет? Нет! Она становится популярной. Она может делать что угодно и несколько дел сразу. Черт! Что? Она моя копия! Да вы совсем разные. После того, как я ее обновил, она начала красть мою популярность. Ребята, я тоже могу сделать человеческое лицо. Глядите, достаточно изменить цвет кожи. Жуть! А давайте подберем ее имя. назвал жутким. Слишком сложно выговаривать ее название. Давайте. Может взять из названия информационно-управляющая может рицу? Дурацкая. Неправда, она милая. Рицу. Тебе нравится? Да! Я счастлива! Прошу, зовите меня Рицу! А неплохо все вышло. Может быть, как сказал Терасака, она была запрограммирована учителем Кора. У машин нет свободы воли. Что с ней будет дальше, зависит только от ее конструкторов. Что за чертовщина? Добрый вечер, мастер. Я наслаждаюсь своим пребыванием в школе именно благодаря вам. Немыслимо! Ее грубо обновили и встроили программы, не имеющие отношения к убийству. Разобрать ее, выньте все, что не нужно для убийства. Она продукт боевой системы Иджис. Со своей огромной боевой мощью она способна анализировать ситуацию и принимать решения быстрее любого человека. Это самое эффективное оружие против такого монстра. 10 миллиардов йен всего лишь бонус. Этот класс станет полигоном для испытаний. Мы убьем монстра и будем получать триллионы. Приказы мастера абсолютны. Ты будешь думать только об убийстве. дай мастер. Доброе утро. Класс. Мы договорились, что ты не трогаешь учеников. Теперь любые обновления будут считаться нарушением. Вам тоже. Если свяжете или сломаете ее, вы будете платить. Приказ владельцев, и он не обсуждается. владельцев значит я предпочитаю думать о чувствах учеников, а не их родителей. Если обновление сняли, значит она опять будет стрелять целыми днями. Дебильная атака. Началось. Началось. Я же обещала сделать цветы. Учитель Кора сделал 985 модификаций в моей программе. Конструкторы сочли их бесполезными и удалили, вернув заводские настройки. Но я изучила Е-класс и решила, что способность сотрудничества с другими важна для убийства. Поэтому я спрятала эти данные до удаления. Превосходно! Рицу, значит ты ничуть. Да! Я воспротивилась решению мастера по своей воле! Неплохо. Учитель Кора, может у меня стадия трудного подростка? Я плохая девочка? Ничуть! Ты ученица средней школы и отлично справляешься! В Е-классе появилась новая ученица. Уже 27 учеников будут убивать учителя Кора. Карасума! Карасума! Если нарисовать лицо, ты будешь популярным! Как тебе такое в голову взбрело? Ох, секси гай! Это чудо! Что? Серьезно? Повседневная речь очень проста. Некоторые люди обычно говорят фразы типа «очень хорошо» или «очень плохо». «Очень» можно заменить на «реали». Кимура, попробуй. «Реали»? Отвратительно. «Л» и «Р» никуда не годятся. Японцам тяжело различать «Л» и «Р». Речь понятна, но звучит это плохо. А, да. Вы должны преодолеть свои трудности. Я буду регулярно проверять ваши произношения. И если вы спутаете «Л» и «Р», я прилюдно зацелую вас. Эпизод 10. Время «Л» и «Р». Блин, учить кого-то такая морока. А им похоже нравятся твои уроки. Мне что, радоваться этому? Я же киллер в конце концов. И нахожусь здесь с целью убить этого осьминога, который в свою очередь прямо сейчас пялится на мою грудь и распивает чай. Жизненный урок из собственного опыта это прекрасно. Заткнись уже! Угомонись. С ним уже ничего не поделать. Черт! Да пошло все это! Она разозлилась. И кто же в этом виноват? Я не могу больше оставаться в этой дыре. Как же убить этого монстра? Удавка? откуда? Ирина, рад тебя видеть. Ты играешь в учителя. Похоже на какую-то комедию. Наставник! Что вы делаете? Это невежливо по отношению к женщине. Она знает, как освободиться. Эй! Вы кто? Вы понимаете, что я вам говорю? Прошу прощения. Я говорю по-японски. Уверяю, я не опасен. Ведь это именно я свел ваше правительство. С Ириной Елонич. Киллер Лобра? Крайне опасный убийца, ушедший в отставку, зарабатывает деньги на обучение киллеров и поиски работы для них. Его связи с убийцами пригодились. правительству Японии. Зачем он здесь? Где сейчас учитель Кора? Улетел в Шанхай за миндальным желе. Это было полчаса назад. Скоро он вернется. Это существо оправдывает ожидания. Я здесь, чтобы получить ответ. Ты можешь отдыхать, Ирина. Ты не осилишь это задание. В работе под прикрытием тебе нет травмах. Однако, твоя личность раскрыта, киллер из тебя никакой. Я выполню задание, наставник! Я справлюсь! Быстро! У всех есть слабые места и сильные стороны. В каком-то смысле, это твои Л и Р. Вы правы, но только наполовину. Что ты делаешь, Якубович? Какое грубое прозвище! Когда вы уже будете звать меня учителем Кора? Это ты. Это правда, что как убийца она не представляет мне угрозы. Абсолютно. Еще посмотрим! Однако, как убийца она идеально подходит этому классу. Устроим небольшое испытание и узнаем, кто из вас лучший убийца. Ну что, согласны? Условия такие. Первый, кто убьет учителя Карасуму, победил. Постой! Почему они должны убивать меня? Потому что меня вы убить не сможете. На все один день. Понятно. Поддельное убийство? Я в игре. Будет неплохое испытание. Как пожелаешь. Пытаешься заступиться за меня? Ты думаешь, что любой из учеников наставника Ловра окажется сильнее и искуснее меня? Ну тогда смотри! Я убью и Карасуму, и тебя в придачу! Такие вот дела. Сегодня будут небольшие помехи. Но это не помешает занятиям. Не обращайте внимания. Тяжело вам придется, учитель Карасума. Учитель Карасума! Ты отлично подродился! Наверное, пить хочешь? Да! Я удалю твою жажду! Вот, я принесла тебе напиток! Он очень вкусный! что-то подсыпало, поддерживая предыдущего оратора. Наверное, мышечный релаксатор, чтобы парализовать и ударить. Я тебя и близко к себе не подпущу. Подожди! Я положу его здесь! Больно! Понеси меня, Карасума! Обойдешься! Понеси! У тебя гордость есть глупая ученица? Бич, сенсей! На такое даже мы не поведемся! Нельзя естественно соблазнить того, кого хорошо знаешь! Это вносит тому, что клиентом девушки в клубе будет ее отец! Вы хоть понимаете? Откуда нам знать? Плохо. Я должна убить его быстрее. Наставник с его навыками может убить цель за долю секунды. Что думаете? Иногда весело побыть целью. Это глупо. А что будет, если мне удастся избежать убийства? Тогда я дам вам фору, учитель Карасума. Фору? Целую секунду я буду стоять неподвижно. Убивайте на здоровье. Однако, им об этом не говорите. Если они сговорятся, все пройдет впустую. Ладно. Нет. Наскоком? ты проворен. Но этого будет недостаточно, чтобы бывший состарившийся киллер смог убить бывшего бойца спецназа. Силен? Даже наставник не смог задеть его. Есть ли у меня шанс? ты знаешь, что будет, если не убьешь меня? А ты почему так испугался? Нельзя проиграть, учитель Ирина. Постарайся. Я могу ударить ножом пять раз за секунду. Уж постарайтесь. Наставник, рука! Сегодня у меня не получится убить его. Не сдавайтесь! У вас есть шанс, вы сможете! Ну уже! Даже если у меня получится, я не смогу убить вас, учитель Кора. Я понял это из опыта. То же самое с Ириной. Ясненько. Получается, что вы уже сдались. Однако, я думаю, что учитель Ирина справится с задачей. Опыт или нет, она убивала самых влиятельных людей в мире. Думай, что хочешь. То есть ты полагаешь, что я смогу ранить Карасуму ножом? Разумеется. Я не знаю, чему ты научилась, пока была учителем. Но я знаю, как ты старалась, пока была здесь. Например, бельё, что ты заказала вчера. Отличный выбор! Оспей ног развращенец! Пусть все увидят, на что ты способна. Учитель Карасума, твой наставник, твои ученики. А нагисэ, глянь-ка, кто там. А, ну так учитель Карасума частенько там обедает. А к нему хочет присоединиться одна женщина. Бич сенсей, готова к бою. Можно тебя на минутку Карасума? Чего тебе? Хоть это и фальшивое убийство, я не поддамся тебе. У неё в руке нож? Она же знает, что соблазнить его не получится. Идиотка. Да будет тебе карасума. Я ведь совсем не хочу уходить отсюда. Ты же знаешь, один тычок и всё закончится. Я отплачу тебе за это. Подарю тебе такое наслаждение, какое ты никогда не испытывал. Она опять за своё. Я вырву у неё нож и всё. Ладно, давай. Бей куда хочешь. Молодец! Господин Лавро, вы видели, как преподают учитель Ирина? Она начинает с обучения трудностям произношения. Изучение языка — это преодоление трудностей и совершенствование навыков. Она выучила десять языков и взялась за новое испытание, с которым вполне смогла справиться, учить других. Думаете, такой специалист ничему не научилась, пока была здесь? Это же... Ну... Я иду к тебе. Делок! Учитель карасума пойман! Отлично бить, шенсей! Она использует методы, которые применила бы против меня. Она постигает трудности моего убийства так же, как и иностранный язык. Загляните в сумку, и вы увидите все плоды её упорных трудов. Попался! Ещё бы немного. Проклятье! Он меня точно одолеет, если ничего не придумаю! Что делать? Карасума! Можно убить тебя? Пожалуйста! Что за убийца просит цель стать его жертвой? Не позорься! Хватит! Я не собираюсь целый день играть в эти игры! Она смогла! Круто! Не зря она бить сенсей! Это было пари на словах. Вряд ли он позволил бы убить себя из-за дурацкого спора. Эта женщина идёт на пролом и осваивает то, в чём не сильно. Ученики чувствуют её дух сражения. И с ней они развиваются, как убийцы. Поэтому, чтобы убить меня, она должна остаться здесь. Наставник! Ты ужасная ученица. Оставайся лучше учителем. И убей его. Ирина. Обещаю! Наставник! Я это сделала! Чистый же и открытая. Бич-сенсей. Учитель английского в третьем Е-классе. Эй! А доспехи тут зачем? Я готовлюсь стоять целую секунду неподвижно! У вас хорошее настроение, Учитель Кора. Какие-то планы? Да. Я лечу на Гавайи смотреть фильм. Это американская премьера. Я давно её ждал. Правда? Так нечестно! Мои 20 махов созданы специально для этого. Соник-ниндзя? А, это тот фильм про супергероя. Расскажете о нём завтра? Да-да, обязательно. Ну что ж. В общем, я полетел. Учитель Кора! Пожалуйста! Возьмите нас с собой. Тебе нравится эта серия? Да. Мы давно ждали сиквел. Хоро, он не знал, что тебе нравятся такие фильмы. Мне нравится режиссёр, но он редко делает работы по комиксам. Я тоже хочу поехать, Нагиса! Извини за вторжение! Рицу, как ты очутилась в моём телефоне? Чтобы обеспечить обмен информацией между учениками, я перекачала свои данные на все телефоны в классе. Зовите меня мобильная Рицу! Она делает всё, что хочет. Я хотела бы полететь на скорости 20 махов с учителем Кора. Я могу заснять данные, которые пригодятся в убийстве. Договорились. Летим в кинотеатр. И вы почувствуете мою скорость на своей шкуре. Корма, мы спросили его просто так, а в итоге, во что мы влипли? Не знаю. Мы даже не подумали о последствиях. Не волнуйтесь. Я буду лететь медленно, чтобы вы не пострадали. Корао! Корао! Быстро! Обалдеть! Я вижу Тихий океан! Странно. Звука и ветра здесь почти нет. Потоки воздуха обтекают в вашу голову. Хорошо подмечена, Нагиса. Это секрет моей кожи. Сама по себе моя голова мягкая. Но под давлением она твердеет. Поэтому она выдерживает скорость 20 махов. Вещества с подобными свойствами можно найти и в обычной жизни. Я продемонстрирую дилакантный эффект на опыте. Он мучит нас в полете. Добавьте в воду кукурузный крахмал. Карма-сан. Сейчас хорошая возможность. Незумная идея, Ритсу. Если мы его убьем, то рухнем в Тихий океан на скорости 20 махов. Сейчас мы в лапах учителя Кора. И можем лишь слышать его. И еще должен добавить, что тот же самый принцип используется в производстве современных бронежилетов. Теперь вы стали чуточку умнее. И мы как раз прибыли. Мы прилетели. Пока он нас учил, мы прилетели на Гавайи. Х-худно. В кинотеатре включен кондиционер. Утепляйтесь. Я прихватил с собой парочку ветровок. Вот. Как интересно! Я впервые в кинотеатре! Но фильм на американском, без японских субтитров. Мы точно все поймем. Все будет хорошо. У вас хорошие оценки по-английскому. И учитель Ирина хорошо вас натаскала. Если что, вставьте мою щупальцеву. Я объясню непонятные слова. Расслабьтесь и наслаждайтесь кино. Вот. Вам кола и попкорн. Ух ты. Это так здорово. Герой-одиночка, который должен спасти мир. На, дети. Очень нравятся такие герои. Вот учитель Кора. Шестой. Нет. Седьмой. О, мой бог. Мяльца на героиню. Классный фильм. Клифф Хингер внушает надежды на хороший сиквел. Но старший брат в роли злодея вполне ожидаемо. А, ага. Я могу предсказать конец, проанализировав тысячи картин Голливуда. Провести анализ? Нет, спасибо. Вы так любите забегать вперед. Брат и сестра воссоединились. Какая жестокая судьба. Он что, маленький? Плакать над таким фильмом. Он же всю дорогу только и делал, что рыдал. Спасибо за все, учитель Кора. До свидания. До завтра. Осторожнее по пути домой. И не забудьте написать сочинение по фильму на английском языке. Что? Это домашка. Небольшая оплата поездки на Гавайи. О чем думаешь, Нагиса? Это было впервые. Нам давали пятичасовой урок в полете на Гавайи. Посмотрели кино и вернулись. Неплохой день. К тому же, учитель Кора всю дорогу упорно заботился о вашей безопасности. Я видела, как он сдерживал давление и частицы грязи своими щупальцами. Мы видели то, что учитель Кора видит постоянно. Чем больше я знаю, тем более загадочной для меня становится его жизнь. Ладно. Я, пожалуй, тоже пойду. Мне пора на занятия по математике с Мимурой. Ну, уследишь за ним? Хорошо. Ты сможешь убить его. Б... Брат... Да, твой старший брат. А с завтрашнего дня еще и твой учитель. Давай. Отомсти ему за луну. Эпизод одиннадцатый. Время новичка. Урок второй. Ладно, класс. Начнем урок. Усаживайтесь на свои места. Он стал больше. Учитель Кора, почему габариты вашей головы стали больше на тридцать три процента? Из-за дождя я впитал в себя всю влагу, поэтому голова выросла. Он как рисовый шарик. Итак. Учитель Карасума сказал, что сегодня придет новый ученик. Да. Наверное, еще один убийца. Когда пришла Рицу, я не воспринял ее всерьез. Я не наступлю на те же грабли. В любом случае, хорошо, что у вас появился новый союзник. Точно, Рицу. Знаешь что-то о новичке? Вы ведь оба убийцы. Да, кое-что знаю. Предполагалось, что мы появимся в классе вместе. Я бы отвечала за дальние атаки, а он за ближние. Мы должны были убить учителя Гора вместе. Однако, по двум причинам, этот план отменили. А по каким? Во-первых, его подготовка заняла больше времени. Во-вторых, моих способностей недостаточно для его поддержки. Мои способности убийства значительно уступают его. Это говорит Рицу, отстреливший учителю Кора Щупальца. Что же он за монстр? Какой странный наряд. Это и есть новенький? Простите, я не хотел вас напугать. Я не новенький ученик. Я его страж. Можете звать... Меня Широ. Человек в странном наряде любого напугает. Да уж. Но вряд ли учитель Кора... Вы что, испугались, учитель Кора? Он даже в жидкость превратился! Нет. Это Рицу рассказала страшные истории. Здравствуйте, господин Широ. Где ваш ученик? Рад познакомиться, учитель Кора. Его характер и поведение могут показаться вам странными. Я лично представлю его классу. Он очень скрытый. Что такое? Но... У вас в классе хорошие дети. Уверен, он сюда впишется. Я познакомлю вас. Эй, Итана! Заходи! Я победил. Я доказал, что гораздо сильнее стены. Нормально! Зайти нельзя! Это главное. Это главное. Ещё один с приветом, что ли? Учитель Кора потерял дар речи. Он не улыбается, а это плохо. У него вообще лицо поплыло. Хори Б. Итана. Прошу, зовите его по имени. Очень странный новичок. И его стража в белом. На нас надвигается опасный цикл. Эй, Итана! Не против, если я спрошу? Ты вошёл в класс без зонта. Снаружи льёт, как из ведра. А вот ты... Совсем не промок. Возможно, ты самый сильный в этом классе. Но не бойся. Ты слабее меня. Поэтому я тебя не убью. Я хочу убить тех, кто сильнее меня. И в этом классе учитель Кора... Прожуй ём. Сильнейший. Ты устраиваешь драки с теми, кто сильнее тебя, Итана. По силе мы не просто в разных категориях. Мы в разных измерениях. Это не так. Ведь мы... Братья по крови. Проигравший умрёт, братец. Родственники не будут жульничать. Брат, я докажу свою силу и убью тебя. Мы сразимся здесь, в этом классе. Что за фигня? Что значит, братья? Нет, люди со сминогами совершенно разные. Я понятия не имею. Я вырос без братьев и сестёр. Когда я попросил родителей младшего братика, всё пошло наперекосяк. У тебя были родители? Они правда братья? Или... Я пытался просто сбить его с толку. Простите за это представление, учитель Гарасома. Этот мальчик — наша главная тайна. Вполне естественно, что вы ничего не подозревали. Но я вас уверяю. Этот мальчик — брат учителя Кора. И очень скоро это станет очевидным. Он плетает кучу сладостей. Он такой же сладкоежка, как и учитель Кора. И у него такое же непроницательное лицо. Из-за братьев все начали нас сравнивать. Как же это раздражает. Подбодрю-ка я себе эротическим журналом. Вот это уже по-взрослому. Им обоим нравятся большие стички! Я убедился в том, что они братья! Ты серьёзно, Коджима? Вполне! Мы мужчины! Все братья! Третий брат? Если они и вправду братья, почему учитель Кора о нём не знал? Ну, наверное... Ваше Величество! Враг приближается к замку! Выбора нет, мои сыновья! Вы должны выжить! Сначала ты, брат! Если перейдём мост, мы спасены! Брат! Брат! Забудь обо мне! Беги! Ты должен жить! Брат! А когда выросли, судьба столкнула их, и они не знали, что являются братьями! Ладно, но почему один из сыновей человек? Может быть... мутация? Ты не объяснила главного! Фу, во, характеры братьев не были раскрыты! И сюжет слишком банален! Нужно добавить реализма, ибо у тебя выходит какая-то сказочка! Арина и Спарт? Да. Это будет настоящий поединок. Я не видел, чтобы кто-то так приступал к убийству. Возможно, вам надоели простые убийства, учитель Кора. Давайте введём правила. Тот, кто выйдет за пределы арены, будет мёртв. Вы не против? Это глупо. Разве он примет такое условие? Примет. Если он нарушит это правило, он упадёт в наших глазах. Такое условие идеально ему подходит. Хорошо. Я принимаю это условие. Однако, если и Тона ранит кого-либо ещё, он тоже проиграет. Начинаем по моему сигналу. Убивайте. Сейчас! Все мы уставились в одну точку. И это была отрубленная рука учителя. Не может быть. Щупальца! Волосы и Тона. Это щупальца! Так вот почему. Он не промок под дождём без зонта. Он отбил капли щупальцами. Откуда? Откуда у тебя эти щупальца? Мы не обязаны отвечать, учитель Кора. Но это должно вас убедить. У вас были разные родители и воспитания, но вы всё равно братья. Какое пугающее у вас лицо. Вы вспомнили что-то неприятное? Похоже. Нам предстоит долгий разговор. Не получится. Вы уже будете мертвы. С близкого расстояния этот случай увеличивает вязкость ваших клеток. Всё ваше тело моментально твердеет. нам известно всё о ваших слабых местах. Он попал? Нет. Сверху. Сбросил кожу? Это был ваш козырь. Увы, учитель Кора. Мы знаем о другой вашей слабости. На линьку уходит довольно много энергии. После неё ваша скорость значительно снижается. К тому же, после первой атаки вы отрастили себе новую руку. Но на это тоже ушло немного энергии. По моим расчётам, сейчас вы в одинаковых физических условиях. психологическое состояние также влияет на использование щупалец. Вы испытали шок от неожиданной атаки чужим щупальцам. Уже сейчас отчётливо видно, кто победит в этой схватке. Более того, это не помогает его верный страж. вам надо отрастить ноги обратно. Для этого потребуется ещё больше энергии. Какое облегчение, брат. Я сильнее тебя. Учитель Кора проигрывает. Если его убьют, земля будет спасена. Но почему я от этого расстраиваюсь? Выискивать слабость за слабостью было нашим козрем. На самом деле, мы хотели узнать их сами. И мы хотели убить его. Вы восстановили себе ноги, но выдержите ли следующую атаку? Я уже давно так не уставал. Я думал это спонтанное убийство. Но оно оказалось тщательно спланировано. Я хочу многое спросить. Но если не выиграю, то погибну. Есть шансы твоей победы, вой поверженного оцминога? Господин Широ, вы не учли одну вещь? Я учел все. Мои расчеты абсолютно верны. Убей его. что это? Я наступил на что-то, что ты уронил. Когда он? Если у нас одинаковые щупальца, значит, эти ножи тоже могут тебя ранить. и нас обоих пугает потеря щупалец. Но в отличие от тебя, я немного изобретательнее. Я обернул тебя в свою кожу, так что ты не должен пострадать. Но ты ступил за пределы арены. Поэтому я одержал победу. По правилам, ты мертв. Ты уже не можешь меня убить. Если хочешь жить, оставайся в классе и учись с остальными. Ты получишь то, чего не достигнешь расчетами. Полезный опыт. Я жил немного дольше тебя и кое-что узнал. Я стал учителем потому, что хотел передать эти знания. Если ты не познаешь мой опыт в этом классе, то никогда меня не убьешь. Никогда я слаб. Плохо дело. Итана больше всего ненавидит учиться. Читать нотации тому, кто ненавидит учебу, равносильно апокалипсу. Черные щупальца? Черт, он слетел с катушек. Я сильнейший. Эти щупальца делают меня сильным. Сильнее всех! Простите, учитель Кора. Похоже, мальчик психически еще не готов учиться в классе. Хоть это его первый день, но он возьмет перерыв. Постой! Я учитель, и не отпущу его! Я присмотрю за ним до выпуска! К тому же, господин Широ, я хочу многое у вас спросить. Нет, благодарю, мы уходим. Хотите остановить меня силой? Плащ из того же материала, что и ножи. Вы не можете меня тронуть. Не беспокойтесь, он очень скоро вернется, учитель Кора. Март совсем не за горами. Я займусь его домашним обучением. Из-за его характера он не покинет школу до уничтожения земли. Да и этот класс забавный. Такой непредсказуемый, как постоянно меняющееся небо. Какой ужас, какой ужас. Что с учителем Кора? Ну, он уже давно так сидит. Мне стыдно из-за того, что я дошел до ручки. Я ведь все-таки комический персонаж. Да уж. Вы такое лицо сделали. Откуда у тебя эти щупальца? Не говори такое Хазама! От этих слов мне хочется убежать за три две земель. Я пустоголовый изворачивающийся тип. Показать мою серьезную сторону это разрушит мой типаж. Меня раздражает, что вы сами были щупальца вместо волос. Учитель Кора, расскажите нам, что вас связывает? Вы всегда избегали вопросов о своей сущности. Но мы задумались. Верно. Мы ваши ученики. Мы имеем право знать нашего учителя. Ваша правда. Я открою вам секрет. Правда в том, что я искусственно созданный организм. Ясное дело, и что? Что за реакция? Вас это что, не шокирует? Ни один нормальный эсминог не может двигаться со скоростью 20 махов. Если вы не пришелец, то это единственное объяснение. Итана сказал, что он ваш младший брат. Значит его создали после вас. Они слишком умны. Эти дети невероятны. Мы хотим знать, что случилось. Учитель Кора, почему вы разозлились, когда увидели щупальца и тоны? Почему вас создали? И почему вы пришли сюда? К сожалению, сейчас объяснять вам что-то бесполезно. Если я уничтожу землю, все ответы на ваши вопросы превратятся в пепел. Но если вы захотите спасти землю, у вас будет шанс узнать правду. Чтобы узнать больше, вы должны сделать только одну вещь. Убить меня. Убийца и цель. Эти узы связывают меня с вами. Если вам нужны ответы на вопрос «Кто я?», вы можете узнать их с помощью убийства. Если вам больше ничего не нужно, я пошел. Какой ужас, какой ужас. Мы убийцы. Мы ищем ответы ножом и пистолетом. Наша цель – учитель. Ужас, просто ужас! Ужас! Это вопрос. Я хочу просто исчезнуть. Да, все ученики целы. Подготовьте все для ремонта. Учитель Карасума! Вы пришли. Что вам всем нужно? Вы не могли бы научить нас новым приемом? Новым приемом? Мы всегда думали, что появится кто-то, кто убьет Учителя Коры без нашей помощи. Да, когда мы увидели Этону, мы это поняли. Мы хотим убить его сами. Если они приведут нового убийцу, все наши усилия пропадут зря. Поэтому пока у нас есть время, мы хотим научиться большему и убить учителя сами. Мы хотим лично убить его и найти ответы. Их поведение изменилось. Отлично. Хорошо. Кто хочет продолжить обучение, оставайтесь после занятий. На усиленную тренировку? Есть! начнем тренировку с того, что поднимемся по этой веревке. Жестоко! Начали! Третий класс средней школы куноги гаока. следующий. Не получится. Следующий. кончился. Звенит звонок. Вот так. Настал новый день. Следующий. Наконец, дожди кончились. Скоро будет пекло. В какую погоду грех сидеть дома. Может, сходим куда-нибудь? Давай. Какие предложения? Предлагаю рыбалку. Неплохо. Кто сейчас плюет? Лето, сезон ловли хулигана. Нагиса будет нашивкой вылавливаем хулиганов и кашельки. Я знал, что можно ловить хулиганов. Чем бы заняться? Нагиса, какие мысли? Ну, а еда на пляж? Пляж? Классный бросок, капитан! Это же Сугина! Давно не виделись? Правда, что ли? Сугина! Привет! Привет, Сугина! Как дела? Ты что-то редко появляешься. Мне немного неловко. Ты будешь на игре через неделю? Еще не решил, но я не против сыграть. Будем тебя ждать. Заметано. Я тебе завидую, Сугина. Ты в Е-классе можешь постоянно прогуливать. У нас то домашка, то клуб. Времени расслабиться вообще нету. Прекратите, это некрасиво. Осилите домашку и клубы. В школе могут только исключительные люди. О, звучит круто. Кажется, будто ты считаешь себя избранным. Да, это правда. Не верите? Тогда я докажу вам на бейсбольном турнире. Избранные стоят на вершине, а остальные внизу. Между нами возникла пропасть, которую вы скоро увидите. Эпизод 12. Время бейсбольного турнира. Бейсбольный турнир между классами? Пропаганда здорового тела и спортивного духа? Восхитительно! Только почему в графике матча нет Е-класса? Мы не участвуем в турнире. Число команд должно быть четным. Вместо этого мы сыграем матч в конце турнира. Матч в конце турнира? Цирк, да и только. Вся школа смотрит, как парни играют в бейсбол, а девчонки в баскетбол. Понятно. И так каждый год? Да. Мы не будем позориться перед остальными. Делайте что хотите. Пока. Эй, погоди! Тарасака! Блин. На тему бейсбола лучше спросить судина. Есть мысли на игру? Никаких. Бейсбольный клуб довольно сильно. Особенно капитан Шиндо. Его быстрые удары привлекли внимание знаменитых школ. Звезда в учебе и спорте. Несправедливо. Но знаете, учитель Кора, я хочу победить. Не участвовать, а победить. Я люблю бейсбол и не хочу проигрывать. После того, как меня вышвырнули из клуба, эти чувства стали лишь сильнее. Я хочу встретиться с ними и победить. Я взбудоражен. Ясно. Я так понимаю, что вы тоже хотите сыграть. Я всегда мечтал сыграть странного тренера в спортивной драме. Пинать вас на тренировках я не буду. Для этого у меня есть стол. А вы ко всему готовы. В последнее время вы стали еще более целеустремленными. Я хочу убить. Я хочу победить. Вы готовы сражаться без колебаний. Поэтому тренер Кора подготовит вас. Тренировки и тактику для победы. Ух ты, высоко! центральный легко ловит мяч. Игра окончена. Победитель турнира среди третьих классов класса. А блин, мы продули. Зато дальше будет матч поинтереснее. Парни, которые еще хуже нас испытают больше унижения. Ну а теперь начинается матч между классом третьим Е и бейсбольным клубом. Элиты считаются те, кто сочетает интеллект и силу и возвышается над другими как избранные. Преуспевать с первым и мечом, Сугины. Ты не обладаешь этими талантами. Ты не избранный. Начнем игру! Да! Эй, что это они там зажглись? Кстати, где тренер Кора? Он должен подавать нам сигналы. Поверните голову. Карасум просил его не привлекать внимание. Так что он прикинулся мечом. Он будет подавать сигналы цветом лица. Тоже мне сонет Снэйк! Раз, два, три! Раз, два, три! Что это? Привет, Кора Сэнсэй! Это Думаете, что убиваете их? Это верно. Против нас крупная мишень. Если мы не победим их, мы точно не убьем учителя. Хорошо, убьем их! Да! Ну, давайте покажем адский бейсбол приправленный кровожадностью и щупальцами. Итак, первый Энин, класс Е нападающий, первый отбивающий Кимура. Страйк! Его бросок и правда очень быстрый. демонстрировал свой файмол. Я слышал, он бросает 140 километров в частности. Что? 140 метров и непрофессионалов? Сразу чувствуется, что мы гости. Раз, два, три. Понял. Хорошо, поехали! Ух ты, отбивающий полон решимости! Все трое выйдут в аут в первом энинге. А в последнем сделаем 10 хумранов. Постой место. Подача шинда! Бросок! Что? Бант! Он сделал бант! И будет самый быстрый раннер в классе. Удиви их и добеги до первой базы. Отлично! Это сейв! Неожиданный поворот! Вот зараза. Второй отбивающий Шиота. Раз, два, три! Ого, опять бант! Чёрт! Защитник на третьей позиции за ним помечет в тяге! Шинда идёт подбивать поднимает мяч! Но ему некуда бросить его! Невероятно! Нет аутов! Что? Игра начинает как-то странно развиваться. Невозможно! С такой лёгкостью отбить фастбол Шинда просто невозможно! Третий отбивающий Вот вам нас тренировало это странное существо Петчеркора бросает мячи на 300 километров в час! Защитник Кора проводит особую защиту Убейте! Нет Вы не Зариваете? Петчеркора будет отвлекать вас своими комментариями! Ты недавно играл за школой новоображаемой китай небом Я больше не могу! А теперь займёмся вашими оппонентами! Я попросил Кибаяши шпионить за ними три дня! Это Синейшие броски Шинда достигают 140 километров в час Он силен фастболе и кручён броске Даже на тренировках он использовал фастбол С таким мощным броском он легко выиграет любой матч средней школы Именно Поэтому если мы отобьём его в фастбол он проиграет С этого момента я буду делать броски абсолютно идентичные броскам Шинда С моей скоростью и скоростью Шинда Как только вы освоите мои броски Его броски будут для вас медленными Очередной банк Даже используя эти банки можно получить огромное преимущество Мяч в игре Он остановился прямо на линии фола Отбивающий Исагай Сейв Все базы заняты Аута нет Базы заняты Можешь Шинда себя плохо чувствует Четвёртый отбивающий Согино Согино Раз Два Три Играй Итак Игра продолжается О нет Опять эта стойка Что это Что они делают Я сейчас точно играю в бейсбол Я не могу тягаться с тобой по силе Несточная защита Даже слабые Могут отбить сильный удар и сокрушить Всех Отбил Мяч понетел прямо в центр Вторая база влево Первая база бежит прямо домой Дурдом Согино дошёл до третьей базы Трипл за все две базы Что происходит Мы ожидали другую игру Е-класс заработал Три очка выйдет Немыслимо А вы так побледнели заставник Теразис Может быть вы заболели Сходите отдохну Члены клуба беспокоятся и не выкладываются по полной Директор Нет Я абсолютно здоров Хорошо что вы больны Если бы вы были здоровы Я не держал такого бесполезного тренера который так позорит мою школу Как я и думал у него жар Отведите учитель от Ирай Хорошо А пока что я займу его место тренера Что вы Что я Я займусь их образованием Девушки Девушки Когда я увидела сиськи той баскетболистки, во мне проснулась красная жажда убийства. Да что у тебя за ненависть к большегрудам? Ё-моё! Интересно, как у ребят у тут дела? Директор идёт сюда. Первый енинг ещё не закончился, а главный босс уже вышел. Мне только что сообщили, что Тарай-тренер клуба заболел перед игрой. И все игроки волновались за него так, что не играли в полную силу. Директор не хотел стоять в стороне, поэтому займёт место их тренера. Пятый отбивающий. Что ж, продолжаем игру. Что они будут делать? Что это такое? Все защищают внутреннее поле. Я никогда не видел такой защиты. Это не честно. Они стоят слишком близко. Теоретически они могут стоять где угодно, если не выходят за поле. Орбитр мог бы сделать им предупреждение. Но они взяли в орбитра своего учителя. Он умолчит. Давайте изменим ход этой игры. Возьмем Зугина из третьего Е. Он поступил в муниципальный бейсбольный клуб. Пытается достичь результата. Но что с того? Все пытаются чего-то добиться. Вы избраны, и у вас есть предназначение. В будущей жизни вы будете подминать под себя сотни и тысячи людей вроде него, чтобы идти вперед. Не думайте об этом, как об игре. Сейчас вы придавливаете примерно десятку из этой тысячи. Давайте сокрушим их. Мяч отскочил! Неужели давление защитников перешло на Майхару? Это первый аут! Шестой отбивающий. Вы серьезно? Я не могу отбить этот бант. Что нам делать, тренер Кора? Раз. Два. Три. Сдацы, погибнуть! Третий страйк! Аут бьющему! Третий страйк! Бьющий в аут! И я кида заработает три аута! Шенда снова рвется в бой! Продолжай в том же духе, Шенда. Тебе достаточно делать броски по швам. Делай большие движения и бросай с превосходящей силой. Есть! Я повторю еще раз. Это не бьюдер. Мы доказываем свое превосходство. Есть! Мы сокрушим их! Да! Он прекрасно обучает своих учеников. Он помнит все их лица и таланты. Он также способен их мотивироваться. И методы очень похожи. Тем не менее, почему как учителя они разные? Сражение между ними двумя. Интересно, чем оно закончится? Я поняла, Карасума! То есть ты берешь биту и мячик? Первый отбивающий. Хошимоту. Игрой! Подает Сугина из третьего Е. Бросок! Страйк! Классная подача! Давай, чтоб не отбили, Сугина! Не факт, что мы поймаем твой мяч, даже если постараемся. Понял. Повторяй за мной. Я сильный. Я замахнусь и брошу. Я сильный. Я замахнусь и брошу. Я закажу свое превосходство. Я закажу свое превосходство. Я сокрушусь. Я сокрушусь. Невероятно он вывел двух отбивающих подряд! Не лезьте мне под ноги, тренер Куракан. Я ведь встать могу. Следующий ининг начнется с тебя. Ты не против? Устроим какую-нибудь провокацию. Итак, продолжается второй ининг! Мы снова увидим неизменный банк! Восьмой отбивающий. Акабаны. Что стоишь? Иди сюда и отбивай! Разве это честно, господин директор? Они вплотную встали в защиту на поле. А орбитер-учитель не сделал им предупреждение. Вам не кажется это странным, ребята? А, понял! Вы просто свороидиотов, которые нифига не смыслят в бейсболе. Хватит мыть, черт этот отброс! Иди отбивай! Это товарищеский матч, плевать на защиту, не спорь! Не думаю, что что-то изменится, тренер. Все хорошо. Главное высказать свою позицию и стоять за справедливость. Вторая часть второго ининга! Третий езда работал три аута! Отбыл! Низкая траектория, мяч попал в забор! Отличный удар! Шинда очень быстро добрался до второй базы! Это дабл! Спасибо вам, учитель Кора. Благодаря вам я могу научить их. Слабаки, которые используют гвязные трюки, чтобы выиграть. И сильные люди, которые легко их уничтожают. Интересно, с кого ученики захотят брать пример? Третий страйк! Аут бьющему! Последняя часть третьего ининга! Мы дошли до конца! Бейсбольный клуб будет в нападении! Хашимоку? Да! Покажи им, как это делается. Это бант! Пришла очередь Е-класса испытать этот ад на себе! Вот как делается банк Е-класс! Да ничего! Бейсбольный клуб вышел с бантом против новичков. Даже зрители сочли бы это несковидно! То, что они делали его первыми оправдами. Мы покажем, как надо правильно играть. Аутов нет! Базы заняты! Следующая отбивающая школьная звезда! Гордость Академии! ШИИИНДА! Я растопчу тебя! СУГИНА! Дабы достойно завершить эту игру, я настраивал его с первого ининга. Игра завершится не легким бантом, а взмахом сильного звезды игры. Ну-ка, сыграйте, господин учитель убийц. Карма! Пришло время использовать твою раннюю провокацию. Ага, теперь я понял. Боюсь, нам придется играть в Шиндэ. Эй! Инструкция тренера! Итак, продолжаем игру! Что? Это... Это же постная защита! Мы стоим на пути отбивающего таким образом, что закроем ему отцом. Когда это делали вы, арбитр ничего не сказал. Вы ведь не против, директор? Все верно. Вы поняли. Этот ловкий ход. Но здоровье. Изменения в защите не поколебят духу и страны. О, какие слова! Тогда мы послушаем вас. Это слишком близко! Это уже не защита, это стена! Отбивающий может задеть их при ударе! Ничего, махай на здоровье, суперзвезда. Мы не помешаем подаче пейкера. Бессмысленный бред. Взмахивай без сомнений, Шинда. Даже если ты попадешь по ним, Е-класс будет наказан за препятствие игре. Как они смеют меня дразнить? Если я сильно замахнусь, они точно отойдут! Стройк! Они едва скрылись. В Е-классе эти двое имеют самые крепкие нервы и остроту зрения. Не сбежать замаха биты для них проще, чем сделать бант. Такой медленный замах никуда не годится. На будущее. Замахивайся так, будто хочешь нас убить. В такой момент, Шинда физически не может следовать тактике директора. Раннеры и зрители были потрясены странным спектаклем, разворачивающимся на поле. Нагиса! Третья база! Аут! Тимура! Первая база! Раннер стоит, не торопись! Понял? Аут! Т-трипл плей! Игра окончена! Как же так? Как же так? Третья Е! Отдолел бейсбольный клуб! Что за фигня? Скукотища. Бейсбольный клуб проиграл отбросом из Е-класса. Как можно проиграть с такой разницей в силе? Зрители, возможно, не знали о том, как двое тренеров придумывали кучу стратегий за кулисами игры. Между экзаменами и этой игрой счет у нас один-один. На следующих экзаменах мы завершим ничью! Шиндо! Прости. Это была безумная игра. Но я понимаю, как игрок, ты гораздо сильнее меня. В обычной игре я бы вряд ли победил. Тогда почему ты так сильно старался победить? Разве ты не старался добиться победы, чтобы доказать свою силу? Когда я практикуюсь, Набиса составляет мне компанию. На рефлексе Карумы и Сагая стороне остальных игроков и их банды было здорово смотреть, но это невозможно увидеть, не добившихся результатов. В общем, я просто хотел похвастаться новыми друзьями перед моими старыми. Учти, Согина! В следующий раз мы играем в старших классах! Понял! Если Земля разрушена... Что такое? Не! Ничего! Не отвлекайтесь! Опережайте действия врага! Если вы научитесь этому, то сможете отбить атаку с любой стороны. Идёт уже четвёртый месяц тренировок. Всё больше учеников показывают результаты. И Сагай Юма, и Майхара Хирота... У них отличные рефлексы. Когда они работают в паре, то чаще попадают по цели. Акабан Экарм... Может показаться, что он просто уклоняется, но его глаза выдают в нём азарт бойца. Девчонка, Акана Хината состояла в клубе гимнастики, отсюда её непредсказуемость. Атаок Амегу может дать фору парням по силе и скорости. Их таланты делают из них отличных нападающих. Учитель Кора. Образец идеального учителя. Невозможно представить, что он может быть убит. Прекрати придумывать мне мысли! Убирайся, мишень! Другие ученики не сильно выделяются. Однако они хорошо развились. Больно. Прости! Я немного перестарался с блоком. А-а-а... Я в норме. Дурачок. Нужно быть повнимательнее. Мне показалось? Или я ощутил странное чувство? Не-е-е. Я так и не смог его ударить. Учителю Карасуму как будто нет слабостей. Учитель! Приходите покушать с нами после уроков! Нет. Благодарю за приглашение, но у меня много работы. И в личной жизни тоже? Похоже, что он выстроил стену между нами, чтобы держаться на расстоянии. Он приглядывает за нами и помогает. Но неужели? Это только потому, что он обязан. Привет, Карасума! Такаука? Новый учитель? Привет! Я таково хакер. И с сегодняшнего дня я буду помогать Карасуме. Рад познакомиться. Е-класс. Эпизод тринадцатый. Время таланта. Ш... Что это? Это тортик! Эклеры из Легермиса! Вы не против? Выглядит дорого. Налетайте, я не против. Я специально опустошил кошелёк, не стесняйтесь. Вы хорошо знаете популярные сладости. Когда говорят про меня и сладкое, это любовь. Для большого парня он довольно милый. А вы теперь будете вести у нас физкультуру? Да. Приказ сверху. Карасума слишком много работает, так что... Твортик! О! Вы должно быть учитель Кора! Ешьте на здоровье! Мы всё равно вас убьём! Вы с учителем Карасумой такие разные, как день и ночь! Вы как заботливый папа, живущий по соседству! Папа! Мне нравится! Мы теперь в одном классе! Так что мы семья, верно? Отлично! Все в сборе! С этого момента занятия будут немного тяжелее. Но когда они закончатся, я дам вам ещё больше вкусняшек! Вы так говорите, потому что сами хотите их съесть? Типа того. У меня же есть фигура. И тебя это устраивает? Лично мне он кажется слишком навязчивым. Карасума вообще перестал к нему ходить. Мы были в одной десантной бригаде. Я знаю, что как инструктор он лучше меня. Он соединяет сердца своих подопечных. В тренировке без этого не обойтись. Возможно, что я делал всё неправильно. Вместо того, чтобы относиться к ним как к семье. Я видел в них лишь будущих убийц. Итак, с введением нового режима тренировки у вас будет и новое расписание. Бессмыслица! Десять уроков? Тренировки до девяти вечера? Ну, конечно же. Это новое расписание полностью раскроет ваш потенциал. Давайте начнём. Погодите-ка! Это невозможно! Если мы не будем учиться, наши оценки упадут ниже некуда. И где свободное время? Мы не можем так учиться! Никаких мы не можем. Будете все? Как я сказал, мы семья. А я ваш папа. Скажете, есть семья, в которой никто не слушает своего папу? Хотите отсиживаться? Не стесняйтесь! Я использую свою валь, чтобы привезти новых учеников. Вот только я не хочу этого делать. Всё-таки вы и моя семья. Отец не хочет терять ни одного ребёнка. Давайте дружно спасём мир, как семья. Чтобы завоевать доверие учеников, нужны две вещи. Привязанность и страх. Ну что, вы будете слушать своего папочку? Да. Но я... Лично я не хочу. Мне больше нравится учиться у учителя Карасумы. Ханзаки! Неужели ты совсем ничего не понимаешь? Единственный ответ здесь да. Если есть вопросы, мы разрешим их на кулаках. Это фирменный приём твоего папочки. Хватит, Такаока! Ты в порядке? Нигде не болит? Всё хорошо. Мэйхара, а ты? Жить буду. Я же бил их совсем легонько. Карасума. Они ведь моя семья. Нет. Они не твоя семья. Они мои ученики. Ученики Карасумы. Ученики Карасумы. Что вы посмели сделать, когда меня не было рядом? У тебя проблемы, монстр? Физкультуру в этом классе провожу именно я. И моё наказание попадает в рамки воспитательного процесса. У меня мало времени, чтобы натренировать их для твоего убийства. Разумеется, я с ними строг. Даже если и так. Только потому, что у нас разные взгляды на преподавание. Ты нападёшь на того, кто не причинил тебе вреда? Он загонит всех учеников до смерти. Лично мне это кажется неправильным. Но у него свой взгляд на обучение. Поэтому, учитель Карасума, я прошу вас, как его коллегу, остановить его. Я... его... Уверен, ты взбешён, Карасума. Я выиграл у тебя твоих учеников. Ты был лучшим в нашей бригаде. И не обращал внимания на то, что могу сделать я. А теперь я украл твой шанс на огромное повышение. Ничего, если половина детей будет выброшена. Я натренирую остальных. Но убийство этого осьминога. Я буду героем, величайшим тренером, а ты будешь жалобно смотреть снизу вверх. Это... это уже не шутки. Триста приседаний? Да мы умрём. Учитель Карасума! Эй! Карасума не часть нашей семьи. Время наказания? Вот что происходит с детьми, которые не слушают своего папу. Довольно. Если хочешь проявлять насилие, делись со мной. Карасума, я знал, что рано или поздно ты вмешаешься. Пришло время начать это. Я ведь уже говорил, это не насилие, а воспитание. Я не хочу драться с тобой. Если мы будем сражаться, то только как учителя. Карасума, выбери лучшего ученика, которого тренировал именно ты. Он будет сражаться со мной, если всё же сможет задеть меня. То я признаю, что твой стиль преподавания лучше моего. И уйду. Однако, мы не будем использовать эту фигню. Ты будешь меня убивать. Это значит, Что оружие будет настоящее. Настоящий нож? Ни за что! Они ещё не готовы убивать человека! Не беспокойся. Я засчитаю, если они остановятся прямо перед ударом. К тому же я без оружия. По-моему, это достаточная фора. Этот трюк творил чудеса в армии. Я избивал рекорд, одержавшего нож в первый раз, до потери сознания. Все видели моё неоспоримое превосходство и вставали на мою сторону. Давай, Карасума! Выбери одного. Либо ты выбираешь, либо признаёшь меня без вопросов. Я всё ещё сомневаюсь. Нужен ли нам его беспощадный подход? Чтобы тренировать тех, кто однажды спасёт мир? Я сомневаюсь с самого начала. А теперь... Я должен буду рискнуть учеником, подающим наибольшие надежды? Нагиса! Сможешь? Почему Нагиса? Как человек, которому поручили миссию спасти планету, для меня все вы одинаково способны. И поэтому, как минимум, вы заслуживаете того, чтобы у вас была нормальная школьная жизнь. Тебе не обязательно брать этот нож. Я буду стараться изо всех сил, чтобы Такаука обеспечил вам такую жизнь. Мне нравятся его глаза. Никто в моей семье не смотрит мне в глаза так, как он. Возможно, что он многое скрывает от нас. Я не знаю, почему он выбрал меня. Однако... Если он даёт мне нож, я знаю, что ему можно верить. И я не могу простить того учителя за нападение на Канзаки Маихару. Я готов! Карасума! Глаза у тебя никуда не годятся! Какого чёрта Карасума выбрал Нагису? Он совсем рехнулся? Смотрите и поймёте. Думаете, он сможет его ударить? Невозможно! С настоящим ножом против профессионала! Нагиса! Давай, подходи! Это публичная казнь. Я увернусь от атак, а затем и забью его. Ученики и так испугаются, что будут вынуждены признать мой метод обучения. Слушай, Такаука думает, что это сражение, чтобы сделать остальным предупреждение. Но для тебя это убийство. Не нужно демонстрировать силу. Достаточно сделать один контакт. Всего один, и ты победил. Он начинает понимать, что значит держать в руке нож. Если я ударю человека, то он умрёт. Я не могу так поступить. Обожаю смотреть, как они бледнеют от одной такой мысли. Я не был уверен, как двигаться с настоящим ножом в руке. Я вспомнил совет Карасумы. Точно! Мне не надо драться, чтобы победить. Мне надо убить его. Поэтому, улыбаясь, я пошёл к нему навстречу. Обычная прогулка, когда школы. И в тот момент учитель Такаука впервые понял, что его сейчас убьют. Испугавшись, он потерял равновесие. Все пугаются, когда их собираются убить. Даже учитель Кора. Как только его центр тяжести сместился назад, я толкнул его за рубашку. И напал. Он может отбить меня спереди. Поэтому я обошёл его сзади и затем... Попался. Уму непостижимо. Он превзошёл все мои ожидания. В обычной жизни такой талант никогда не раскроешь. Прятать свою кровожадность при подходе. Ей уже запугивать врага. И быть уверенным до последнего. Тот холод, что я почувствовал на тренировке. А если бы это было настоящим убийством? У него нет склонности к бою или насилию, но есть к убийству. Стоит ли мне развивать такой талант? Ой, я, кажется, держала нож не той стороной. Достаточно. Бой окончен, учитель Карасума. Серьёзно. О чём вы думали, когда давали нож ученику? А если бы он поранился? Ты бы подбежал к нему на 20 махах, чтобы спасти. Но ты даёшь! И всё же... Мы задолжиты жару! Нет, просто учитель Карасума сказал, что таково силён. Я и послушался. Ай! За что это? Извини. Я подумал, что тебя подменили. Спасибо! Это убийство, было нечто! Подошёл такой с улыбкой, а затем попался! Вы сегодня какой-то задумчивый, учитель Карасума. И что? Ничего. Милюзга! Мы отвергли своего отца и начали здесь праздновать! Ещё раз! Я разорву в клочья и твою душу! И твоё тело! Если мы будем драться, я точно проиграю. Но вы уже должны понять, что наш учитель это учитель Кора, а наш инструктор учитель Карасума. Этим всё сказано. Ваша навязанная роль отца и близко не стояла с теплом учителя Карасумы и его профессионализмом. Мы благодарны, что вы пытались сделать нас сильнее. Но простите. Уходите отсюда! Эй, а я кто? А вы, мисс бич? Убью! Самый счастливый момент учителя, когда ученик может ответить на вопрос, в котором учитель и сам не уверен. И ещё, учитель Карасума. Учитель должен также ясно ответить на тот же вопрос. Простите за неудобства, причинённые моим коллегой. Я позабочусь о последствиях. Я поговорю с начальством, чтобы мне вернули статус учителя. Учитель Карасума! Думаешь, этого хватит, чтобы сломить меня? Я ведь ещё... В переговорах нет нужды. Директор? Мне было интересно, как идут дела у нового учителя, так что я остался и наблюдал. Господин Такаока, ваши методы ни на что не годны. Страх — обязательная вещь в преподавании, но тот учитель, который преподает страх через насилие, стоит на низшем уровне цепи. Я... Ваше заявление об уходе. Министерство обороны не имеет права нанимать учителей. Это делаю я. Не забывайте об этом. Чёрт! 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 Такаоку уволили? Значит, Карасума снова ведёт физкультуру. Ура! Он всё ещё уверен в своём методе. А что если... Если бы он захотел стать убийцей, когда вырастет, ты бы стал учить его. Он ещё не понял этого, но у него есть потенциал. Трудно ответить сразу. Мне кажется, каждый учитель в чём-то не уверен. Мы всегда задумываемся, даём ли мы им правильный ответ, ведём ли их по верной дороге. И при этом мы должны сохранять спокойствие перед учениками и никогда не показывать им свою неуверенность. Поэтому профессия учителя самая великая. Учитель Карасума, поскольку ваши ученики вернули вам статус учителя, думаю, они заслуживают какую-нибудь награду. Верно! В этом плане учитель Такаока был хорош. Я ничего не знаю о сладостях. Выберите сами, что... Класс! Я тоже хочу награду. А? А вам за что? Вы практически ничего не сделали. Неправда, неправда. Я тихо следила, чтобы Карасума понял. Ценность профессии учителя. Ладно, неважно. Пойдёмте, учитель Карасума. Возможно, я всё же останусь здесь подольше. Ощутить радость тренировки, несмотря на сомнения. Он ползёт на четвереньках! Он так сильно хочет вкусняшек! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну и жара. Теперь я знаю, что бывает в Осаке в разгар лета. Жара. Куда мы вообще идём? Может быть, в бассейн главного корпуса. Но разве он не в другой стороне? Да. Нагиса, я слышал, что ты наделал шороху. Жаль, меня не было. Я бы глянул на это убийство. Такое возможно провернуть с человеком, но не из нашего класса. Каждый день мы придумываем всё новые планы убийства. Но мы до сих пор не знаем, что именно сможет убить его наверняка. Мы пришли. Полюбуйтесь. Я сделал этот бассейн специально для Е-класса. Бонзай! Иногда он делает такие вещи, из-за которых нам сложнее его убить. Это всё весело, но печально. Плавать-то я не умею. Да и этот костюм не блещет фантастичностью. Не переживай, Каяна. Однажды кто-нибудь примет тебя такой, какая ты есть. Эм, Акаджима, ты мог бы не отсвечивать фотиком, когда подбадриваешь девушек? Нагиса? Так ты... Всё же парень! Сомневались? Как и все. Кимура! Не носись по камням, как угорелый. Ты можешь упасть и пораниться. Извините. Хара и Накамура! Не ныряйте надолго под воду! Что, если вам не хватит кислорода и вы утонете? Акаджима, я заберу эту камеру! Хазама! Хватит сидеть и читать! Иди плавать! Командир, блин. Наверное, если ты сделаешь бассейн для всех, то сразу чувствуешь себя в нём главным. Ага. Вся наша благодарность сразу куда-то улеточилась. Мой план учитывает все особенности ландшафта и окружения. Мы должны следовать правилам и наслаждаться этим. Не портите веселье, учитель Кора! Вот вам водички! Что это за крик? Харума, прекрати! Я упаду! Я ведь упаду! Ты слышишь? Я упаду! Хватит! Учитель Кора, вы что? Да мне просто плавать неохота. Вот и всё. Не то, чтобы мои щупальца набухали так, что я не могу двигаться. Учитель не умеет плавать. Возможно, это самая многообещающая слабость. А я уж было подумал, что вы будете плавать с этой доской. Это не доска для плавания! Это вафля! И тут жрёте! Эпизод 14 и время дальновидности. Так значит, ты рад, что твои оценки улучшились? Мураматсу может повторишь ещё раз? Ну, я впервые так много баллов получил. Этот осьминог и его слизистая подготовка прямо перед экзаменом. То есть ты оставался на эту слизистую хрень? Я... На слизистую хрень, которую мы поклялись игнорировать? Между слизистой и не слизистой большая разница! Хватит уже слизистой! Играл на два фронта? Предатель. Это плохо! Они все попались на его долбанную удочку! Это очень плохо! Вы серьёзно, учитель Кора? Он же как настоящий! Что ты делаешь, Ёшида? Тарасака! Просто однажды мы обсуждали мотоциклы, потому что это больше никому не интересно. Я взрослый, но также я мужчина с большой буквы. Я всегда был не против подобных увлечений. И этот мотик может выжить 300 километров в час. Я бы многое отдал за одну такую поездку. Да что вы! Быстрее будет полететь вместе с ним! Ты чего творишь, Тарасака? Сейчас же извинись! Из-за тебя взрослый учитель Кора и мужчина с большой буквы плачет! Вот именно! Что вы тут разшумились, как кучка комаров? Время дезинфекции! Что это? Диклофос? Тарасака! Твои шутки уже... Не трогай меня, монстр! Ты отвратителен! Как и вы все! Шушукаетесь и болтаете тут с этим чудовищем! А ты что-то имеешь против? Если не нравится, просто убей его! Мы типа этим и должны заниматься! Нарываешься, значит? Как хочешь! Однажды я тебя... Неправильно, Тарасака! Если хочешь драться, сначала действуй, а потом говори. Пусти меня! Неудачники! Да что с ним такое? Вечно он портит всю малину. Мир в опасности! Обучайтесь искусству убивать! Понемногу возрождайтесь из пепла! Мне плевать на все это! Я лишь хочу жить каждым днем без заботы по течению! Поэтому я... Хорошая работа! Вот твои сто тысячи иен! Благодаря тебе мы почти все приготовили! Вот эти, ребята, мне по душе! Этот осьминог имеет острые чувства! Поэтому нам понадобилась помощь человека изнутри, вроде тебя, чтобы помочь подготовить сцену для Итана! Троссокарема! Я прекрасно понимаю твои чувства! Расслабься! Просто следуй моему плану! И монстр скоро будет мертв! Мы вернем ей глаз и его прежнее состояние! Ты... Ты слабее, чем красноволосый парень! Хотя и более энергичный, чем он! Знаешь, как я это понял? В твоих глазах нет дальновидности! В них нет воли или желания победить! Безмозглая корова, которая тихо пожинает траву, не ровне волку, который готов убить коров! Мелкий подонок! Тихо, тихо! Будем действовать завтра, рассчитывая на тебя! Что это ты расплакался ни с того, ни с сего? Нет, это мой нос, я не плачу, у меня сопли текут, мои глаза вот здесь! Тебя хрен поймешь! Я с вчерашнего дня чувствую себя не очень... О, Тарасака! Я все беспокоился, думал, что ты не придешь! Баллончик, который ты взорвал вчера в классе, был наполнен кедровой пыльцой, на которую у него аллергия. Все чувства у существ щупальцами притупляются. Теперь ты это знаешь, так что замани его. Эй, осьминог, пришла пора убить тебя по-настоящему, приходи после урока в бассейну. Все-таки вода твоя слабость. Вы тоже приходите помочь! Я столкну его в воду, а вам останется лишь прикончить его! Тарасака! На моей памяти ты ни разу не помогал нам убить его. А теперь, когда тебе удобно, ты всем указываешь. Думаешь, все сразу потянутся тебе помогать? Да на вас-то мне по барабану. Так даже лучше! Заберу 10 миллиардов себе! Где у него шило? Как же он достает? Лично я пас! Я тоже! Ну же, пойдем! Нифига себе! Его сопли твердеют! Мы не можем вылезти! Тарасака наконец-то готов меня убить! Прекрасная возможность убить и помириться! Хватит уже этих соплей! Тарасака, ты собираешься его убить? Нагиса, ты чего? Конечно! Тогда расскажи остальным о своем плане! Заткнись! Вечно вы прячетесь за чужими спинами! Как будто вы более дальновидны, чтобы убить его! Я не такой, как вы! Я способен с легкостью убить его! твердеют, Кажется, что Тарасака уверен в своем плане, но он совершенно не уверен в себе. Кажется, что эти слова сказал не он. Эта бессвязность пугает. «Да, вот так! Встаньте по всему бассейну!» «Командир, блин». Я сомневаюсь в этом плане. Ты точно сможешь заставить его упасть в воду? «Заткнись, скажи, как ты собираешься столкнуть меня? Пистолет не сдвинет меня и на миллиметр!» На самом деле этот пистолет передачи, который передаст нам сигнал. Когда все будут в бассейне, нажми на курок, и мы начнем действовать. Готов к этому, монстр? Всегда готов. У меня даже нос не течет. Я всегда тебя ненавидел. Больше всего я хотел, чтобы ты исчез. Я знаю. После этого убийства мы посидим и поговорим об этом. Смеешься, значит? Давай, Итана! Ребята! Нас уносит! Прыгайте в воду и спасите их, учитель Кора. Невозможно! Мы на такое не договаривались! Здесь слишком высоко, и внизу камни. Если они упадут, им конец. Чем дольше он будет всех спасать, тем больше воды он впитает в себя. Щупальца ведь можно немного защитить слизью. Верно, Итана. От его слизи вода вокруг твердеет, и она позволяет сдерживать давление. Однако, у него не осталось слизь. Какого чёрта? Я не виноват. Он не говорил об этом. Я должен был позвать Итану и столкнуть его в воду. Понятно. Значит, это всё вовсе и не твой план. Тобой просто управляли. Говорю же, это не моя вина! Вини того, кто заставил меня следовать его плану! Он виноват в том, что их всех уносит течением! Это не их унесло, а тебя. Если у тебя есть время винить других, лучше подумай, как ты хочешь это исправить. Это последний. Давно не виделись, учитель Коро. Вы впитали в себя необычную воду. Вы впитали раствор, который затрудняет движение щупалец. Благодаря Тирасаке всё прошло довольно-таки гладко. Итона. Давай, брат, устроим реванш. Узнаем, кто сильнее. Я думал, что я сильный. Я фокусировался на более слабых и подчинял их себе. Это был мой путь победить. Однако, в этой школе такой фокус не сработал. Давай, прогуляем урок и сходим в магазин развлечёмся. Нет, мне надо готовиться к английскому. Один раз пропустишь, от тебя не убудет. Ух ты, горилла угрожает человеку. Но, как я и сказал, в этой школе это не прокатило. Послушайте, Росака, в этой школе никто не станет прогуливать уроки. Даже большой и злой волк становится жалким щенком, когда попадает в Е-класс. Ты последний в классе по оценкам, да? Буду ждать того дня, когда я смогу кидать камни в тебя, как в ученика Е-класса. Вот тогда-то я и понял, что этот дешевый прием здесь абсолютно не сработает. Возможно, он никогда больше не сработает. Когда-нибудь эти ребята достигнут своей цели, станут начальниками бесцельного отребья вроде меня. Я попал в Е-класс и решил, что буду своим среди таких же бесцельных учеников. Но я опять ошибся. Из ниоткуда появился монстр и дал всему классу одну здоровенную цель. В итоге я так и остался ни с чем. И мной стали управлять умные расчетливые мерзавцы. Чёрт! Он быстрый и сильный. Гораздо сильнее, чем раньше. Мы отрезали несколько щупалец, усилили мощь и скорость оставшихся. Так ребёнку гораздо легче ими управлять. Это правда? Там совсем немного воды. Он настолько беззащитен? Это непростая вода. Фиросака? Он не может выложиться по полной, потому что только что спас вас. Глядите, на скале. Пухлая Хара упадёт в любой момент. Учитель Кора пытался спасти её и остальных. Она толстая, тяжёлая, так что всё может кончиться плохо. Надо помочь ей. Как? Погоди. Неужели они использовали тебя для этого плана? Да, верно. Близорукие парни без всякой цели гордятся только, чтобы ими управляли парни вроде них. Но знаете, я хочу сам выбрать того, кто будет мной управлять. Эти кретины меня уже достали, и я уж точно не отпущу их с наградой. Поэтому, Карума, давай ты будешь управлять мной. выдай какую-нибудь идею из своей башки. Я исполню её и вытащу ребят оттуда. Если ты сможешь выполнить мой план, я не против. Ты можешь умереть. Я всё равно это сделаю, ведь я из тех, кто добивается результатов. Пришло время финального удара Итана. Эй! Тросака? Хорошо же вы меня обманули. Не надо так расстраиваться. Мы всего лишь воспользовались твоими одноклассниками. Идеальный вариант для тебя, который выделяется в их классе. Заткнись! Я не прощу тебя, что ты сделал! Итана! Давай драться один на один! Прекрати Тросака! Ты не сможешь его победить! Заткнись, губка варёная! Каков герой? Заткни его, Итана. Карума! Всё хорошо. Широ не будет убивать учеников. Мы живы, и именно поэтому учитель Кора смог отвлечься на врага. Кажется, что Хара висит на волоске, но Итана не будет целиться в неё. Как ей сказал Тросаке, он ударит тебя щупальцом, чтобы ты вырубился. Поэтому ты должен выстоять всю его силу и скорость. Словно от этого зависит твоя жизнь. Ты хорошо держишься? Итана, ударь его ещё раз. На Тросаке была надета вчерашняя рубашка. И это значит, что он попал под ударную волну этого подобия дихлофорса. Итана должен был почувствовать его запах. Теперь, когда ему вставили палки в колёса, осьминог сможет спасти Хару. Ёшида! Мураматсо! Давайте по-крупному! Серьёзно? Блин. У него те же слабости, что и у учителя Кора. Так что будем использовать против него те же трюки. А ты много впитал воды. Скажи пока своему преимуществу. Что теперь? Мы точно не хотим отдавать вам награду. К тому же из-за вас мы чуть не погибли. И Тирасака пострадал от ударов. Будете действовать дальше, мы устроим большую водную вечеринку. Похоже, ваша взяла. Мы уходим. Даже если мы убьём остальных учеников, кто знает, что станет с его органами. Пойдём, Итана. Как тебе? Ты ведь весело провёл время с ребятами. Почему бы тебе всё-таки не присоединиться к нам? Итана. Они наконец-то ушли. Нам повезло, учитель Кора, что вы были рядом и спасли нас. Я принимаю благодарность, но у меня ещё остались тузы в рукаве. Кстати, вопросик, Тарасака. Ты говорил что-то грубое в мой адрес. Я тяжёлая и толстая, да? И я всего лишь объективно смотрел на ситуацию. Без извинений! Я тебе покажу уже столстушки знающий пару приёмов! Ты абсолютно бесстахный, Тарасака. Не удивительно, что тебя вечно обводят вокруг пальца? Заткнись, Карума! Хватит уже говорить со мной сверху вниз! Что тут босс? Что за босс отправляет подчинённого ловить удар щупалец прямо в грудь? Тебе самому не кажется, что такой оболтус как ты уже слишком далеко зашёл? Я тоже самое думала. Тогда как насчёт поплескаться немного? Эй, хватит! Тарасака не способен придумывать умные и опасные планы. Зато он силён, когда надо применить их на практике. Когда уверенность проявляется в физической мощи, все становятся такими же уверенными. Я буду ждать, когда он станет полноценным киллером. Тарасака жестокий, но он отлично вписывается в наш класс. Я, Карума, да и все остальные были довольны этим. Так довольны, что мы кое-что проглядели, что не вода, а нечто другое было самой большой слабости учителя Коро. Сюрприз! Научи нас, Куны-Дон! Всем привет, с вами Куны-Дон! Здравствуйте! Скоро экзамены, а в школе Куну-Гигаока все держится на оценках. Тех же неудачников, которые провалятся на экзамене, ждет будущее в игребной яме на самом ее дне. Интересно, как Е-класс справится с экзаменами? Конечно же ужасно! Ура! Ребята, в первом семестре вы уже освоили основы. Я жду от вас только самые высокие оценки. Учитель Кура, вы опять хотите, чтобы мы были среди 50 лучших? Нет, в тот раз я слишком зациклился на ваших общих результатах. Теперь я решил, что ученикам лучше покорять те предметы, которые им хорошо даются. Так что моими усилиями была подготовлена идеальная цель для нашего класса убийц. Не волнуйся! Тарасака! Даже ты сможешь в чём-то достичь высот! Перейдём к делу. Как уже сказал Шира, моя скорость падает, когда я теряю щупальца. Всего одно щупальце, а разница уже ощутима. Видите? Качество моих клонов снизилось, и среди них даже появились дети. Так вот как происходит падение скорости. Если отстрелить ещё щупальца, появится больше клонов детей и родителей, думающих, как свести концы с концами. Что за печальный поворот? А если ещё одно? Клон отец уходит, и клону матери придётся тащить всех детей на своих женских плечах. Жестоко! Каждая щупальца, которое я потеряю, снижает мою скорость на 10%. Договоримся так. Ученик, получивший лучший общий результат или лучший результат по любому предмету, сможет без препятствий отстрелить мне одно щупальце. Это будет финальный экзамен для класса убийц. Сможете ли вы приблизиться к награде в 10 миллиардов? Это будет зависеть от вас, мои ученики. этот учитель отлично знает, как нас мотивировать. Эпизод 15. Время окончания семестра. Я сделаю все, чтобы оценки Е-класса были ниже Плинтуса. Вы думаете обо мне именно так? Нет, однако он в этом почти уверен. Позвольте заверить вас, наша школа развивает в учениках независимость. Не школа решает какие оценки будут учеников, а сами ученики. Я ничего не буду делать. Не нравится мне его двусмысленный тон? Независимость в учениках и все такое? Наверное. По крайней мере он не опустится до грязных трюков. Знаешь, раз уж эти оценки как-то связаны с убийством. Я думаю, мне стоит помочь ученикам. Можно мне разок провести физкультуру? С тебя и английского хватит. Одно щупальце за каждый высший балл. Да, давайте постараемся. Впервые вижу тебя такой возбужденный, о куда? Ага, естественные науки моя сильная сторона, поэтому надеюсь, что смогу помочь. У нас есть ученики с хорошей успеваемостью, так что мы сможем осилить по одному предмету. Шинда? Алло, как дела? С самого турнира не виделись. Да уж, вы тогда задали жару. Я хотел реванша в старших классах, но велика вероятность, что ты туда не попадешь. Тебе все такой же высокомерный тон. Короче, рассказываю. Прямо сейчас, в конференц зале, а класс проводит независимую подготовку к экзаменам. Их лидеры являются гордостью Академии и известны как Большая Пятерка. Второе место на промежуточных экзаменах одаренный парень, который всегда в курсе новостей, растаптывающий конкурентов. Президент радиоклуба Араки Т.П. Третье место. Благодаря своей проницательности, он лидер в гуманитарных науках. Поэтичный секрет из студсовета Сака Кибара Рен. На пятом месте ярый ненавистник Акабане, монстр Зубрёжки. Президент биоклуба Каяма Нацухика. На шестом месте остроумный человек, оттащивающий свои навыки владения языком Лос-Анджелесе ответственны за собрание Сео-Та-Моя! Это ты их всех объявлял? Да. Я всегда хотел попробовать быть диктором. И, наконец, над всеми ними на вершине пьедестала мы солнце. Мы несём свет ученикам средней школы Куни-Гигаока. Но на горизонте появились тёмные тучи, которые грозят заслонить и украсть наш свет. Я слышал, что на прошлых экзаменах Е-класс хотел занять места среди 50 лучших. В таком случае нам следует занять эти вершины и отогнать надвигающиеся тучи. Давайте покажем ошибочность их идеалов и защитим свет нашей школы своими силами! Лидер предварительных национальных экзаменов! Обладатель высших баллов! Человек рождённый быть лидером! Президент студсовета Асана Гакусю! Единственный сын директора. Асана, мне не даётся третий вопрос. Ну, это трудная задача. Попробуй ещё раз, но сначала реши квадратное уравнение. По графику x равно а, а дальше легко. Да! Они отличники с превосходным будущим. Они сочетают в себе харизму и деловую хватку с неоспоримыми лидерскими качествами. Мне будет приятно идти одним миром с тобой. Чем покорять тысячу в одиночестве? Давай заниматься вместе, пока все твои клеточки не заполнятся любовью. Если бы ты жил в Лос-Энджелесе, ты был бы побить за такую грамматику! Главное понимать размах изменений, возникающих в результате события. Если ты это не поймешь, окажешься за пределами нормального общества. Вдолбей их себе в голову! Без зубрежки ты никогда не сдашь химию! Асана прекрасно знает все предметы, а все остальные специализируются на конкретных. Вот и все. они хотят помешать вам вернуться в главный корпус. Если им удастся... Спасибо, Шинда, что беспокоишься. Но не волнуйся, наша цель вовсе не возвращение в главный корпус. У нас есть своя цель, ради которой мы должны его делать А-класс. Подожди, мы еще покажем! Флаг в руки. Ваши сражения меня не касаются. первое место в каждом предмете? Нагиса, Каяно! Исогай, хотите завтра позаниматься в библиотеке главного корпуса? Я зарезервировал места для подготовки к экзаменам. Обычно они не пускают Е-класс. И для нас это платиновый билет. Давай! Я тоже пойду! Все так стараются. Похоже, я не зря рискнул своими щупальцами. Директор, как вы и хотели, я повысил стандарты оценок А-класса. Вы довольны? Асана, нам нужны результаты. Докладывать без результатов нет смысла. Я уже это знаю. Если А-класс займет первые 50 мест, а также первые места по всем предметам в частности, ученики сдадут экзамен. Е-класс не обойдет других. Я прекрасно понимаю ваши принципы, но мне непонятно, почему вы так на них напираете. Это правда, что их оценки улучшаются, но всем уже есть предел. По моему мнению, они нам не соперники. Как раз этому я и хочу научить тебя, Асану. Иногда слабые и сильные могут меняться местами. сложнее всего оставаться на стороне сильных и не проигрывать. Понимаю, директор. Даю гарантию, что ваши требования услышат. И могу я еще кое-что спросить. Не как ученик, а как сын. Вот как. Тебе что-то нужно от папочки? Не, не, мне просто немного любопытно. Ты ничего не скрываешь? О третьем Е-классе. Готов поклясться, что-то здесь не так. В этом году ты гораздо чаще занимался Е-классом. Я не хочу подозревать тебя. Ты ведь заинтересован только в их образовании и ни в чем другом. Ходят слухи о подозрительном существе. Люди видели, как желтый осьминог летал над городом. А некто в черном плаще покупал кучу еды в магазине. А девушки из университета слышали загадочное хихиканье за спиной. Уверен, что это всего лишь бессмысленные слухи. Хочешь узнать, а потом шантажировать меня этой информацией? Разумеется! Все-таки это ты научил меня брать все под свой контроль. Говоришь, как ученик, которого я обучил все эти годы? Я надену на тебя ошейник и буду водить на поводке. Какое совпадение! Я думал сделать из тебя канцелярскую крысу и мучить тебя до смерти. Ого! Это же почетный Е-класс! Какая жалость, что места в библиотеке тратятся на вас и вам подобных! Это они, что ли? Большая пятерка! Валите отбросы. Это наше место. Проваливайте. Как вы смеете? Мы тут занимаемся, между прочим. Каяна, книга. Это наши места. Мы их зарезервировали. Верно. Какое же блаженство заниматься в библиотеке с кондиционером. Вы что, забыли? В этой школе Е-класс неудачников не может сопротивляться А-классу. А вот и можем. Чего? Мы займём первые места по всем предметам. Вот тогда и посмотрим, кто будет смеяться последним. О, куда? Не смей так говорить, со мной нахалка! В этих очках ты похожа на задрота. Да, Араки? Угу. Похоже, вы кое-что упустили. Среди гадких утят затерялся прекрасный лебедь. Будь твои оценки чуть лучше, мы стали бы прекрасной парой. Ты могла бы стать нашей слугой? Нет, я... Канзаки ужасно не везёт с парнями. Постойте-ка. Это же они были на прошлых экзаменах. У нас открытого конца горничной. У нас открытого конца горничной. 23-е место по японскому. Накамура Вио. 11-е место по английскому. Исада Юма. Прикрати приставать к листу в обществознании. О, куда Манами? 17-е в естествознании. Понятно. Значит, вы не лишены успехов в учёбе. Правда, по одному предмету. Тогда как насчёт сделки? Тот класс, в котором ученики займут больше хороших мест в пяти предметах, заставят проигравших сделать то, что захотят. Что, боишься? Вы только лаете, а сами не кусаетесь. А вот мы всегда готовы рискнуть своей жизнью. Не спешите ставить на кон свою жизнь. Ладненько! Решено соревнованию быть! Мы устроим такое, что смерть покажется сказкой! Не вздумайте сбежать! Вы пожалеете об этом! Весть о нашей стычке вскоре распространилась по всей школе. П-прости, Асано! Я думал, над ними поиздеваемся, но эти застранцы поймали нас на слове. Всё не так плохо. Может, так мы сможем завести А-класс? Но... Для начала надо уточнить правила, чтобы не было споров. Победитель назначит одно наказание, которое обсудим после экзаменов. Только одно? Не маловато ли? Ну, и что мы с ними сделаем? Е-класс подпишет этот договор. Его будет достаточно. 50 пунктов, по которым Е-класс переходит в подчинение А-классу. Взамен, А-класс будет подавать надлежащий пример ученикам Е-класса. Это взаимовыгодный контракт. Один договор о подчинении, в котором 50 пунктов. Взаимная выгода, значит... Не говори мне, что ты его только что составил. Жуткий ты парень. Жуткий? Не пугай меня. Это просто маленькая игра между независимыми учениками. Я неплохо знаю гражданское право. Я могу составить контракт, ломающий любого. Иначе говоря, если мы будем играть, то мы будем играть наверняка. Нам надо встретить соперника. Решительно и серьезно. Это и есть тот свет, который освещает наш А-класс. Он знает, как воодушевлять коллектив. Мы это понимаем, но все равно спешим идти за ним. Верим в победу. Несмотря на его лицемерие. Он ас среди учеников А-класса. Асану Гакусю. Нет такого ученика, который смог бы его превзойти. Проснись, Карума! Сядь и учись нормально! Ты ведь знаешь, что у тебя отличный шанс добиться лучшего результата! Да я и так его получу. У вас отличные методы преподавания. Однако, учитель Кора, ваша болтовня о том, чтобы стать лучшим, вы похожи на обычного скучного учителя. Какой у нас есть план? Вы ведь знаете, что у А-класса есть свои тузы в рукаве. Да не парься ты, Карума! Что еще можно потерять Е-классу? Если мы победим, они выполнят нашу просьбу! Я хотела бы побывать в их столовой! У меня есть весьма неплохая идея. Как насчет попросить их отдать нам это? Школьный буклет? Вы уже были на дне выгребной ямы. Поэтому я хочу, чтобы вы сразились, стоя на вершине горы. Убийца должен целиться вверх и сбросить цель вниз. Асана настроил школу против Е-класса в предстоящих экзаменах. Мы можем использовать это, чтобы поддержать разделение учеников в школе. Не переживайте! Даже А-классу будет трудно найти ответы к этим непостижимым монструозным задачам. Теперь это не просто задачки уровня экзаменов. Нет, они превратились в головоломки. Отлично. Буду ждать, во что это обернется. Среди всех этих экстремальных пунктов я спрятал один непримечательный. Е-классу запрещено хранить секреты. Вот моя настоящая цель. Что за тайну не хранил бы Е-класс, и которую ты пытаешься скрыть, я смогу выведать ее у них, а затем... Я использую эту слабость против тебя, мой раб. Да, отец. Яблоко от яблони недалеко падает. Ну что, Нагиса, готов к экзамену? Посмотрим, что смог, кто выучил. Выше голову, ты мужчина! Ты будешь сражаться за первое место в английском! Вот умора! Вы правда поспорили с А-классом? Посмотрим, что они заставят вас сделать. Похоже, мы пришли первыми. Кто это? Замена Рицу. Директор запретил искусственному интеллекту участвовать в экзамене. Решили сойтись на замене, которую обучила Рицу. Вы хоть представляете, как унизительно было слушать жалостливый зачувствующий тон, когда я просил его об этом? Мы этого не достойны! У меня и Рицу для вас сообщение. Удачи вам. Спасибо! Я не проиграю. Я буду биться до победного. Все мы сдаем экзамены отдельно. Однако, каким-то образом нам передается общее напряжение. Те, с кем мы вместе сражаемся. Те, против кого мы сражаемся. Те, кто насмехается и подбадривает нас. Такое ощущение, что мы... Мы убийцы. А сейчас... Еще и гладиаторы. Звенит звонок. В новый день! Все мы сдаем экзамены отдельно. Однако, каким-то образом нам передается общее напряжение. Те, с кем мы вместе сражаемся. Те, против кого мы сражаемся. Те, кто насмехается и подбадривает нас. Такое ощущение, что мы... Мы убийцы. А сейчас... Еще и гладиаторы! Звенит звонок. В новый день! Тесты хорошая вещь. Знания, которые приобретаются в детстве, с годами забываются и ничего не остается. И это хорошо. Они получат несравнимый опыт. Оточат навыки и расширят свои взгляды. Соревнуясь за звание лучшего. Это их награда. Быстро! Гораздо быстрее. Чем раньше. В нашей средней школе... Считается нормальным в третьем классе быть на уровне старшей школы. Самые динамичные предметы в нашей школе... Английский, математика и естествознание. Но перед всеми встают одинаковые условия. Эпизод шестнадцатый, конец семестра, урок первый. Это последняя задача? Неудачники! Я провел с родителями целый год в Лос-Анджелесе! Простой уровень средней школы меня не остановит! Он не упал? Не может быть! Я был уверен, что это точный ответ! Чего такой серьезный? Расслабься немного, Вундеркинд! Идеальный ответ? У Е-класса? Не думаю, что ты читал книгу Селлинджера над пропастью воржи. Отличная школа придумывает отличные вопросы. Они ссылаются на известную литературу. Они хотят, чтобы их стандарты соответствовали познаниям и адаптированности учеников. Скорее всего, они не получат высший балл, если не ответят в точно таком же стиле, как и первоисточник. Получилось! Вот дерьмо! Наш учитель английского лишь мельком упомянул на уроке про эту книгу! Похоже, у тебя было мало друзей за границей, да, Сео? Типа осьминога, который навязывает тебе все эти книги. Я всегда восхищался появлением тихого бунта в таких книгах. Мы должны прочитать его на обоих языках. В вашем возрасте она обязательно найдет отклик в сердце. Черт! В естествознании главная зубрежка! Его броня не ослабла! Но ведь я помню эти формулы! Видишь ли? Понятно! Наука не будет точной, если ты лишь учишь формулы. Наука обожает, когда ты общаешься с ней и объясняешь ей своими словами. То, что она собой представляет. Даже науке необходимы коммуникативные навыки. Теперь я поняла это! Учитель Кора! Мне точно конец! Откуда я должен был знать число международных конференций по проблемам Африки? Чуть не погиб. Хорошо, что я это выучил. Исагай! Засранец! Мне просто повезло. У меня довольно бедная семья. И в этом плане мне было легко симпатизировать Африке. Нет лучшего времени, чем настоящее. А когда я побывал там, мне стало еще интереснее узнать об этом. Кончилась весна, пришли ветра лета. Колышется одежда. Набери его о веревке. Под солнцем на Кагуями. Твои слова столь же прекрасны, как Ильичика. Но, чтобы получить идеальный балл, твоего ответа не хватит. Математика? А Кабаны из Е-класса? На прошлых экзаменах он был вторым после меня. Весьма неплохо для Е-класса. Однако... У меня нет брешей ни в математике, ни в других предметах. А-а-а-а! Все так напряжены! Так победу не получить! Настоящая победа будет легкой, когда ты делаешь то же, что и всегда. Он будет моей жертвой. На пути к победе. Я докажу всем. Два дня экзаменов. От них зависело все. Наши пари. И наши убийства. Итак, класс. Пришли результаты ваших экзаменов. Начнем проверку. Английский язык. Первый в Е-классе. И... Первый в школе. Накамура Рио! Вот вам! Что? Превосходно. Хотя я беспокоился, что твоя игривость возьмет верх. Все-таки на кону 10 миллиардов йен. И не забудьте одно щупальце, учитель Кора. Не забуду. Нагиса, ты неплохо потрудился. Но у тебя еще осталась привычка делать орфографические ошибки. Тем не менее, первое место за предмет означает минус одно щупальце. Посмотрим, будете ли вы праздновать, когда я оглашу весь список. Далее японский. Первый в Е-классе... Канзаки Юкико! Однако, первое место в школе уходит... ОСАНО ГАКУСО! Канзаки, ты отлично поработала. И это главное. Уметь же ОСАНО зарабатывать эти баллы... Он силен. Он отстал от Накамуры по-английскому лишь на один балл. Не зря он первый в стране. Ни в одном предмете у него нет проблем. Всех их зовут большой пятеркой. Но все сводится к ОСАНО. Нужно достичь его уровня, иначе вершины не видать. Давайте продолжим. Пообщество знаний. Первое место в Е-классе занял Исагайюма. А кто же в школе? Поздравляю! Ты победил, ОСАНО, и занял первое место. Есть! Прекрасная работа, учитывая сложные вопросы, с которыми ты столкнулся. 2-1, мы впереди! Теперь есть свознание. ОКУДА! Первое в Е-классе... ОКУДА МАНАМИ! В школе... Превосходно! Первое в школе тоже ОКУДА МАНАМИ! Счет 3-1! Нам уже не важны результаты по математике. Е-класс выиграл пари! Отличная работа, ОКУДА! Ты заслужила это, щупальца! И мы можем попросить их об одной услуге! Жду, не дождусь! В итоге, остается математика. Между пятью предметами, счет 3-2! Мы проиграли Е-классу! Что может быть унизительнее? Но всё не так плохо, Каяма! По общим результатам, мы всё равно первые! Я был готов к схватке с парнем, который отнял в прошлый раз четвёртое место! Но этот парень вырыл собственную могилу! Этот лузер даже не старался! Позорище! А-класс действительно сильнейший! Они занимают первые шесть мест по пяти предметам! Лучший общий результат в Е-классе у Катаоки и Токебояши, занявших седьмое место! Это было ожидаемо! Весь А-класс занимался как безумные! И преподаватели усложнили тесты! Ленивые ученики не смогут догнать остальных! Что вы хотите сказать? Я такой крутой! Я сдам все экзамены на сто! Ты так думал? Вот же позор! Хочется поздравить с сохранением личного лучшего результата! Но этого не случится! А всё из-за пари с Е-классом, что ты устроил! И это пари ты проиграл! О нём уже вся школа знает! Теперь тебе сложно будет отклонить просьбу Е-класса! Твои действия! Хочешь защиты школы? Обойдусь! Как мне помнится, ты хотел посадить меня на поводок и раскрыть мои несуществующие секреты! Ты умеешь говорить важно! Щенок, который даже не может выиграть простое пари! Ученики, которые могут уничтожить одно мое щупальце Накамура, Исагай и Окуда Ты же ничего не сделал! Ни для этого убийства, ни для пари! Ты это понял? Ученики, не способные делать то, что необходимо в нужный момент, начнут ощущать, как падает их авторитет в классе! Убийца, который не желает точить свой клинок, не настоящий убийца! Он не больше, чем хвостун, размахивающий ржавым мечом! Ты не перестарался с ним? Не волнуйтесь! Я немного ранил его, чтобы он быстрее вернулся в строй! Ему был дарован замечательный талант! Но таким талантливым людям не хватает опыта! Опасно тренировать тех, кто не знает сильных противников, и пытается победить, практически не стараясь! Чем раньше такие люди узнают горечь поражения, тем более великими они станут! Экзамены! Прекрасный метод! Обучить победе и поражению, силе и слабости! Ученики, собирайте весь свой багаж! Побед и неудач! Научитесь тому, что значит побеждать, и что значит проигрывать! Это очень важно в жизни! Я сам когда-то не понимал этого! Итак, класс! Вы отлично потрудились на экзаменах! Трое учеников победили в трёх предметах из пяти! Почему бы нам не начать убийство? Тройка финалистов выбирает щупальца на свой вкус! Три щупальца ничего им не дадут! Проблемы начались бы с шести! Постой-ка, осьминог! У нас в классе больше трёх финалистов! Нет, их точно трое! Тарасака! Японский, английский, общество знания, и это всё! Чё? Не придуривайся! Пять предметов! Японский, английский, общество знания, естествознание и домоводство! Домоводство? Никто не говорил, какие предметы нужно сдавать! Хорошо, что мы обсудили это друг с другом! Погоди минутку! Домоводство это... Что не так? Ну что, учитель Кора? Домоводство самый трудный предмет! Точно, учитель! Вы нам обещали! Четверо из нас дали самый важный предмет домоводства! Итого у нас семь щупалец! Даёшь семь! Даёшь семь! Даёшь семь! И ещё, учитель Кора, мы тут с ребятами обсудили. Для этого убийства мы используем наш приз, который выиграли в паре. Что? Церемония окончания семестра настала в наш последний день. Но у нас ещё... Осталось последнее дело. Ооо, президент ученического совета, собственной персоной! Чего тебе? Я слишком занят, чтобы тратить время на Е-класс. Ооо, постой, постой. Ты случаем ничего не забыл? Асана, мы заключили пари. Победитель может попросить одну вещь. Мы посылали вам сообщение. Полагаю, вы не возражаете? И даже не думает некиваться от этого. Мы всегда можем добавить к остальным предметам и домоводство. И всё равно выиграем. Тебя обставила в собственной игре кучка оболтуса. Да. Правда, их аргумент это всего лишь детали. Но я рад этому. Домоводство не входит во вступительный экзамен. И заключительный штрих! Оливковое масло! Поэтому учителя могут добавлять в тесты любые вопросы, какие только захотят. Е-класс оказывается в крайне невыгодном положении, поскольку я единственный учитель. Должно быть, они серьёзно занялись изучением прошлых тестов. Ради того, чтобы насолить мне. Креативное мышление, поиск лазейки и сила удара в цель. Они просто созданы для моего класса. Кстати, почему мы остались здесь? Харасума сказал, что нам нельзя на церемонию. Потому что ты осьминог! И потому что ты бич! Карма! С каких это пор ты ходишь на школьные церемонии? Если я пропущу сейчас, будет выглядеть так, словно я сбежал. Нет уж, спасибо. Ты хаос бич! Ты хаос бич! А? Учитель Карасума! Фальшивая Рицу меня отвлекает! Я не могу сосредоточиться! Смирись. Нам надо держать в тайне, что Рицу ИИ. На самом деле, это дочь моего начальника. Она знает, что лучше не задавать вопросы. И начальник рад, что благодаря Рицу, её оценки улучшились. Она сидела со мной на всех экзаменах. Я так сильно отвлекался, что оказался последним в Е-классе. Последним в Е-классе? Это где-то середина по школе. Он очень высоко поднялся со дна. Так! Начинаются летние каникулы, но вы сильно не расслабляйтесь, вы не... Вы не хотите оказаться среди Е-класса... Даже его нападки на Е-класс не действуют. А всё потому, что наш класс сражался за первое место. Сегодня с нами нет учителя Кора. Но мы стояли с высоко поднятой головой. С окончанием семестра ученики начали лучше осознавать своё место и способности. Это послужит топливом для пламени ненависти и опасности перед Е-классом. Даже в такое время, когда мир на Земле под угрозой, мои принципы образования действуют безотказно. Однако, поскольку они класс неудачников, во время летних каникул будут приняты меры. Возьмите для каждого. Опять он дал нам талмуды. Да это боя, мне иначе! Даже этого будет мало. Летом бывает слишком много искушений, чтобы упомянуть всё. Теперь... Начинаются летние каникулы. Но вы подготовили крупное мероприятие. Да, и ради этого мы выиграли пари. Обычно эту привилегию получает класс с лучшими оценками. И, как правило, это А-класс. Но в этот раз лучшими стали А-класс и Е-класс. Вы смогли заслужить это. Летний отдых. Особый курс для летней школы Куники Гаолка. Три дня на курорте Окинавы. Ю-ху! Ха-ха! Да пускай они забирают эту чёртову поездку! Тоже мне большая пятёрка завалили чёртову поездку, идиоты! Единственный, кто победил, это Асана! Заткнитесь уже. Проиграли, так не лайте. Сидите смирно, пока я не дам вам приказ. Вы заплатите за это. Сначала я разберусь с Е-классом, а потом займусь отцом. Итак, что вы хотите сделать? Мы решили. Мы используем наш выигрыш. Во время летних каникул. Семь щупалец — это большое преимущество, но его мало. Охотитесь за мной на этом острове с присущей вам жаждой крови, окружённом моей слабостью водой. Честно говоря, вы меня удивили. У меня прекрасные ученики. Я составил табели для ваших родителей. Вот мои табели. Специально для вас! Потолка падали двойные круги. Самая лучшая оценка от нашей цели за семестр. За первый семестр вы использовали все выученные основы. Летние каникулы, прекрасное время для веселья, для учёбы, и, конечно же, для убийства. Третий я класс — средней школы Куникигаока. Класс убийц! Первый семестр, посвящённый основам, завершён. Сюрприз! Научи нас, Кунедон! Всем привет! С вами Кунедон! Господин Кунедон! Ученики средней школы Куникигаока с наилучшими оценками получают фантастическое привилегие для лучших! Три дня и две ночи в тропической школе на Окинаве! Готовьте дипломатические паспорта! Школа оплачивает обслуживание и прочие услуги! Ученики могут учиться с удовольствием! Разгулы пьянки! Ура! Что? Почему я класс? Какого хрена? Эпизод семнадцатый. Время острова. Ого! Только посмотри на эту красоту! Начались летние каникулы. Время, когда мы свободны от школы. Или нет. И почему мы всё ещё в школе? Мне не хочется, чтобы другие видели, как я ловлю жуков в таком возрасте. Я городской житель. Всегда хотел это попробовать. Гарума как раз мне указал хорошие места с жуками. Но я не ожидал, что ты пойдёшь, мои хара. Я не знал, что ты любишь насекомых. Наше следующее убийство будет на курорте, верно? А это значит, что нам кое-что понадобится. Что же? Бабло! Тебе необходим набитый лопатник, чтобы заполучить красотку в купальнике. Этот клоп ничего не даст. А вот крупный рогач. За него нам дадут десять штук. Продадим его через интернет. У нас будет куча денег на шикарный ужин и своё место для отдыха. Кажется, мои хара-поцебыла о том, какова цель поездки. Да. Это уже не совсем планы подростка. Не сработает. Крупный рогач не подойдёт. Курахаши. Утречка. Вы тоже сюда пришли за деньжатами. Курахаши, почему ты решила, что рогач не подойдёт? Просто, когда мы родились, они ещё были популярны и раскупались. Но сейчас их научились выращивать в искусственных условиях, так что их цена заметно упала. Это же крах крупного рогача. Я думал, что за него можно купить одну красотку. Не выйдет. Красотки нынче стоят гораздо дороже. А ты много знаешь, Курахаши. Тоже любишь жуков? Да. И других существ тоже. А давайте, пока мы здесь, поохотимся на жуков. Если постараемся, найдём целую кучу. Невинная, открытая Курахаши. Много знает о живой природе. Она-то нужен таким глупым парням, которые ничего не смыслят. Неплохой улов. Ого. Ты даже установила ловушку? Сделала её дома. Вчера вечером пришла и повесила её здесь. Повесила где-то штук двадцать. Так что, если повезёт, получим тысячу за каждую. Неплохой курс, заблавство. Надеюсь, мы поймаем того, кого я хочу. Какая неэффективная ловушка. И вы зовёте себя Е-классом? Окоджима! Ловите за раз тысячу йен? Смешно. Моя ловушка принесёт мне десять миллиардов. Десять миллиардов? Именно. Раз мы устраиваем убийство на Южном острове, в это время осьминог будет менее осторожен. Я рассчитываю на это! Попался, попался! Он попался в мою ловушку с Поревом! Нифига себе! Ты знал, что учитель Кора может быть таким медленным. Должно быть, это то, что ему нужно. И что это у него за костюм Рогача? Он пытается слиться с окружением? Как жалко. На каждой горе есть оно. Хранилище порно. Дети, которые находят там свои мечты, взрослеют и уже сами покупают такие журналы. А затем оставляют их для других, чтобы те нашли свои мечты. Это место бесконечной мечты! Я рад, что вы пришли! Помогите мне, и наша Айрасила подарит ему мечту, после которой он не проснётся! Мы дошли до крайней степени тупости. Я долгое время изучал его предпочтения. Я не могу покупать журналы, но кое-что нашёл. Я думал, он любит большие сиськи. В принципе, так и есть. Грязные журнальчики — это мечты. Все ищут свои идеалы, и здесь всё важно! Фотографии или манго могут вызывать совершенно разные реакции. Невероятно, Акаджима! Ты что, целый месяц сменил журналы и наблюдал за его реакцией? Ни одному взрослому не следует целый месяц листать порнушку. Это жалко. Это то же самое, что и твои ловушки, Курохаши. Тебя ведь тоже занимает изучение поведения жертвы? Ага. У меня грязный ум. Можете меня за это ненавидеть. Но как грязный извращенец, я знаю. Порнография спасёт мир. Он так круто это сказал! Я убью его! Под этими журналами лежит сетка с противоосминожними пулями! Он поглощён чтением, и я его схвачу. Разрежьте верёвку и активируйте ловушку. Я выбегу и прикончу его. Всё, что угодно, может стать твоим мечом. Эротический меч Акаджимы вполне может разрубить учителя Кора. Что за... Что за... У него глаза вытянулись. Я ничего не знаю о таком лице. Что это за порнушка такая? Попался. Рога Чдыбовского? И ещё с такими глазами. Они белые, учитель Кора? А, Курохаши. Белые. Здорово! Его я искала! Да, он был на этой горе. Ах, мы были так близко! Не понимаю, чему они так радуются. Но не каждый день увидишь, как гигантские рогачи школьницы прыгают на стопки порножурналов. Какой стыд! Мне очень-очень стыдно! Я опозорен. Такое поведение не гожит для преподавателя. Я знал, что под этими журналами была ловушка. Но каждый раз появлялись всё более интересные журналы, и я не мог устоять. Он всё знал! Так, в чём дело, Курахаши? Это тот самый рогач Дыбовского? За них отдают ещё меньше, чем за крупного рогача. Последнее время они поднялись в цене, потому что их очень тяжело разводить. Такой большой можно продать за 20 тысяч. 20! И посмотрите на его глаза. Обычно они чёрные, но у этого белые. Я ведь уже рассказывал вам про альбинизм. Да, редкие животные, которые рождаются чисто белыми. Да! У рогачей он проявляется только в глазах. Шанс найти рогача с естественными белыми глазами крайне мал. У него большая научная ценность. Его с лёгкостью можно продать и за 100 тысяч. Стоп! Я говорила учителю Кора, что хотела бы найти такого. И он сказал, что воспользуется своими глазами, чтобы найти его. Итак, ничтожество. Поднимите руку, кто хочет этого жуна. Хочу! А вот фиг вам! Так это я его поймал! Убийство, порнушка, живые существа, летние каникулы, время исследования и открытий. До нашей убийственной поездки на остров осталась неделя. До нашей убийственной поездки на остров осталась неделя. Мы готовились к ней и тренировались так, чтобы всё пошло по плану. Я вижу, вы, детишки, трудитесь в поте лица, несмотря на то, что сейчас каникулы. Вам тоже надо тренироваться, Бич-сенсей. Вы обращаетесь с оружием не намного лучше нас. Взрослые более хитрые. Я воспользуюсь вашим планом и выберу лучшие части. И в этом вся Ирина. А! Наставник Ловра! Он здесь в качестве особого инструктора на лето. Он поможет с нашим планом и даст профессиональные советы. Расслабишься хоть на день, твои пальцы уже забудут, как убивать. Если не хочешь, чтобы тебя выгнали, бегом переодеваться! Так точно! Даже Бич-сенсей не может ему ничего возразить. Да уж, он довольно страшный человек. Спасибо за сотрудничество. Сейчас дела идут не очень. Я не смог связаться с самыми многообещающими киллерами. Возможно, они испугались из-за того, что остальные не справились. Может быть. Сейчас вся надежда на детей. Я полагаю, его здесь нет, верно? Да. Он планировал полет на Эверест, чтобы пережить жару. Это хорошо. Для его убийства нам нужен хорошо продуманный план. Понятно. Сначала уничтожим обещанные семь щупалец. Затем все остальные ученики присоединятся и добьют его. Это мне понятно. Но что значит первый шаг? Психологические атаки. Сначала мы отвлечем его, чтобы он потерял бдительность. Учитель Кора недавно просматривал эротические журналы. Пожалуйста, не говорите никому, хорошо? И он дал нам по мороженке. Как будто нас так легко заткнуть. Мы покажем ему, где раки зимуют! Сначала мы шантажом загоним его в угол. А потом все остальное. Какой брутальный метод убийства. Но ключевую роль играет финальный удар. Верный момент и точная цель крайне важны. Вы беспокоитесь за силу учеников? Нет, наоборот. Двое из них весьма впечатляют. Чиборюновске. У него отличное чувство пространства. Он второй по меткости снайпер в классе. Хаями Ринка. Хорошо владеет обеими руками. И у нее острое кинетическое чувство. Она солдат, способный поразить движущуюся цель. Они не особо выделяются, но уже справляются с профи. Результаты говорят сами за себя. Хотела бы я их обучать самостоятельно. Все остальные находятся на достойном уровне. Они хорошо развили свои таланты за такой короткий срок. Я вижу в них огромный потенциал. Твой прицел стабилизировался. Некоторые предпочитают стрелять со скрещенными ногами. Да, да. Вот так профи. Тебе тяжело контролировать дыхание. Не мучай себя. Лучше найди более подходящий способ стрелять. Я хотел его спросить. Этот человек знает все о том, как быть убийцей. Господин Ловра. Это он. Что такое? Что представляет из себя лучший убийца? Я вижу его потенциал. И не только. Интересуешься миром убийц, мальчик? Нет. Нет. Не то чтобы... Дай подумать. Есть только один человек на Земле, кого можно назвать лучшим убийцей. Никто не знает его настоящее имя. Что свойственно этой профессии? Все зовут его по прозвищу. И это... Шинегами. Неуловимый. Хладнокровный. За ним тянется след из множества трупов. Он является олицетворением самой смерти. Если ты не можешь убить свою цель, рано или поздно за ней придет Шинегами. Такой человек есть? Мы не можем упустить свой шанс на острове. И еще, мальчик. Я научу тебя стопроцентной технике. Стопроцентной? Точно. Непобедимое движение от профессионального убийцы. Итак, наша убийственная поездка на остров началась. Только не лодка. Что угодно, только не лодка. Моя голова готова взорваться. Я сейчас взорвусь. Вставайте, учитель Кора. Я уже его вижу. Шесть часов поездки. Место, где мы убьем учителя Кора. Остров! Добро пожаловать в отель курорта Фукума. Располагайтесь и наслаждайтесь этим тропическим соком. Вот это жизнь! Вокруг такие яркие краски и такая жизнь! Из отеля можно сразу выйти на пляж. Здесь полно развлечений на любой вкус. Мы устроим сами знаете что после ужина. Давайте сначала отдохнем, учитель Кора. Небольшими группами, прямо как на школьной поездке. Я обеими щупальцами за. Зажигай и убивай! За то, что нужно для летних каникул класса убийц. Эй, по-моему один дельтаплан летит быстрее других. Он не может так круто разворачиваться и делать бочки. Нечестно, учитель Кора! У нас слишком большая разница в силе! Максимальная скорость достигает 150 километров в час. В истребителе самая важная деталь – двигатель. Кого вы теперь изображаете? Перекош и дзиро. Совсем не похож! Чепуха! К тому же он строил истребителя, а не летал! Вы вообще ошиблись! Первая группа хорошо его отвлекает. Действительно. И с убийством в придачу. Они не хотят привлекать внимание к другим группам. Да. Мы следующие! Давайте сделаем то, что нужно и переоденемся! За дело! Кажется, что мы веселимся. Но всё абсолютно серьёзно. Мы осматриваем местность, чтобы убедиться, что сможем убить его по плану. А что это за узор у вас на лице? Это загар. Дельтаплан защитил только верхнюю половину лица. Кстати, четвёртая группа смотрит на дельфинов? Да. На корабле вы не против? Ничуть! Пока одна группа проводит время с учителем Кора, другие заканчивают подготовку. Где учитель Кора? Исследует пещеры с третьей группой. Пока он там, он нас точно не увидит. Значит, мы можем выбрать точки для стрельбы. Давайте поторопимся. Эти двое — это ещё парочка. Они так и светятся профессионализмом. Что за фигня? На пляже совсем никого нет. Последний гость уже ушёл. Школа арендовала я классу отелей «Местность рядом». Это уже не в какие ворота! Почему такое происходит, когда я демонстрирую прелести? Этот план самый крупномасштабный за всё время. Пока что подготовка идёт отлично. Мне скучно, Карасума! Я хочу обольстись кого-нибудь! Единственное, о чём я волнуюсь... Эй, стой! Что это ты взял инициативу? Мы хоть и одни на пляже, но я не думала... Какого... Ирина, мне надо кое-что спросить. Когда ты как профессионал сказала, что в твоей профессии редко что-либо идёт по плану? Да, верно. Я видела их план. В таком грандиозном плане обязательно будет пара осечек. Думаешь, я просто расслабилась и веселюсь? Я готовлю свой план. Когда план детишек не сработает, я воспользуюсь предоставленным шансом. Выскочу и поражу цель. Надеюсь, убийство пройдёт без осечек. А-а-а, как я повеселился. Он даже загорел. Это не просто загор! У вас даже зубы загорели. Не поймёшь ваше выражение лица. Ладно, учитель Кора, убийство будет после ужина. Хорошо. Сначала поедим в ресторане на корабле. Не слишком ли он много веселится? А мы должны были притворяться, что нам весело, пока все готовились. Зато, если сегодня мы убьём его, завтра уже сможем отдохнуть. Неплохо будет. Давайте завершим день успешным делом. Прошу вас. Мы арендовали весь ресторан. Давайте наслаждаться едой в вечернем море. Понятно. Вы усыпите мою бдительность, посадив меня на корабль и ослабив меня. Всё верно. Это же основа успешного убийства. Прекрасная идея! Но сработает ли она сейчас? Морская болезнь – ничто для учителя, который ожидает нападения. Вы совсем почернили? Я настолько загорел? Мы даже зад от переда отличить не можем. Это никуда не годится. Сделайте уже что-нибудь. Возможно, вы забыли, мои ученики. Я могу линять, и поэтому я могу сбросить эту чёрную кожу. И я вновь прежний. Это же ежемесячная линька! Ещё одно её применение. Обычно я храню её для экстренных случаев. Точно. Это же можно только раз в месяц. Как мы раньше не могли убить этого олуха? Мы тренировались всё лето и подготовились к этому дню. Всё готово. На этот раз мы сможем убить его. Давайте, учитель Коро! Ужин кончился! Мы пойдём сюда! Плавучая церквушка рядом с отелем! Ну, присаживайтесь сюда, учитель Коро! Отсюда вам не сбежать. Убийство будет весёлым! Начнём, пожалуй, с кино. Ваш ум? Изобретательность и желание убить. Я буду ожидать от вас лучшего! Я ожидаю полноценного убийства! Итак... Что же вы задумали? Для начала вы смотрите видео, смонтированное Мимурой. Затем семёрка отличившихся уничтожит ваши щупальца. Для нас это будет сигналом начала убийства. Вы согласны, учитель Коро? Очень хорошо! Спасибо за видео, Мимура! Рад стараться! Я даже ужин пропустил, пока монтировал видео! Эта церковь со всех сторон окружена водой. Есть шанс, что стены и окна пропитаны опасным для меня веществом. Побег слишком опасен. Полагаю, мне придётся уворачиваться внутри. Учитель Коро! Мне надо вас обыскать! Мы окружены водой, но если вы протащили с собой купальник, можете сбежать. Вы очень усмотрительны, но я не стану жульничать! Этот учитель может увернуться от атак, даже в то время, когда я прикасаюсь к нему. Но... мы... все готовы! Эпизод 18, время действовать! Готовы начинать? Не сдерживайтесь! Нападайте на меня! Начнём! Учитель Коро! Где-то в Токио, средняя школа Куниги Гаока, третий Е-класс. Учитель этого класса является целью убийства учеников. Сегодня группа разведки Е-класса изучит цель в её естественной среде обитания. Вы недооцениваете меня. Я чувствую по запаху, что двое учеников отсутствуют. Отсюда я могу учуять лучших снайперов Е-класса. Хайями и Чибу. Но видео сделано очень хорошо! Мимура, ты сам его смонтировал и озвучил. Отличная операторская работа и музыка. Ты постарался на славу. Я прямо чувствую! К нам присоединились участники группы разведки, которые поделятся добытыми сведениями. Мы выслушаем их немного позже. Его взятка не сработала. Не сработало! Офисные работницы его самые любимые. Это все грязные журналы, которые собрал осьминог. Нет! Акаджима, ты что? Я же просил тебя никому об этом не рассказывать! Крупная тень появилась в очереди в женское кафе. Тоже это? Это он. Я Кора. Его маскировка не сработала. Это чудо, что они не узнали, что он не только не женщина, но и не человек. Порно, переодевание и ни капли раскаяния грязные извращения. Перезарвлата. Спасибо. Он создает очереди склонов за бесплатными платками. Спасибо. И что же по-вашему он с ними делает? Спасибо. Он жарит их и съедает. Я обнаружил, что у них солький вкус и приятная текстура. Он не заслуживает, чтобы его называли живым существом. И это еще не все. У нас в наличии еще час компрометирующего видео с этим учителем. Еще час компромата? Я мертв. Меня уже убили. Теперь, когда это все раскрыто, я не могу больше жить. Кстати, заметили ли вы что-нибудь? Пока смотрели наше документальное видео, учитель Кора. Вода. Но я не почувствовал, чтобы кто-то ее выливал. Невозможно. Прилив! Кажется, кто-то подрезал опорные веревки. С морской болезнью, опозоренной и сидящей в воде. Вы очень сильно снизили свою скорость. Теперь главное блюдо. Твое обещание. Не уворачивайся. Отличная попытка. Но я знаю, где прячутся снайперы. Если я буду следить за тем местом... Операция началась! Поехали! Прошло пять секунд. Она развалилась? Отлично! Прошло 35 секунд. Флайборды! Водяная клетка! Учитель Кора тяжело воспринимает перемены в обстановке. От церквушки к водяной клетке. Он начнет ошибаться. И его скорость упадет еще сильнее. Прошло 53 секунды. Начать обстрел цели. Прицел. Зона обстрела вокруг Учителя Кора один метр. Учитель Кора! Настроено прямое попадание! Но мы не будем целиться в него! Мы перекроем пути отхода градом пуль! И это не все! Последний удар. За ними. На берегу стоят два муляжа, пропитанные их запахом. Мы заставили его приглядывать за берегом. Сделали вокруг него водяную клетку. И создали новую цель для снайперов. Конец игры! Вы отлично! Постарались! Нагиса! Нагиса! Это совсем не похоже на прошлые попытки. Кажется, получилось. Будьте начеху! Он может восстановиться! Исагай, Катаока, меняем план! Следите за водой! Да! Ему некуда бежать! Смотрите! Пейн! Угу! Что это? это мой сильнейший козырь идеальная защитная форма оболочка создана из высокоплотной конденсированной энергии энергия которая осталась после моего уменьшения создала вокруг меня твердую оболочку в этой форме я абсолютно неуязвим как так просто если вы будете в этой оболочке то мы вас не убьем вообще-то это не совсем так этот кристалл распадется примерно через день после этого мое тело мгновенно надуется поглотив энергию вернется первоначальной форме с другой стороны пока кристалл не распадется я целый день не смогу никак передвигаться это влечет за собой определенный риск куда ты положила эту штуку выбросила куда же еще больше всего я боюсь что меня засунут высокоскоростную ракету и отправят на край галактики но я проверил эту возможность в мире нет ни одной ракеты которая способна совершить такой полет за сутки он обставил нас у него был очередной козырь мы учли все его слабости все равно проиграли тоже мне не убиваем этот пузырь точно можно чем-то разбить не получится даже атомная бомба не взорвет его я понял раз нет слабости то ничего не поделать прекрати без рук я не могу прикрыть лицо простите простите раз пошла такая пьянка я прилеплю морского слизняка найдите кто-нибудь грязного старика шку я засуну ему эту штуку в трусы нет спасите с ним можно сделать все что угодно а корма в таких случаях весьма изобретателен остановимся на этом ребята я поговорю с руководством о том что с ним сделать бросите меня в бассейн с веществом которое меня убьет не сработает как и прежде часть моей энергии уйдет на взрыв и все вокруг разлетится на куски но вы должны гордиться собой ни одна армия не смогла так близко подобраться ко мне все это стало возможно благодаря вашему изумительному плану учитель кора как обычно оценил нашу попытку убийство но это было разочарование после пережитого шока от нашего безуспешного нападения вместе с чувством необыкновенной усталости мы вернулись в отель цитата с высокоскоростной камерой где это вообще было возможно когда выстрелил я понял что промахнулся и моя пуля не попала в него ответить точно я не могу точно рассчитать время когда он принял новую форму однако если бы ты выстрелил на 0,5 секунды раньше или пуля хаями была на 30 сантиметров ближе у вас был 50 процентный шанс убить его прежде чем он заметил бы я был так уверен мы тренировались на репетиции мы стреляли в менее устойчивые цели я не промахивался но когда пришло время мои пальцы напряглись и мой обзор снизился и у меня напряжение того что мы обязаны попасть тот критический момент не думала что это так сильно отличается от практики я вообще вымотался давайте пойдем в номера и отдохнем мне уже не хочется ничего делать да что с вами промахнулись и уже мы ничего не можем мы сделали все что смогли так что завтра мы можем просто отдохнуть я за завтра я собираюсь любоваться красотками в купальниках мне плевать насколько я устал у меня обязательно подчеркнуть активность это очень странно все как-то слишком устали нагиса можно я в тебя облокочусь накамура я хочу пойти в номер и переодеться но мое тело совсем не слушается это ты горишь от этих фантазий у окаджима что это извините где на острове больница и и нет у нас маленький остров привет учитель похоже вашим ученикам не здоровится кто это моя личность сейчас не так важна скажем так за вашей целью охотиться не только своро школьников то есть их самочувствие твоих рук дело это искусственно созданный вирус если вы заразились им все кончено инкубационный период и симптомы различаются но через неделю клетки тела будут разрушены и человек погибнет этому вирусу есть одно противоядие к несчастью для вас она сейчас у меня мне не охота приносить его вам так что приходите и возьмите сами на вершине горы есть отель принесите мне того за кого назначена награда жду вас в течение часа на верхнем этаже однако вы учитель слишком сильно и даже опасно лучше пришли тем не самых низкорослых учеников которые еще на ногах тех мальчика и девчонку мы поговорим у стойки регистрации следуйте моим указаниям и в обмен на цель вы получите противоядие но если свяжитесь с кем-нибудь с берега или опоздаете хоть на секунду все существующее лекарство будет уничтожено я должен поблагодарить вас за то что обездвижили его видимо боги на нашей стороне как такое возможно посторонне вмешивается в подобную ситуацию господин карасума к сожалению ничего не вышло мы даже сказали что являемся представителями правительства но они все равно заявляют о конфиденциальности клиентов смысле отель на горе известное место для проведения незаконных сделок отдаленный остров на юге страны что может быть лучше у них есть связи даже в правительстве у полиции связаны руки так что они явно не будут сотрудничать с нами что нам делать если будем сидеть то мы просто умрем мы приехали не за тем чтобы быть убитыми угомонись ешь это мы так просто не умрем придумай какой-нибудь способ да прости хара мне кажется это очень подозрительным послать двух учеников за лекарством вот этих двух гномов он моментально возьмет их в заложники мне жутко бесит те кто пойдет на такое никто не смеет трогать моих одноклассников наши клетки лучше проигнорировать его требования давайте поедем больницу в токио я против если этот вирус действительно создан искусственно даже самые крупные больницы не смогут найти к нему противоядия мы только причиним им вред если потратим на это время ты что мы пока позаботимся об их симптомах а вы идите в назначенное место таки боешься наши руки связаны если вы учитель кора двигался у нас был бы шанс если бы мы только не провалили его убийство значит он охотится за тобой не знаю согласятся ли ученики так просто отдать его что делать у нас только час есть один выход учитель кора все готово похоже рицу завершила то что я ей поручил для этого мне нужны здоровые ученики готовьтесь к тому чтобы испачкаться высоко я проникла в компьютерную сеть отеля и достала его план включая положение охранников большое число охранников расположено внутри и вокруг главного входа войти внутрь невозможно не пройдя мимо ресепшен а туда можно попасть если забраться вверх по скале это непроходимый путь и там нет охранников если вы не хотите чтобы злодей ушел с поличным есть только один выход двое здоровых учеников приглядывать за десятью больными в это время все остальные должны отсюда проникнуть в отель наброситься на врага и украсть противоядие наш план убийства был продуман настолько тщательно что учитель кора принял идеальную форму защиты потом случилось непоправимое мы не можем ждать помощи от учителя кора мы должны сами украсть вакцину злоумышленников у нас 10 больных учеников за которыми приглядывают двое остальные здоровые ученики должны проникнуть в отель минуя охранников и злодеев и получить противоядие это слишком опасно тот кто нам угрожал доказывает что это настоящий профи верно тогда будет разумнее отдать меня ему как думаете все зависит от вас по моему это невозможно они разобьются быстрее чем попадут внутрь все же это бесполезно придется послать эту парочку нагиса каяна прошу вас склон может и крутой но это не проблема учитывая наши обычные тренировки верно вот только мы не готовились к стычке с неизвестным врагом в отеле так что учитель карасума хоть это и тяжело но вы поможете нам мы покажем этому мерзавцу что он не с теми связался вы же видите что это необычные ученики в вашем распоряжении пятнадцать солдат особого назначения пятнадцать про меня не забывайте ладно времени у нас мало внимание всем наша задача добраться до верхнего этажа отеля скрытое проникновение приведет к неожиданной атаке используйте те же сигналы и жесты которые вы использовали на тренировках единственное различие наша цель у вас три минуты чтобы запомнить карту миссия начинается в 2150 есть эпизод девятнадцатый время шабаша осталось 50 минут не отставайте акана очень ловкая да уж она нас всех обгоняет чего не скажешь о наших учителях из них только один может лазить аккуратнее карасума все ученики поддерживают отличный баланс я заставлял их сбираться на гору за школой понятно вот почему они так свободно летали на флайбордах заткнись и лезь дальше у меня руки сейчас отвалятся почему бич сенсей тоже с нами полезла кажется она не хотела чтобы мы оставляли ее позади было бы лучше если бы она нас не тормозила как подожди хотел бы но у нас тут четкий график и то верно вперед осторожно он острый чуть не поранилась давай уже скорее нафига ты тащишь эти пушки все же если этот человек знает об учителя кора кто же он лицо покажи еще раз маршрут для проникновения есть отображая план здания последняя проверка мы не можем использовать лифты поскольку у нас нет карточек для каждого этажа нам следует идти по лестницам они раскиданы по всему зданию отеля так что придется много побегать это как телестудия в смысле для подстраховки от террористических актов они создают сложный план здания ты многое знаешь теперь понятно почему плохие парни любят это место открываю боковой вход заходите времени мало да здесь больше охраны чем я ожидал нам будет тяжело пройти мимо них может отправить нескольких человек нет слишком рискованно врагов слишком много что же делать что тут думать надо идти напролом вы хоть понимаете нашу ситуацию бич сенсей как мы пройдем мимо всех охранников я же сказала напролом простите меня кажется я немного перебрала с выпивкой а ничего страшного мисс я пианистка буду выступать здесь на следующей неделе пришла пораньше чтобы осмотреться пианистка они постоянно к нам приезжают посмотрю настроена ли пианино тогда точно протрезвею на вы не против если я немного поиграю позвольте я поговорю с менеджером будет вам я хочу чтобы вы послушали меня а потом раскритиковали раскритиковали да критикуйте меня пожалуйста я могу ошибиться и вы меня накажете а она хороша фантазия экспромт шопена убийца который знает не только свое ремесло но и способы применять обаяние и очаровывать она двигает всем телом под ритм музыки духовное обольщение все вокруг смотрят только на нее пожалуйста не стойте так далеко от меня посмотрите поближе на мои старания я отвлеку их на 20 минут идите мы были под действием ее чары и думали какая же красивая у нас учительница мы смогли проскочить бич сенси удивительно как она играет с такими ногтями она никогда не говорила что умеет играть то что вы видите постоянно лишь мало ее часть чем лучше убийца тем шире его навыки женщина которая обучает вас красноречию одна из лучших мастеров обольщения в мире вы справитесь даже если я не могу двигаться и и и вы еще не все видели и мы прошли мимо охраны на входе и теперь можем прикинуться клиентами клиентами здесь останавливаются дети из средней школы это как я слышал как я слышал часто мажорные дети миллионеров и актеров избалованные и невоспитанные дети высших слоев которые натягивают невинную улыбку прожигая свою жизнь точно поэтому прикиньтесь такими же детьми как будто вам принадлежит весь мир и да вот так кажется это перебор а ты не присоединяйся однако мы не знаем нашего врага в лицо он может атаковать нас в обличии обычного клиента передвигайтесь с осторожностью заметано извините о куда таки бояши ничего у них высокая температура нужно охладить голову чтобы избежать повреждения мозга да а такой сильный вирус не мог распространиться по всему острову маловероятно мы например до сих пор здоровы скорее всего он передается через рот должно быть его подмешали в еду или в напитки вряд ли бы они стали рисковать заражая всех подряд я сказал об этом другой группе вирус которым заразили только наших одноклассников как и когда это случилось мы впрямь похожи на обычных гостей они стараются избегать чужих глаз никто не хочет устраивать неприятности я думала что нам будет трудно проникнуть но теперь мне кажется что мы легко доберемся до цели и если что-то случится учитель карасома предупредит нас да мы уже внутри не теряйте бдительность у нас и так время поджимает предлагаю побежать эй Тарасака берегись газ учитель карасома как ты догадалась я не проявлял кровожадности пока шел мимо знаете ли это моя специальность мисс шлем ведь это вы подавали нам напитки когда мы приехали располагайтесь и наслаждайтесь этим тропическим соком фуа странно что такой человек просто расхаживает здесь верно ты внимательно так это вы дали нам этот вирус у вас нет никаких доказательств было много и других возможностей подсыпать яд а а единственные два раза когда мы пили и ели что-то одно были бы приезда сюда и вечером на корабле однако мимура и акаджима весь ужин провели за монтажом видео и раз они заболели остается лишь ваш напиток а это значит что вы убийца дядя круто фуа ты прям как детектив когда читаешь много сёнэн манги начинаешь привыкать к необычным ситуациям журнал сандэй полон таких детективных хитов а как же джамп а детектив в джампе я не уверена но у них тоже неплохой выбор я просто исследователь такая уж эта манга это уже слишком а нельзя было сделать рекламу более скрытой маркетинг это деликатная вещь вы раскрыли мою личность видимо уже поздно вы отравитель и похоже весьма профессиональный парализирующий газ по моему собственному рецепту один вдох и ты обездвижен он рассеивается в воздухе не оставляя улик похоже что вы не собираетесь слушать наши требования переговоры не удались я сообщу об этом боссу быстро когда они успели перекрыть выходы при встрече с врагом перекрой ему пути к отступлению и отрежь связь все верно учитель карасома как только ты нас увидел ты должен был не атаковать а сообщить об этом боссу я удивлен ты все еще говоришь но они лишь кучка детей как только ты умрешь они забудут о твоем приказе и убегут прочь с силен не человеческая скорость однако ужасающий учитель твое предводительство закончится прямо здесь учитель карасома вы не можете идти дальше учитель карасома я поправлюсь через полчаса не бросайтесь в огонь он просто нечто столько газа свалило бы слона да уж он сам словно монстр какой-то профи с опытом и навыками убийцы совсем другое дело и впереди нас ждет такой же профи сможем ли мы победить его сами ах чувствуется атмосфера летних каникул чья бы корова мучала пузырь это ведь не тебя тут пытаются убить нагиса покрути чтобы его стошнило террасака сними шорт и я засуну его тебе в задницу я же сдохну учитель кора почему это похоже на летние каникулы отношения учителя учеников непросты летние каникулы культивируют независимость учеников там где учитель не может их защитить если вы примените навыки из урока физкультуры враги вам будут не так страшны это ваши убийственные каникулы вы справитесь побольше морепродуктов добавить зеленый лук и ложку чеснока а затем пушку а люблю суп с пушкой обожаю когда суп рассачивается через дула у меня на это грудь стынет в жилах он заряжен не волнуйтесь я буду осторожен и смогу стрелять из него без проблем я ухаживаю за ним словно за ребенком каждый день я потираю самое вкусное оружие это вроде моего кредо ты очень странный твои дружки такие же да вроде того если бы ты проделал столько работы сколько мы у тебя тоже появился бы какой-нибудь заскок к примеру смог сам изготавливает свои яды он так сильно стремится найти им лучшее применение что создал свою лабораторию а насчет третьего клешни но даже для убийцы этот чувак еще тот типчик эй эй почему этот мужчина стоит у всех на виду его аура да я сразу могу сказать что он предпочтет убить чем быть убитым открытое пространство с незащищенным видом неожиданная атака или преимущество не помогут чёрт жаль у меня нет настоящего оружия я не думал что оно мне понадобится какая досада не я слышу ваши шаги значит вы недостаточно сильны для меня не скорее всего вас ведет учитель из спецотряда не кажется газ смога хорошо его отделал не они вырубили друг друга в одно время не выходите не он расколол окно своей рукой и кроме того мы все боимся сказать это но он дядь а вы много некаете точно я слышал что так я больше похож на самурая звучит круто поэтому я так делаю ясно может я и ошибаюсь но мне все равно как только я вас убью я смогу нэкать без стыда голые руки это ваше орудие для убийства на них весьма крупный спрос не а еще с ними можно пройти любой обыск не как только я подхожу близко к цели я ломаю ее шею не а если захочу то могу и череп не забавно это не чем больше чем больше ты тренируешься чтобы убивать нэ тем больше тебе хочется использовать эти навыки где-нибудь еще нэ точнее для драк нэ насмерть с могучим врагом нэ какая досада нэ как только я вас увидел мне расхотелось драться нэ и мне не охота убивать мелких ребятишек самому нэ я позову своего босса и коллегу нэ слушай дядь нэ для профи ты какой-то средненький ломать стекло и черепа я тоже так могу раз ты хочешь не драться а позвать подмогу значит ты боишься сразиться с простым школьником нет не делай этого стойте учитель карасума он опустил голову до этого он нагло глядел на противник снизу вверх задирая нос но не в этот раз он такой же язвительный но его глаза смотрят прямо аккуратно он наблюдает за противником после экзаменов он залег на дно но похоже что уяснил свои ошибки хорошо нэ посмотрим на что ты способен выложись по полной схватки против взрослого мы проникли в отель фума денджа чтобы украсть противоядие у неизвестного злодея у нас всего час если мы не успеем вовремя все заболевшие умрут для профи ты какой-то средненький ломать стекла с черепами и я могу раз уж вместо драки ты хочешь позвать подмогу получается ты боишься сразиться с простым школьником хорошо нэ покажи себя нэ пожалуй эпизод 20 время карумы урок 2 и 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 Если он меня схватит, игра окончена. На первый взгляд тут нельзя победить. Но если поменяться местами, это та же игра, в которую мы всё время играли. Классно! Он уворачивается от каждого удара! Учитель Карасома, это ведь ваши приёмы. Сама оборона. Меньше всего важна убийца. Поэтому я не учил их. Но скорее всего, он запомнил, как я уворачивался от ножей. Акабана Карама, даже в Е-классе, его боевой талант на голову выше остальных. Я могу отбиваться, но если начну атаковать, он меня схватит. Что с тобой? Ты не пройдёшь, если не ударишь меня на... Ты уверен? Может быть, я просто отвлекаю тебя, пока остальные могут воспользоваться возможностью пройти мимо? Расслабься. Я ничего такого не делал. Теперь настал мой черёд. Я тоже без оружия. Разберёмся по-честному, как мужчина с мужчиной. Мне нравится этот взгляд. Юный воин, это будет моим шансом на честный поединок из-за всяких убийств. Пора. Всё кончено, Нэ. Опять газ. Не люблю затяжные бои. Я решил испробовать газ, который приготовил смог. Жулик! Драться с парализующим газом нечестно! Я не говорил, что держусь совсем без оружия, Нэ. Не стоит забывать о чужих привычках, Нэ. Ещё один совет выживания в этом бизнесе, Нэ. Парализующий газ в драке, Нэ. И вы не сможете защитить себя, если не пригод... Какое совпадение? Мы думали об одном и том же. Как ты его достал, Нэ? И почему ты его не вдохнул, Нэ? Нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ! Нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. Нужно много людей из-за лента, чтобы одолеть этого монстра. Да, да. Кто сказал, что здесь дерутся по-честному? Нэ-нэ-нэ-нэ! Все уже всё поняли! Осторожно свяжите его. Он ужасно силён. Так что всё ещё опасен. Нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. Я стащил одну ампулу у этого отравителя. Жаль, что она применяется только один раз. Значит, ты предвидел мою атаку, потому ты не вдохнул газ? Но ты видел, что мои руки были пустые. Так как же? Ты разве не понял? Я смотрел на всё, кроме рук. Я уверен, что ты хотел подраться по-настоящему. Но тебе нужно было остановить нас любыми способами. И на твоём месте я бы поступил так же. Я доверился твоему профессионализму. И поэтому был начеку. Понятно. Карма действительно изменился к лучшему. Раньше Карма не знал поражений. Но он получил урок на прошедших экзаменах. Неудачники – это те люди, которые живут, забывая о многих вещах. Как только ты это понимаешь, ты начинаешь серьёзно относиться к противнику. Можно заметить, как враг пытается думать и действовать так же, как и ты. Ты начинаешь понимать их умения и знания. Человек, который осознаёт и уважает силу противника, не будет испытывать трудностей в бою. Ты сильно вырос с одного поражения. Однажды ты станешь великим. С тобой шутки плохи, юный воин. Я потерпел поражение, но был рад сразиться. О чём это ты? Веселье только началось. Эээ? Что это такое, Нэ? Васаби и горчица! Я запихну их вам в ноздри! Что, Нэ? До этого момента я был с вами на чеку. А сейчас вы связаны, так что мне ничего не мешает. Как только я их засуну, заткну вам нос. Наполню рот перцем, который в тысячу раз острее обычного чили. А затем суну в рот кляп и готово. Теперь, дядь Нэ, пора проверить вашу профессиональную выдержку, Нэ. Учитель Кура, карма не особо-то изменился. Да? Я беспокоюсь за его будущее. Ты таскал с собой эту хрень? Ладно, пошли, а то они нас запалят. Тебя громила уж точно. Заткнись! Ребята, вы поднялись на этаж? Дальше бар. Будет непросто. Да? В лаунж-зоне есть входный этаж для вип-персон. Задняя дверь закрыта. Нам придётся пройти через бар, чтобы открыть её. Пора импровизировать. Мы слишком выделяемся. Парни с учителем подождут здесь. А девочки пойдут в бар и откроют вам дверь. Девичья компания не вызовет здесь подозрений. Нет, отпускать вас одних опасно. О, есть идейка. Гляди на звёзды, красиво! Директор постарался. И правда? Благодаря предкам я смог попасть сюда. Со мной товарищи, которым нужно только моё наследство. Отстой. Какие отстойные летние каникулы. Давай, ты же мужчина! Иди вперёд и защищай нас, Нагиса! Нет уж, я не могу идти вперёд. Лучше сдайся. Ну же! Почему я... Нужен был парень, но их здесь досконально проверяют. Но зачем это? Всё ради плана! Правда? Да, правда! Ирицу туда же! Ты слишком неестественно ведёшь себя. Да плевать мне на естественность! Откуда у вас эти шмотки? Мы нашли их рядом с бассейном. Милашка? Не похоже на других, ей всё в новинку. Да, надо как можно быстрее уходить отсюда. Но почему-то именно тебе весело, Фуа. Эй! Ага. Я раньше тебя здесь не видел. Не хочешь выпить? Всё, что захочешь. Всё за мой счёт. Давай, Нагиса. Составь ему компанию. Котаока. Главное, веди себя естественно. Если что, мы подойдём. Когда это подошло? Так тебя Нагиса зовут. А меня Юджи. Ладно, пошли. Так, лестница наверх. Должна быть здесь. Эй, девочки! Вы тут одни? Не хотите с нами развлечься? Да чтоб тебя. Здесь постоянно все подкатывают. Слушайте, я кое-что скажу вам. Я, да? Мы не против развлечься с такими крутыми парнями. Но мы приехали сюда с папочками. А папы у нас довольно страшные. Вы не против? Эмблема Якудза? Это же эмблема мелкого, но ужасного синдиката. Шуэй. Извините нас! Вот трусы. Я же её одолжила. Я, да круто! Да? Вот, я принёс выпить! За мой счёт! Повеселимся! Нет, я... Я не пью. Надо вести себя естественно, пока девочки не дойдут до цели. Юджи, скажи, ты здесь с родителями? Родителями? Как будто у них для меня есть время. Это только между нами. Но мой старик, крупная шишка на телевидении. Ты наверняка его знаешь. Он такой большой человек, что ему сходит с рук почти всё. Он даже хвастался, что сжимал задницу одной телеведущей целые сутки. Твой папаша ненавидит задницы, что ли? Чёрт. Вот я кретин. Вечно я приплетаю своего старика, когда подкатываю к кому-то. Отстой. Это же сигарета. Опасная штука. А, я только начал курить. В моём возрасте, если ты куришь, то ты крут. Наш учитель не уверен в том, что курение делает молодых круче. Но полагает, что жить будет сложнее. Парням изначально жить тяжело. Мы все должны доказывать свою крутизну. А мне хуже всего, поскольку меня сравнивают с отцом. Вам, девчонкам, везёт. Найди крутого парня и живи без забот. Ага. Думаю, девочки в моём классе думают немного иначе. Вот как? Значит, ты позаимствовала эту убить сенсей? У неё полно таких. Якудзо, адвокаты, букмекеры. У неё полно самых разных значков, которые она использует для работы. Ты, кстати, часто интересуешься её работой. Не так ли? Да. Правда, я не хочу кого-то соблазнять. Но учитель Кора говорил. Нужно владеть вторым клинком. Я уверена, что её навыки общения и обольщения пригодятся нам в дальнейшей жизни. Ух ты! Йода, ты будешь такой крутой взрослый! Я восхищена, хоть ты и сисёстая! Даже Каяна, противница Сисиандр, признала её! Девочки, пришли! Мы достигли цели. Но там охрана. Всё-таки без парня нам не обойтись. Верно. Каяна, приведи Нагису. Этот охранник... Можем ли мы его отвлечь и проскользнуть мимо? В лоб я точно не пойду. Чуть что нас раскроют. Нагиса! Каяна... Эм, я... Я пойду. Как? Уже? Пока. Чёрт! Я должен показать свою крутизну! Не бросайте меня так. Прости, прости. Мы придумали план. Отлично. Скорее бы уже переодеться. Подождите, девчонки! В качестве десерта зацените мои движения! Проваливай! Я с детства умею танцевать! Девочкам всегда! Это нравилось! Эй, пацан! Ты тут у нас крутой? Нет! Ну-ка! Я не хотел! Этот пиджак стоит целый лимон! Я жду компенсации! Говори свой адрес! Хината! Плюс моральный ущерб и того три ляма! Вот и сейчас, и я изобью тебя лишь до полусмерти! Что? Мой отец заплатит! Не бейте меня! Простите, мистер Якудзо? Чего? Взяли... Раз, два... Раз, два... Извините, можно вас? Этот человек почему-то упал! Его надо отвезти куда-нибудь! А, да! Прошу извинить! Опять что ли наркоман? Что у вас? Наш шанс! Возвращайся на танцпол, ладно? И никому ни слова, хорошо? Даже когда девочки делают без труда что-то крутое, парни тоже должны стараться выглядеть круто! Тяжело это, быть парнем! Если ещё встретимся, веди себя как парень! И будет лучше без сигарет и наркотиков! Мы пришли! Мы отправили вас на настоящее минное поле! Вам не угрожала опасность? Не-а! Ничуть! А! Ты быстро переоделся, Нагиса! Ага! Что такое? Просто... Вы, девочки, всё сделали сами! Зачем я вообще переодевался? Всё ради прикола и кавая! Да пошёл ты, Карума! А я думаю, не зря! Возможно, кому-то ты всё же помог! А ты мог бы и не переодеваться! В истории полно убийц, которые переодевались женщин! И с Сагайто даже! Нагиса! Смену пола лучше делать пораньше! Я не собираюсь! Мне и так хорошо! Давайте обсудим это в другой раз! Лучше вообще никогда! Уже на последнем этаже... Рицо! Да! Впереди этаж для вип-персон! Помимо сотрудников отеля, гости на этом этаже используют собственных охранников! Теперь и здесь перед нами преграды! Они крепкие! Может, нам угрожают несколько человек? Или эти громилы не имеют к ним отношения? Да плевать! Мы просто должны их вырубить! Всё верно, Терасака! И твоё оружие отлично подойдёт для этой работы! У тебя что, рентгенное зрение? Нужно вырубить их обоих, пока они не позвали подмогу! Я всё понял! Кимура! Попробуй как-нибудь выманить их оттуда! Я? Каким образом? А мне откуда знать? Скажи им вот что! Чего тебе, пацан? Что такое? Я не вижу мозгов! Только парочку начисто лишённых мозга качков! Вы даже не люди! А куски мяса! Эй! А ну-ка сюда вернись! Они в бешенстве! Что он на себе возомнил? Мы догоним его! Так, пора! Шокеры! Хотел проверить их на осьминоги и купил их! Вот уж не думал, что придётся ими так воспользоваться! Ты купил их? Разве они недорогие? А? А! Не, у меня недавно! Появились динжата! Эти двори! Токари! Отличное оружие, Терасака! Я бы порекомендовал тебе проверить их одежду! А? А? Судя по выступам, вы найдёте кое-что получше! Но! Настоящее оружие! Мы сделаем так! Чиба, Хаями! Вы возьмёте это оружие! Учитель Карасума всё ещё слаб, чтобы аккуратно стрелять из них! Так что вы двое! Наши главные стрелки! Но это неожиданно! Однако, я запрещаю вам убивать кого-либо! С вашими умениями, вы найдёте им массу безопасных применений против врагов! Он дал нам реальное оружие? После нашего провала с имитациями? Идём дальше! Судя по ситуации в отеле, враг не подготовил много охраны! И мы как минимум вырубили парочку наёмников! Да! Покажем этим подонкам убийство! Ребята, воспользуйтесь пожарной лестницей, чтобы добраться до последнего этажа! Чтобы попасть на неё, нужно пройти через концертный зал на восьмом этаже! У меня осталось плохое послевкусие! Мне поручили убить суперсущество! А я должен разбираться с кучкой детишек! Несладкая! Единственная вкусная вещь! Моя пушка! Отсюда я могу видеть нескольких учеников! Обожаю смотреть на их боль и страдания! Как только 10 миллиардов станут моими, я куплю их всех и буду давать им вирус каждый день! Четырнадцать! Нет! Двятнадцать человек! Судя по дыханию, возможно, подростки! Кто бы мог подумать? Сюда пришли все здоровые ребята! Предупреждаю! Этот зал звуконепроницаем! Я застрелю вас прежде, чем кто-то придёт к вам на помощь! Вы понимаете? Вы понимаете, что не готовы убивать! Будьте хорошими детьми и перестаньте перед боссом! Промахнулась! Я пыталась попасть в пушку! Настоящие? Судя по звуку! Шестидесятые модели наших парней! Школьники, натренированные для убийства! Превосходно! Работа, за которую я могу взяться! Слепет! Мабуси! Не могу разглядеть сцену! Послушайте звук моего вкусного оружия! Он попал в такую маленькую щель? Я запоминаю позиции стрелявших врагов! Когда-то я служил в армии! Опыт ведения боя! Научил меня отслеживать позиции врага и проверять состояние моего оружия на вкус! Посмотрим! Здесь должна быть ещё одна украденная пушка! Хайами, оставайся на своём месте! Хорошо, что ты ещё не стрелял! Чипа! Враг не знает, где ты находишься! Я буду сообщать о его действиях! Поэтому жди моего сигнала! Откуда он говорит? Мерзавец! Прекрати пяниться на меня с первого ряда! Профессиональный стрелок против школьников? Нам пригодится небольшое преимущество! Кимура! Иди на пять сидений влево! Терасака и Йоши-де! Расходитесь на три места! Теперь там слепое место! Каяна! Подойди на два ряда в то же место! Карума! Фува! На восемь мест вправо! Исагай! Пять мест влево! Перетасовывает? Он решил усложнить мне задачу? Однако, с каждой команды он называет их имена и позиции! Мне будет легко их запомнить! Ученик номер двенадцать! Иди вправо и готовься! Четвёртый и пятый, снимайте цель между сиденьями! Рицу, сообщай Чибе о происходящем на сцене! Хвостик, двигайся вперёд и влево! Фанат байков туда же, на два сиденья! Человек, который из любопытства сходил в кафе с горничными, который так любит таки бояши, и ему даже понравилось! Пошуми, чтобы отвлечь врага! Покнись! Как ты вообще узнал об этом?! Я не понимаю, где кто! Итак, настало твоё время, Чиба! Когда я дам команду, стреляй по своему усмотрению! Чёрт! Где ты?! Хаями! Поддержишь его, если понадобится! Следи, чтобы противник не двигался с места! Но перед этим, пару слов тем, кто не показывает свои эмоции! Так как вы не смогли сегодня меня убить, то начали сомневаться в своих умениях! Вы не жалуетесь и не извиняетесь! И ваши одноклассники рассчитывают на вас, думая, что вы со всем справитесь! Поэтому никто не замечает ваши переживания! Что это за оценки? Почему ты такая молчаливая? Зря я в тебя поверила! Ему даже сказать нечего! Я совсем не понимаю, о чём он думает! Но всё хорошо! Вы не должны нести это время в одиночку! Если вы промажете, мы опять переставим своих стрелков! И никто не догадается о том, кто же стрелял! Мы можем использовать эту тактику, потому что вы прошли подготовку и испытали поражение! На вашей стороне союзники, познавшие тот же опыт! Держите это в уме и стреляйте! Ха! Спасибо за речь! Благодаря этой речи я кое-что понял об этих детишках! Ученик номер 12 единственный, кто не переместился! И он тяжело дышит, будто что-то планирует! Как только оттуда кто-то вылезет, я тут же выстрелю туда! Хорошо! Поехали! Божественный вкус! Я един с оружием! И не промахнусь! Ученик номер 12! Встань и стреляй! Попался! Кукла? Теперь ты можешь стрелять! Окей. Промахнулся! Теперь я знаю, где сидит второй стрел... Они стреляли... По крючкам прожекторов? Чёрт бы вас побрал! Наконец-то попало. Отлично! Свяжем его! Тяжело было делать это чучело по-тихому. Нам ужасно повезло. Они прекрасно справились с опасным врагом. У каждого человека есть много возможностей вырваться из своей оболочки и прорасти. Но в одиночку эти возможности не реализовать. Нужен сильный враг, который усилит их внимание, и союзники, с которыми они разделяют опыт. Поэтому я хочу быть учителем, который может дать им это. Дать им преграды и хороших друзей. И возможность развиваться дальше. Невероятное образование. Только что они стреляли с опасным врагом. Но сейчас... Они выглядят как обычные школьники. Кажется, я могу нормально двигаться. Думаю, я восстановился наполовину. Он всё равно вдвое сильнее нас. Он может безо всяких проблем идти один. Лестница на верхний этаж. Да. Срок почти истёк. Ученики! Я понял кое-что противники, который поджидает нас наверху. Он неправильно использует своих киллеров. Что? Он поставил их на охрану. А это работа не для убийц. Они были бы гораздо опаснее, как те, кем являются. Это правда. Тот стрелок вообще не промахнулся. Карма. Если бы тот киллер подкрался бы к тебе сзади, его крепкая рука моментально бы убила тебя. Скорее всего. Понятно. Наш враг не убийца. Я распределю роли между вами. Во-первых, Исагай, Тарасака, Йошида, я хочу, чтобы вы... Нагиса. Ты весь горишь, Тарасака. Ты что? Узараж... Молчи! Я ещё стою на ногах. Оно само пройдёт. Ты этого не знаешь. Карасума надышался газом, потому что я по дурости побежал вперёд. Это уже не первый раз, когда я ставлю под угрозу чужие жизни. Я не хочу выбывать из игры и ещё сильнее подвести остальных. Тарасака. Идём. Оу, намба! Такой способ ходьбы использовали ниндзя? Неудивительно, что в последнее время они были гораздо тише, чем обычно. Время поджимает, но они не собираются паниковать или сдаваться. Я горжусь своими учениками. Это ещё одна причина не сдаваться перед нашим врагом. Наверняка внутри находятся противоядия. Эти провода... пластиковая взрывчатка. Мы вовремя. Сейчас у нас хороший шанс вырубить его. Если он увидит нас, я выстрелю ему в руку, и он не нажмёт на детонатор. Затем все остальные бросятся вперёд и схватят его. Сейчас. Сейчас. Как только вспоминаю, сразу всё чешется. Но, возможно, именно поэтому я стал более чувствительным, поскольку мои раны не заживают. Я же говорил, что собираюсь лично убить монстра, обладающего скоростью в 20 махов. У меня есть запасные детонаторы, если другие украдут на большой скорости. Даже если меня вырубят, я точно нажму на один. Мы уже слышали этот голос. Но сейчас он звучал ещё более зловеще. Я не смог связаться с тремя киллерами и ещё одним человеком. Некто из Министерства обороны, исчезнувший с бюджетом секретной службы, выделенным на убийство. Что ты задумал? ТАКАОКА! Эпизод 21. Время ТАКАОКИ Какие непослушные дети прокрались в комнату, чтобы увидеть любимого учителя? Ваш папочка не так вас воспитывал. Ну и ладно. Я преподам вам урок на летние каникулы. Учитель, ТАКАОКА... Пройдём на крышу. Я подготовил всё для встречи с моими любимыми учениками. Вы ведь пойдёте со мной. Ваш класс жив только благодаря моей милости. Нанять киллеров, угрожать ученикам-вирусам и прочие злодеяния. Ты с ума сошёл? Да что ты, нет. Я полностью здравом уме. Мой план спасёт этот мир. Нужно было прислать лишь этих мелких учеников вместе с монстром. И мой план сработал бы без сучка из-за дуринки. Я придумал план, по которому я воспользовался бы девчонкой. Как её там? Каяно. Я наполнил ванной в своём номере пулями против учителя. Я собирался положить её туда вместе с монстром и похоронить их заживо в цементе. Если бы он хотел выжить и вернулся в прежнюю форму, ему бы пришлось взорваться, тем самым убив ученицу. Но он слишком заботится о своих учениках, чтобы так поступить. Поэтому я решил, что он сдастся и погибнет. Он... демон. Я немного перепугался, увидев, что все вы пришли. Но это ничего не меняет. В зависимости от моего настроения я решу, сколько вас выживет. Думаешь, ты так просто избежишь наказания? Знаешь ли, это гораздо гуманнее того, как твои ученики обошлись со мной в этой долбанной школе. Такаока проиграл кучки школьников и провалил миссию. Правда? Он ведь так гордился своими методами обучения. А теперь я никто для начальства. Ваши унизительные взгляды, этот чертов нож. Когда я вспоминаю об этом, все мое лицо чешется так сильно, что я не могу заснуть. Я отплачу мой провал результатом. Я приму пережитую боль и верну ее в большем размере. Особенно тебе, Шиота Нагиса. Я никогда не прощу тебя за то, что ты испоганил мое будущее. Значит, когда он звал нескольких учеников, он хотел, чтобы пришел Нагиса? Совершенно бессмысленная обида! А? Так ты хотел поквитаться с Нагисой и больше ничего? Ты гораздо крупнее. Разве такое будет приятно? Со мной будет гораздо интереснее. Ты спятил. Ты проиграл Нагисе из-за своих же дебильных правил. Послушай-ка! Даже если бы ты не проиграл ту драку, мы бы все равно ненавидели тебя! Я не спрашивал вашего мнения, столопы! Не забывайте, что я могу одним пальцем избавиться от всех вас. Кротышка! Идем со мной в одиночку на вертолетную площадку. Нагиса! Не иди! Не надо! Я не хочу, но пойду. Скорее иди сюда! Он сейчас на нервах. Кто знает, что он сделает? Я выслушаю его и попытаюсь поговорить с ним, чтобы он отдал нам противоядие по-хорошему. Нагиса! 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 Такаока! Это не то, что ты подумал. Я не хочу, чтобы вы помешали мне провести время наедине с Шуотой Нагисой. Теперь никто не поднимется сюда. Ты понимаешь, что я хочу сделать? Это месть за прошлое сражение. Простите, учитель Токаока, я пришёл сюда не драться. Я знаю. Эти грёзные приёмчики здесь не сработают. Я уже могу представить, как убиваю тебя. Но мне будет приятно, если всё это закончится быстро. Поэтому я хочу, чтобы перед сражением ты кое-что сделал. Проси прощения на коленях. Извинись за грязный приём, который ты использовал, потому что ничего не умеешь. Я... По-твоему, это извинение, чёртов пацан? Лицо на землю, живо! Я недостаточно силён. Поэтому я применил грязный приём. Простите меня. А после этого ты начал оскорблять меня. И выгонять из класса! По-твоему, так должен говорить со взрослым? Такой сорванец, как ты! Я всего лишь глупый ребёнок. Я всего лишь глупый ребёнок. И был неправ, когда оскорблял взрослого учителя. Мне очень жаль. Простите меня. Вот это уже настоящие слова. Твой папочка очень доволен тобой. Я скажу тебе кое-что в качестве подарка. Я спросил у Смога, что бывает с теми, кто умирает от яда. И он показал мне фотки. Довольно смешно. Их тела покрываются нарывами, а их лица похожи на грусть и винограда. Не хочешь ли посмотреть на это? На, Гиса. Не надо! Это лицо я не хотела увидеть. Сфоткай его и добавь свой дневник. А также лица друзей, раздувшихся от яда и покрывшиеся пузырями. Сфоткай его и новые шпыла. Я тебя убью. Тихо. Верно. Убей меня. О боже. Я... Я убью тебя. Я убью тебя. За всё, что ты сделал. Отлично. Давай, убей меня. Нагиса. Эпизод 22. Время Нагиса. Нагиса взбесился. У всех нас есть желание убить этого подонка. Но надеюсь, Нагиса сможет это сделать. Нет. Остановите его пока. Не задирай нос, Нагиса! Я видел, как ты взглянул на меня. В тот момент, когда лекарство взорвалось. Может быть, уже прекратишь волноваться о других, слюнтяй? Вирус сам уйдёт, если я высплюсь, слышишь? Тарасака, и ты? Убийство есть убийство! Даже если ты убьёшь этот кусок дерьма! Хочешь, чтобы тебе снесло крышу? И чтобы ты потерял 10 миллиардов? Тарасака абсолютно прав, Нагиса. Его смерть того не стоит. Слепая ярость выйдет тебе боком. К тому же, он не знает, как делать лекарства. Мы возьмём его у того отравителя. Достаточно. Будет его вырубить. Эй, ты! Не порт нам веселье! Какой смысл, если он не собирается меня убивать? Я воспользуюсь его жаждой крови, чтобы отомстить как можно унизительнее. Так я смогу стереть свой позор! Нагиса, возьми шокер, что бросил Тарасака. Его жизнь против моей. Его слова против того, что сказал Тарасака. Кому из них стоит доверять? Подумай! Тарасака! Да от тебя жар, как в печке! Как ты вообще дошёл сюда? Заткнитесь. Лучше... Смотрите. Давай, Нагиса. Убей его. Пусть знает. Какой ты крутой! Учитель Кора! Нагиса убрал шокер! Я рад, что ты всё-таки берёшь в руки нож. На всякий случай! У меня осталось несколько ампул. Нагиса, если ты не пойдёшь на меня всерьёз, или твои дружки помешают нам, можешь попрощаться с лекарством. Карасума! Не смей нам мешать! Эшу-бурду нужно делать целый месяц. Но всех не хватит, так что это ваша последняя надежда. Учитель Карасума, если вы сочтёте, что Нагиса может умереть, смело стреляйте в Такаоку. Обычно он может всё предвидеть, но сейчас говорит такое? Возможно, это самая опасная ситуация. Хотя... Даже я это понимаю. Все предыдущие киллеры... Ребята смогли с ними разобраться. Но ситуация кардинально изменилась. Если Шоу-Танагиса попытается превратить это в обычное убийство... Что такое? Уже не хочешь меня убить? Такаоку сейчас совсем другой человек. Он в режиме бойца. Он зашёл с ума. Но это элитный солдат. Его неповторимая защита отразит любые нападения. Телосложение. Навыки. Опыт. Победить его гораздо сложнее, чем сдать экзамены на сто. Он не шутит. Нагиса не сможет победить этого монстра. Эй, малец, ты ещё не устал? Мы ведь только начали. Ну-ка. Пора бы и мне этим воспользоваться. Травмирующий. Образ с ножом преследует меня в кошмар. Он застал меня врасплох своей улыбкой. И с того момента всё пошло наперекосяк. Я больше не повторю ту ошибку. Я отрежу тебе все конечности. Нашинкую и нафарширую. Затем повешу над камином. Учитель Карасума! Пожалуйста, стреляйте! Нагису сейчас убьют! Стойте! Не вмешивайтесь! Ты не хочешь помешать ему, Тирасака? Лично у меня руки чешутся. Карума, ты не ходил на практику. Так что не знаешь, что Нагиса припостус в рукаве. Это и есть непобедимая техника? Именно. Тебе она не показалась таковой. Когда меня загоняли в тупик, с её помощью я находил выход. Но чтобы данный приём сработал, нужно соблюсти три условия. Первое. У тебя должно быть два оружия. Второе. Твой противник должен быть эксперт. И третье. Твой враг должен знать ужас быть убитым. Хорошо. Условия соблюдены. Что? Учитель Токаока будет подопытным кроликом. Что ты делаешь? Этим непобедимым приёмом ты всегда убьёшь жертву. Однако, если условия идеальны, любой убийца сможет с этим справиться. Хотя, судьба не всегда милостюм. Особенно, когда твой враг профессиональный боец. Но... Как раз в такой ситуации у тебя будет идеальное условие для его убийства. Будет готова сцена для мгновенной смерти. Будет готова... Сцена? Со своего места беги вперёд. Как можно быстрее. И как можно громче. Ты... МЕРЗАВЕЦ! Сделай это после того, как бросишь нож. Чем ты ближе, тем больше взгляд врага будет направлен на нож. Направь его взгляд в сторону вместе с ножом, аккуратно сбросив его, и затем... Настоящий убийца не упустит такие детали. Заодно короткое движение выхватит второе оружие. Не может быть... Этот... Малец... Опять! Прикончи его, Нагиса! Хороший заряд в шею! И он готов! Он научил меня жажде крови. Тому, что не каждую жажду крови нужно питать. И что важно, чтобы твои друзья смогли избавить тебя от неё. Боль от удара... Страх настоящей битвы. Этот человек научил меня этому. Он творил ужасные вещи, но при этом... Я должен поблагодарить его за его уроки. Я решил... Прекрати! Поблагодарить его с определённым лицом. Что угодно, только не делай это лицо! Это лицо будет преследовать меня в кошмарах до конца моих дней! Учитель Такаока... Спасибо вам! Ура! Он сделал это! Ура! Озвучено проектом Анилибрия.тв Отлично! Ты в порядке, Нагиса? Ага. Прекрасная работа, Нагиса. Я не знал, как всё обернётся. Поэтому рад. Ага. Я в порядке. Вот только что теперь делать? Оставшегося противоядия не хватит. По крайней мере, нужно уйти отсюда. Я вызвал вертолёт. Подождите здесь. Я пойду приведу сюда отправителя. Ха, вам не нужно. Ха, вам не нужно. Никакое противоядие. Ребятишки, думали, что уберётесь отсюда живыми? Мы победили человека, который вас нанял. Вам незачем больше сражаться? Я почти восстановился. И эти ученики довольно сильны. Давайте остановимся, пока никто больше не пострадал. А, ладно. Вы что, нарываетесь? А? Ладно. По контракту, мы не обязаны мстить за босса. Я уже сказал, вам не нужно никакое противоядие. То, что я вам дал, не было ядом. У вас усиленное пищевое отравление. Оно будет держаться ещё часов тридцать. А потом, яд из организма просто исчезнет. А вот яд, который босс приказал нам использовать. Если бы мы его использовали, то вам была бы крышка. Перед тем, как подсыпать яд, мы втроём обсудили это, не. Босс дал вам один час, не. Мы решили, что можно произвести обмен без использования смертельного вируса, не. И этого было достаточно, чтобы создать вам иллюзию опасности. Вы пошли против своего босса? Что? Разве киллеры делают это с теми, кто им платит? Идиотка. Если думаешь, что мы работаем только ради наживы, подумай ещё раз. Мы всегда стараемся угодить желаниям клиентов. Я взорву лекарство прямо на их глазах. Хочу увидеть отчаяние на их лицах. Но босс не собирался отдавать вам противоядие. Либо мы становимся убийцами нескольких элитных школьников, либо наша репутация пострадает. Мы просто взвесили два варианта и выбрали менее рискованный. Поэтому, с сожалению, сообщаю, что никто из вас не умрёт. Дайте им эту добавку и уложите спать. Тогда они ещё раньше почувствуют себя лучше. Я поверю в это, когда ученики поправятся. Извините, но я должен задержать вас для допроса. Как знаете, у вас будет неделя, прежде чем у нас появится работёнка. Что это вы? Не хотите отомстить мне, дядя Нэ? Вы ведь достаточно злы, чтобы убить меня. Я не убиваю людей из ненависти, Нэ. Я подожду, пока кто-нибудь не закажет тебя, Нэ. Ты должен стать тем, кого стоит убить, Нэ. Теперь вы поняли, ребятишки? Если хотите, чтобы мы вас убили, добейтесь успехов. Тогда мы дадим вам особый тур от профессиональных убийц. Наемники благополучно улетели. И оставили нам своеобразное предупреждение. Звонок от Карасы. Значит, они справились. Джентльмены, я хочу полюбоваться океаном. Вы не сопроводите меня вниз. Йо-йо-йо, выбери меня! Итак, наша миссия с проникновением завершилась, не оставив никаких следов в отеле. Караса, спасибо, что смог достучаться до меня. Я чуть не совершил ошибку. Чем меньше учеников, тем меньше шансов убить осьминога. Да, извини. Мы вернулись в отель к остальным ребятам и передали, что все будет в порядке. Мы вымотались и спали, как убитые, а проснулись уже вечером следующего дня. Вчера выдался безумный денёк. Рад, что мы выжили. Нагиса, ты рисковал больше всех! Прости. Ты вечно вляпываешься во всякие передряги. Мы ведь волнуемся. Доброе утро! Точнее говоря, добрый вечер. Вам уже лучше? Да, спасибо. Кажется, все надели футболки. Мы здесь одни, а в спортивной форме приятно. К тому же неохота целый день выбирать новую одежду. Четвёртая стена. Учитель Коры ещё там? Да, вряд ли это сработает. Но его поместили туда, так что у нас будет шанс. Карасама не спал и занимался организацией. Невероятно! Он не выглядит уставшим! Правда. Кто знает, может и мы будем такими же крутыми лет как через десять. Ага. На первый взгляд, Бич Сенсей не кажется крутой. Как и те киллеры, которых мы встретили. Они научены опытом и совершают невероятное. У них есть идеалы, они мастера своего дела. А ещё, Такаока, в кого я уж точно не хочу превращаться. От них людей мы презираем, а другими восхищаемся. Скорее всего, взрослая жизнь. Это то же самое. Он взорвался! Получилось! Мы и так уже знаем на это ответ. Из-за моей трусости вы сильно пострадали. Однако, вы победили множество врагов и побороли вирус. Отличная работа! Доброе утро, учитель Кора. Без своих щупалец вы какой-то не такой. Да, доброе утро. Давайте, насладимся оставшимися днями! Да. Но мы же завтра утром возвращаемся. Что ты говоришь? Из-за своей идеальной формы защиты я не смог полностью ощутить вкус отдыха. Какая бодрость. У меня всего один шанс провести каникулы с моими учениками. Нельзя терять ни секунды! Что ты делаешь? Вы сказали не терять ни одной секунды. Отлично, Карума. Надёшь, пока твоя цель потеряет бди... Ура, 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 ура! Я подумал, что мы могли бы сейчас его прикончить. Ты с нами, Нагиса? Верно. Мы должны использовать все оставшееся время. Да, я только за! Вперёд! Эй, подожди! Я тоже поправилась. Надела под одежду? А я не надела! Вот там! Ай, ну берегись! Берегись! Я тебя убью! Да! Я тоже хочу! Я тоже хочу! Вы хотели, чтобы я распух, да? Раскуся. Вот оно, то, что я ждал! Вот что значит лето! Я тоже хочу! Я тоже! Зуми! Мелочь. Ученики, спокойно. Потом будут филиверки. Не забудьте потом поиграть со мной. Этот осьминог. Господин Карасума, нам следует отправиться обратно? Да. Отправляйтесь. Подожди! Ты ведь сейчас не занят? Если ты идёшь на пляж, возьми меня с собой! Ну и купальник. Рискованно. Молчать, Мелюзга! Карасума, так что скажешь? Давай оставим детей, а сами пойдём. Нет, нет, Всё-таки вы бич! Ща получите! Вы, ребята, похоже, совсем обнаглели! Я вам покажу, Мелюзга! Ты хорошо постарался. Третий Е. Класс убийц. Мы убийцы. Наша цель – учитель. Доброе утро! Класс! Начинается второй семестр полный знаний и убийств. Это учитель Кора и наш класс убийц. Друзья, это тот канал, на котором я делаю собственный мультик, а это последнее видео на нём. Вы можете зайти, оценить и как-нибудь прокомментировать, если вам понравится, можете подписаться. Спасибо! Спасибо!